Вместе весело И, конечно, припевать Лучше хора Спой-ка с нами Перепелка, перепелочка Раз иголка, два иголка Будет елочка Раз дощечка, два дощечка Будет лесенка Раз словечка, два словечка Будет песенка Вместе весело шагать По просторам, просторам По просторам, по просторам, про просторам И, конечно, припевать Лучше хором, лучше хором, лучше хором, лучше хором А я говорю, не мечтался. Я за них вымыла в тот раз еще, а они опять не пропустили. Ну что этим академикам не хватает, Миша? Тысячу рублей в месяц получают. За тысячу рублей никто не пропустил. Килограмм давали в руки, а я еще пшенар взяла и мангель взяла. Ты последняя. Людка занимала, сейчас придет. Ага. Ну, скажи ей, что я за ней буду. Угу. ...сентябрьский день, праздник для всех. И для первоклассивных, в первую очередь. Тем более, что... О, здрасте! Не-не-не-не-не, я че... Насинячился уже! Не-не-не, ну, неграмма! Это что? Ну, да... Да мне б все конца, ну, в самом деле. Ну, в самом деле, ну... Ага, коняйница, я пила... Пень, Зоя, слушай, черного не было, ну, за батону. Ой, хорошо, я Дениску потом отдам. Я сказала, все. Ну, нет. Я уж очередь в ядра не заняла. Ну, чуть-чуть, ну. Пусть бы не стерся, зараза. Ой, Нин, спасибо. Держи. Нин, дай мне одну. Тринадцать копеек. Занесу. С теми двумя рублями. Хорошо. Кому еще хмель? Юрка, Юрка, ты Натаху покормил? А, да. А сам? Ну, по дороге. За вороткишок будет, тухомятку. А ты куда? Меня Юрка в садик отведет. Отведет, отведет. Отведет. Продуктор, из которого льются звуки веселой школьной песенки. Века петало в Бурунде? Я не помню. Ин инглиш, плеиз. Sorry, I don't remember. Уджамбура. Иди на мере, 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 иди на мере. Сегодня хор в четыре. I remember. Я возьму. Четыре бутерброда для тебя и для дяди Гены. Не забудь. Спасибо. В пакете вот здесь лежат. И у меня молочина, моя дорогая. Прогремел Бен Шептун из мрак королевской опочивальни. Откуда? О, Генри. Мам, готово. Мама наносит боевую раскраску в Апачи. Очень смешно. Номером ошиблись. А ты почему не в Белом-то? Первое сентября. Это траур по моей жизни. Она издевается. Это Чехов. Понятно. Мне просто Бело с прошлого года мало. Я возьму. Ирка, наверное. Как бежит время. Ах, черт. Да. Артур Андреевич. Да. Там Грачев бушует. Рвется. Белочка, ну я же сказал, у меня совещание с народниками. Пусть подождет, не развалится. А что, Грачев, он разве в Москве? Он где-то на периферии? Да, появился в Москве. Собрал детский хор. Завалил меня заявлениями. Замучил. Хочет, чтобы я предоставил ему помещение для его выдающегося хора. Понимаешь? А там, дальше, ставки для концермейстеров, хармейстеров, гастроли. Ну, он просит, да. Да, если бы он просил, так он требует. Да, и все. Это он умеет. Что, моя дорогая? Там еще товарищ Пасюк. А знаешь что, а зови-ка их обоих. Да. Давай. Да. Взялись. Раз. Убрать. Да, да. Белочка, я сам. Проходите, товарищи. Спасибо. Здрасте. 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 Геннадий Антонович. Очень приятно. Да. Александр Валерьевич, ну что вы там? Ну, проходите. С кулаком вы знакомы давным-давно. Присаживайтесь. Ну, столько лет, конечно, бок о бок. Пели, прессали. Кто-нибудь объяснит? Долго нам еще ждать? Дорогой Александр Владимирович, я вам уже объяснял. Для того, чтобы получить официальный статус хора, нужно иметь как минимум 50 хористов. Прослушиваем, утверждаем репертуары в реперткоме и у нас в управлении решаем, что дальше делать. Или думаете, что вы у нас одни такие? Одни. Мы готовы. Приходите, слушайте. Конечно. Придем, послушаем и решим. Когда? Ну, не знаю. Через месяц, через два. Очень много работы. Готовьтесь. А в качестве аванса нашего, так сказать, доверия, разрешите вам представить вашего директора. Геннадий Антонович Пасюк. Пасюк. Очень приятно. Мне не нужен никакой директор. Ждем вас в ноябре. Всего хорошего. Ну, это не должна быть. Может, мы кто-то там не кладём ягодной кладаем, мы что-то не очень. Муран. Муран хороший. Милый, хороший. Муран. Жди ему, ты. Здоровая, а ты куда летишь? В школу учиться. Сколько будет шестью восемь, а? Сорок восемь. О, для ровного счета будет рубь 50. Да, ребята, у меня нет пока. В смысле нет? Юр, ты что, нас обманываешь? Ну-ка, проверь-ка его еще раз. Да не мать, да она, молодой. Ты что? Да молодец, Юрок. Прям мучаешься, не гвозда. Не густо. Значит, так и запишем. Юрок нам должен еще рубь и сигареты. Да. Валера, не мать, пробьет. Ну и правильно, мы добавим для профилактики. Да как вам не стыдно? Двое на одного. Отпустите его немедленно. Ты бы и сошла отсюда. Будем считать, что я не слышала этого хамства. У вас есть минуты, чтобы исчезнуть. Так страшно, я прям штаны наложил. Ты меня понял? Руки и сигареты. С тобой все в порядке? Зачем вы это? Кто вас просил? Да не меня теперь вообще. Подожди, ну. А как же гордость? У вас есть планы по внеклассной работе? Да, конечно. Я хотела бы ходить с ребятами на концерты, спектакли. Также я думаю, что класс, где они столько времени проводят, ну, должен быть как-то уютнее. Ммм, генеральную уборку решили затеять. Это дело хорошее. А вот что касается концертов, им не концерты нужны, а исправительно-принудительные работы. Здравствуйте. Так, в чем дело ветру, почему в черном переднике? Извините, Клавдия Михайловна, я просто сценгазету должна делать про пионеров-героев. Я спрашиваю, кто сама и будет. Сама и сделаешь. Заодно расписание дежурств по классу. Можно я пойду? Можно, можно. Девочка хорошая, отличница, активистка, председатель совета дружины, семья прекрасная, папа физик. Ну что, готовы к бою? Нет. Тихо! Седьмой Б! Быстро, по местам! Не стыдно, что вы орете, как орангутанги? Ну, знакомьтесь, тут самый седьмой Б. О, киса. А это наши орлы-второгодники. Белокопытов или Петухин. Вставать надо, когда в класс входит учитель и зауч. Мы знакомы. Садитесь, ребята. Садитесь, ребята. Лепетухин. Варвара Степановна. Ваша новая учительница музыки и классный руководитель. Спасибо. Я могу начать урок? Ну что ж, попробуйте. Ребята, я думаю, что познакомимся мы с вами позже. А пока скажите, кому и зачем нужна музыка. Никому она не нужна. За нее не платят. Для веселья. Ну да. Спортвижка, бухнуть и на танце. Светка, поем в субботу подрыгаешься. Дурак. Ну-ну. Я никогда не понимал искусство музыки священной. А ныне слух мой различал. В ней чей-то голос сокровенный. Я полюбил в ней ту мечту и все души мои волнения, что всю былую красоту волной волной приносит изобвение. Что вы за люди такие? Встали? Отлично. Стучите. Громче стучите. Правильно. Ритм – это первая музыка, которая была у первобытного человека. Дикарь-шаман отбивал определенный ритм на своем кубне. Литвы-дикарь-шаман. Именно так он воздействовал на свое покорное племя. Дикарь-шаман Давайте, племя! Стучите! Стучите! Мужчина, какой у вас? В шестидесятый. Люди сказали, двадцать осталось. Да, вы что? Не хватит. Женщина, простите, какой у вас? Да не достанется, боимся взять четвертую. Ой, не хватит, наверное. Да нет, там двадцать сутки сегодня. Мужчина, какой у вас? Второй, третий. Шестидесятый приезжали. Все хотели, ну что бы... Ой, простите, пожалуйста, а какой у вас? Аккуратте, женщина, респир. Респир. Триста, двадцать девятого, двадцать восемь, двадцать восемь. а куда она пела? Простите, у вас какой? У вас лидерская. Двадцать четыре. Тут пела, у меня двадцать третий. Э, ты куда? Передо мной мужчина занимал. Какой мужчина? У меня двадцать третий. Ты что мне свои ручищи в морду тычешь? У тебя там все равно, ничего не разберешь. Мужик тут был. Нет, граждане, ну вы посмотрите, а. Ну какой мужик? Я что, мужик? Очки одену. Смотрите, я двадцать третий. Сама нарисовала, наверное. Вроде двадцать третий. Да, десять штук всего осталось. У тебя там вообще непонятно. Может, пятьдесят три, а не двадцать третий. Это у тебя пятьдесят три. Граждане, я же занимала. Бежала с ночной смены, с хлебзавода и занимала. Я же одна. Двоих детей тащу. Отца, инвалида. Пошел, как проклятый. Чтоб на новоселье все, как у людей. Вот все норовят. Помните, я занимала за вами. Стояла она. Помните, да? Стояла она. Отходила ты, мать. Про нее тебе говорили. Ну ладно. Ну, может, отходила. Может, отходила. Спасибо. Закачаешься просто. Так, уже раз придется. А ты не отвечаешь. А я тебе говорила. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Проходите. Здравствуйте. 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 И это вам чаем. Ой, ну что вы. Нет, ну это не новка. Это спасибо. Держите. Нет, это... Прям жалко открывать. Ну, перестаньте. Это всего лишь знак нашей признательности. А это Александру Владимировичу передайте. Он же американские курит. Я передам, но он вряд ли возьмет. Прошу меня простить. Должна бежать. Все в этом. Проходи. Кеша, иди. Да, наши люди в булочную на такси не ездят. А почему все здесь? Десять минут, как началась репетиция. Как мы же ждали. Чего вы ждали? Белокаменный дворец и пачку приглашений на зарубежные гастроли? У нас два месяца. И уже в ноябре комиссия должна услышать новый репертуар. И в исполнении не менее пятидесяти хористов. Вперед. Как? Как пятидесяти? Подождите, у нас же всего лишь тридцать человек на две группы. Да ему волю, он этих разгонит. А что же делать-то? Что делать-то? Работать, ходить по школам и искать новые голоса. Хорошо. Вот и стали мы на год взрослей, И пора настает. Мы сегодня своих голубей Провожаем прощальный полет. Пусть летят они летят, И нигде не встречают преград. Что же так задуманилось вдруг? Синева наших глаз Это выпорду прямо из рук. Годы детства уходят от нас, Пусть летят они летят, И уже не вернутся назад. Хороший. 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 Здорово. Опять со своими курицами возишься? Сам ты курица. А мог бы лучше. Ого. Ничего себе. Держи. Здорово. На свалке надыбал. Можно себе щитки на первое время сделать. Видал? Красавица. С такой можно Горынычу в секцию сунуться. У нас Татахин горшок остался. Может тебе как шлем сойдет? Зима что ли? Где же нам коньки-то взять, а? Может толкнем что? Что? Внимание, ботинки зимней. Второй год обещает. Ты все равно нас Горыныч не возьмет. Мы в прошлом году сказали, что мы старые и хилые. Юр, ну что ты опять сопли-то распустил? Грессмейстера тоже не с первого раза взяли. А Борис Александров вообще 15 лет только в хоккей пришел. Они с ноября только на ликоньках тренируются. Времени у нас с тобой навалом. Мы должны быть у Монетиных 19. Тебе же Лидия передала? Ну у них же не третьего звонка, правда? И потом, Вадим, я бы очень тебя просила ничего не передавать мне через твою... Сколько тебе нужно времени, чтобы сменить лак? Что? В чем дело? Ну вульгарный цвет. Мы с Кешей поедем сейчас, а за тобой машина пойдет. Ну через полчаса. Хорошо? И постарайся выбрать постоянный пол. Вадим, это нормальный цвет, хороший лак. И выгляжу я не хуже, чем все твои... Как в плохой пьесе. Прости. Антракт. Передаем эстрадную луку. Are you ready? Yes. Перфект. Поехали. Точность и вежливость королеви. У мамы, к сожалению, разболелась голова. Она приедет позже. А это мои. Это Наташка. А это Юрка. Мой старшенький. В седьмой класс пошел. Ну здоров. Юрец-огурец. Слабоват рассолов. Давай-ка садись. Садись, Саня. Давай, давай. Ты на картошечку налегай, пока горяченькая с сальцом. Мы тебя откормим. Ну че? Иди сюда. А это че у нас? Конек-горбунек. Это Пума. Наташа, не дерзи дядю Бори. Если бы не дядя Боря, осталась бы ваша мама сегодня с носом. А так и... А тебе относится. Надо. Помогу донести. Видели бы вы, какую красотищу мама в новую квартиру купила. Ничего. Еще поживем. Если доживем. Ну. Давай. Пап, я возьму. Алло, мам? Нет, цитирующая не приходила. А мы думали, она у вас. Ну, наверное, какой-нибудь квартальный отчет. А, да, хорошо, передам. Мама? Да нет, цитирующая не приходила. Приветики. Салют, полуночники. А я к тете Ире на полчасика забежала. Заболтались. А вы чего в коридоре торчите? В прятки играем. Мама, я не слышу, что выходит. Ага. Ее, голодная? Там на плече котлеты с амторонами больше? Нет. Я у Ирки поела. На работе такой завал. Еле живая. Еще, Ирка, посиди, да посиди. А я говорю, вы слышите, доставьте меня вообще. Ты у нас одна, бригадирша должна путь водку должен. Ой, маляркой заниматься-то. Что, сынок твой? Где? Да он стоит. Да нет, че это? Это племяш прискакал. Может, у сестры чего? Что? Лапуль, ты иди, я тебя догоню, да? Хорошо. Иди. Ну? Привет. Ну, че случилось-то? А ты не приходила давно. Ну, не все же, как ты, балду гоняют. Кому-то и работать надо. Так, а ты почему не в школе? А? А, пап, к нам вчера... Чего-чего? Это, ну, понимаешь... Ну, че ты мямлишь? Ну, че ты мямлишь? Ей что говори, нет? Меня вон... Воль, ты идешь? Работа ждет. Ты вот что, Ирка. Ирка. Ирка, ты сюда больше не ходи. Усек? Не место тут постороннее. Вот, смотри, читай. Посторонний вход воспрещен. Понял? Так, Соловьев, а ты ухи чистил? Чистил. О-о-о-о, плохо чистил. На, держи. Матери скажи, шестого вышлю. Лапуль! Коль! Ну, че не работаешь? А давай прыгай! Ну, прыгай, ну давай! Да нет! Ну, поймаем же, ну давай! Здравствуйте! Садитесь! Садитесь! По одному подходите ко мне, называйте свои фамилии и имя, и сколько вам лет? Лукин Алексей. Лукин Алексей. Ага, сколько тебе лет? Восемь. Восемь лет. Так, смотри. Родина, не спеши. Родина... Все, спасибо. Так, следующий. А теперь мы с тобой споем песенку. Хорошо? ПЕСНЯ Так, у нас ветра. Ветрова. А можно я еще одну спою? Нет-нет, достаточно. Очень хорошо. Молодец. Так, значит, у нас пятилетка по классу фортепиано. Отлично. Молодец, Ветрова. Так, завтра. Вот, по этому адресу. К четырем. Александр Владимирович послушает. Решает он. Садись, Катюша. Молодец. Ну, я так понимаю, это все. Да, больше никто не пришел. Родина. 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 В Душанбе и Караганде восемнадцать. В Душанбе и Караганде восемнадцать. В Красноярске девятнадцать. В Чите двадцать один, в Хабаровске, Владивостоке, двадцать два. В Южно-Сахалинске двадцать три часа, в Петропавловске и Камчатке, в полночь. В эфире передача «Быт. Забота общая». Алло, это бухгалтерия? Можно Аллу Ветрову? Уволилась. Извините, я забыла. Нет, не нужно. Но, я не хочу. Я не хочу. Я хочу. Я хочу. Субтитры делал DimaTorzok Проверю Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Здорово, Ребзя! Что, модели нового сезона? Привет. Сандалеты «Прощай, молодость!» И кофточка «Здравствуй, пенсия!» И откуда же Сорокина эти юные дарования откопала? Гробница Татанхамона. Знаешь, кто это? Не знаю. А ты, небось, не фертите в репетузах. В чем дело? Почему не в зале? А там дзюдоисты. Они нас не пускают. Ну, чемпионат какой-то. Они сказали, что это их время. Значит, запомнил? Правый сектор скажет пасюка и лады. Геннадий, завяжешь с музыкой. Хорошо, хорошо. Ребятки, что стоит? Давайте быстренько. Быстренько. Давайте быстренько. Репетируйте. Давай, давай. Здравствуйте, Александр Владимирович. Я же вам, кажется, сказал. Мне директор не нужен. Вам нет, а калютю как выяснилось? Да? Да вы не волнуйтесь. Репетируйте, репетируйте. 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 Чпок. 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 Проверьте вперед. Там подождите. Вы что, с ума сошли? Сошел. Ларка, это ж ты, Колесникова. Ты что, не узнаешь меня, что ли? Это же я. Андрюха. Ветер. Неожиданно просто. Ты что, опять изменился, что ли? Значит так. Вы приняты. С сегодняшнего дня у вас начинается новая жизнь. Про мороженое, газировку, орехи. Забыть. Все носим шарфы. Музыкальные партии знать наизусть. Проверю. В декабре будут экзамены по сольфеджио и истории музыки. По результатам неуспевающие будут отчислены. Это понятно? Угу. Может, в данной ситуации лучше брать всех недожируем? Яфика. Потом всегда можно отчислить. Позвольте, а можно? Каждый будет заниматься своим делом. Простите. Внимание, распевка на «ми-я». Новенькие слушают стареньких. Пожалуйста. Внимание, начали. Иннокентий. Непростое имя. А у тебя дочь? Катюха. Екатерина. Значит, жизнь давать? А можно твою сумку взять? Я понесу. Славка, а может, ты мою забывай? Ага, сейчас. Прости, спешу. Кеша! Кеша! Давай быстрее, мы слышим. Девчонки, я с тобой. Подождите меня, я с тобой. Пойдем. Том, ну что? Петро? Ну, пойдем. Спасибо. Оля, Андрюша, порвите, открыто! Порвивался ветер, кудрич шевеля. Здравствуйте, кто-то к нам пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Я классный руководитель вашего сына. Здравствуйте. Он ему никакой не сын, а мне он внук. Мы очень рады вас видеть. Что там натворил, Юрка? Да нет, ну почему же сразу натворил? Я по-другому вопрос. Нет, вы не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Если надо ремня, то мы... Ну, 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 ну. Прошу, мадам. Может быть? Нет, спасибо. Ну, почему же? Сегодня праздник, день работников леса. Вы знаете, я, наверное, в другой раз зайду. Извините. До свидания. Ну, шо ж ты... А шо это ты про ремень там... Какого ремня ты ему смеешь дать? Ты вообще, кто тут такой? Дед, ты не бузи. Дед, ты мне... Не, давай. Ответь. Заработников леса. Потолок ледяной, дверь скрипучая, За шершавой стеной, тьма колючая, Как шагнешь за порог всюду иди, А из орган порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, За шершавой стеной, тьма колючая, Как шагнешь за порог всюду иди, Тихо, и... А из окна порог синий-синий... Ура, да! Да! Ладно, так, нагнись. Нагнись, нагнись. Тут, держи, вот так. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, пьех, ты будешь, еще тридцать копеек с костюмом. Спокойно. А у нас свободное время. И здесь наша территория. Варвара Степановна. Для забывчивых. Ну и сколько Соловьев вам еще должен? А это наше с ним личное дело. Дай ей урок. Сколько? Я отдам. Ну, пять рублей. Да это неправда. Что вы все... Лезетесь? На. Юра! Юра, подожди! Юрок, давай там не оплошай, если что, зови! Мы поможем! Юр, я не хотела! Уходите, я бы сюда не звал. Юра, ну, прости меня, ну, не могла я больше смотреть, как они над тобой. Выслушай меня, пожалуйста. Кто это у тебя такой? Какой хорошенький. Он тебя даже не боится. Юр, давай с тобой договоримся. Я очень хочу, чтобы ты прослушался в хор Грачева. Один раз. И обещаю, возьмут тебя или нет, но я поставлю тебе пять в четверти по музыке. В году. И на мои уроки можешь больше не ходить. Пусть летят, но и летят, и нигде не встречают преград. Так, стоп! Лорионов, в твои голуби никуда не прилетят. Они сдохнут дороги от тоски. Идите, встаньте на место. Вы хоть понимаете, про что вы поете, о чем вы поете, зачем вы поете? Куда вы торопитесь? До последней ноты допеть? Что у тебя, кузнечик? Александр Владимирович, а можно я попробую? Нет, ты у нас певец камерный. Здравствуйте. Извините за опоздание. Да, что? Они пропали. Нам папа их из Польши привез. А двенадцати штук теперь нету. Двенадцать штук? Фломастеров их там нету. Мы сразу два раза распали. Раздевалки два раза. Ну ладно, хорошо. Идите, успокойтесь, потом возвращайтесь. Я не понимаю, что смешного? Ни одной живой ноты. Так, я сейчас хочу слышать каждого сольфеджио по отдельности. Прошу вас, поехали. Пожалуйста. ПЕСНЯ Так, давайте наизусть, без сопровождения. Это что такое? Я что, не учил вас, как нужно обращаться с партитурой? Свободен. Как это? Совсем. Альсор Владимирович, ну так же нельзя. С такими только так и можно. Держите. Так, еще раз, сначала, на ле. В гробовом темпе. Пожалуйста. И. Ой, здравствуйте. А вы меня не помните? Вы к нам в школу приходили. Не помню. Дальше. А можно с Александром Владимировичем поговорить? По какому вопросу? Понимаете, у меня вот мальчик Юра. Можно? Нельзя. Хор укомплектован. Набор окончен. Ну. Ну. Пойдем. Пойдем. Подождите. Можно ведь сделать исключение. У мальчика удивительный голос. Любую мамашу послушать. Сын у него гений, вундеркин. Поет, как соловей. Да. А то, что у него голоса нет и не предвидится. А то, что он элементарно, он, вот, и грамоты не знает. И то, что его на сцену даже для количества поставить невозможно. Вот это никого не волнует. Так что мой вам совет. Извините. Юра! Здравствуйте. Здравствуйте. Федя, Федя. Здравствуйте. Федечка, ну. Ну, что ты так расстраиваешься? Ну, ты знаешь, Александр Владимирович. Пошел, покричит, успокоится. Феденька, встань-ка, вставай. Но мы только начали учиться. Вот и есть. Вы только же начали учиться. Эм, это, ну... Феденька, что там? Вон! Ну, нет. Я этого самодурства так не оставлю. Юра. Юрочка, подожди. Мы, мы с тобой подготовимся. Нас обязательно послушают. Слышишь? Ну, вы что, глухая? Такие, как я, не берут. Значит, все. Девушка, девушка, вы в порядке? Да что с вами? Кто вас обидел? Понимаете, у меня мальчик. Он поет лучше, чем Робертина Лоретти. Они его даже слушать не стали. Кто не стал? Грачев? Нет, женщина такая строгая. А-а-а. Ясно. Эм, ну, если хотите, я могу его послушать. Я второй хормейстер в хоре у Грачева. Где ваш Робертина? Ушел. Я же его пообещала. Он больше никогда не захочет петь. Как diminish. Окей. Он超PMC2. Он самый, он лучше. Надо помочь. Нет. Я уже пообещала. Она только мая. Она как уходила. Соци, как мая. Ну-ка. Онкольку с мамой. Он очень прост described. Девушки отдыхают По просторам, по просторам И, конечно, припевать Лучше хора, лучше хора, лучше хора Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка Раз иголка, два иголка, будет елочка Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка Раз словечка, два словечка, будет песенка Вместе весело шагать по просторам, 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 и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Натаха, не возись. Время нет. У меня обина есть две левые. Что ты что? Юрка, сядь и поешь нормально. Что там у нас сегодня? Так, о, друзья, поздравляю, у нас сегодня праздник, день рождения Ленинского комсомола. Ура! А я на праздник стихи буду рассказывать. Выше знамя, громче песни, кумачом горит заря. Снег пошел, смотрите, снег пошел. Ура, снег! Ну, с добрым утром, товарищи. Дядя, а почему ты здесь спал? Подрастешь, узнаешь. Ну, начинаем утреннюю гимнастику. Раз, два, раз, два. Снег идет. Что? Ты не опоздаешь? Сегодня к второму уроку. Англичанка заболела. Ты бы слышала ее произношение. It's so simply dreadful. I'm home. Good morning. Good morning. Thank you. Can I leave the table? Yes. Ты сейчас, конечно же, скажешь, что прием в посольстве Непала затянулся до утра. Не скажу. Почему кофе холодный? Хорошо. На меня тебе наплевать, но Кеша, он все видит. Лара, избавь меня, пожалуйста, от этих вульгарных мещанских сцен. Для всех мы идеальная пара. Но у англичан есть такое слово. Privacy. Да, да. Частная, личная. У тебя волосы на затылке мокрые от души, а на воротничке помада. Вульгарный цвет. Котенок, молоко. Черт. Ну вот, ничего не осталось. Я хотела, чтобы ты гречку с молоком и сахаром поел. Как ты любишь. Ну, черт с ним. Поем вон с солью и без молока сегодня. Теперь отсирать все придется. Садись, садись, остынет. Садись, я потом сам отмол. Нет, я сама. Ну, сядь уж, пожалуйста. Остынет же. Ну, давай кушать. Приятного аппетита. А у мамы всегда гречневая каша подкарала. А вон она с комками получалась. И молоко с пенкой. Она вообще готовить не умела. Я ее ненавижу. Ну, как она могла? Иди сюда. А ты? Почему ты не едешь за ней? Не борешься? Не вернешь ее? Ты же ее любишь. Всего за отчетный период нами было изучено 147 либретто-опер, оперет и балетов, ораторий и контакт на русском и национальных языках, которые, согласно постановлению, подлежат цензорскому контролю главлита и реперткома управления культуры и комитета по делам искусств при Совете министров СССР. 49 из них допущены к постановке, 37 отправлены на доработку. Остальные внесены в список запрещенных произведений. Я все по поводу помещений для нас. Мы заслуженный коллектив, представляя наше советское народное общество суббитров. Органами комитета по делам искусств... Верой, правда, как говорится. Но и идем все сами знаете где. Товарищи, мы прежде всего должны руководствоваться принципами, которые высказал наш дорогой Леонид Ильич Брежнев. Спасибо. Спасибо, товарищ Копоклипикова, за прекрасный доклад. У вас, как говорится, мышь не проскочит. Ну что, товарищи, голосуем, кто за то, чтобы утвердить отчетный доклад Руфины Андреевны. Прошу вас, против, воздержались, единогласно. Спасибо, товарищи, все свободны. Руфиночка Андреевна, тут такое дело. Скоро Новый год, нужно объезжать певческие коллективы, утверждать новые программы. Посмотрите, пожалуйста. А, вот это, да. Поверь, не гиря, ну-ка, зайчик. Грачев? Да, Грачев. Это, Грачев это который... А вы что, ничего не знаете? Нет. Вася! А ты не рассказал, да? Вася, а с чем ты не рассказал? Ну там же эта история жуткая была. Что за история? В общем, три года назад у них в ансамбле была солистка. Девочка, 16 лет. Еще имя у нее такое, Лада. Ну и говорили, что она влюбилась в Грачеву. А потом с крыши сиганула. Ладочка, Щегарева. Ну там еще как-то дело очень быстро закрыли. Подростки, неустойчивая психика, несчастная любовь. Да вы что, прошу мать! Он сразу уволился, уехал. А я узнаю об этом последний? Так, между прочим, да? Вы что же, товарищи? Работники культуры. Ну так я и удивляюсь, как вы ему детей-то опять доверили? Значит так. После праздников берешь комиссию, едешь к Грачеву. Ну, не мне тебе объяснять. Но чтобы я больше этой фамилии не слышал. Понятно. В этом крики жажда бури. Силу гнева, пламя страсти, невесе, непобедительные шатучки в этом. Помни, Марки, хватит мою. Чайки стонут перед бурей. Стонут, мечутся над морем. И на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И Гагары тоже стонут. Марки, Филину, помнишь ли я мою маску? Там правда трещина, но это не важно, это я починю. Гром ударов их пугает. Садись. Белокопытов дальше. Ну, там это, как его, тупой перебиль. Робка. Робка прячет жир в тело. Тело жира. Позорище. Катя Ветрова. Глупый пингвин робко прячет тело, жирное в утесах. Только гордый бурейский смело и свободно на тьме от пеноверен. Откуда? Откуда? Все сменял. Две бары, его и братовы. Велик отдал. Рвутся. К высоте на трех игроков. Потянет. Ты что совсем? О, смотри, смотри. Соловьев продолжит. Зырь, зырь. Соловьев два, Крылов тоже. Дневники на стол. За что? За то. Я в буфет. Коля, ненадолго, слышишь меня? Ненадолго. Не меньше часа. У меня в буфете чай с пятью звездами стынет. За что? За что? О, боже мой, за что? За что? О, боже мой. Гости на балу, отбой. Гости на балу, отбой. Валюша, я тебя очень прошу, мне нужен позарез, а? Но я все равно сижу, я второй состав, а... А если заметят, ты видишь, что делают? У нее глаза горят. Лицо пламенеет. Но вы, извините, тлеете, как старая сырая головешка. Валечка, где все? Сейчас еще раз пройдем эту сцену. Сейчас все вернутся. Это мне. Это я по вашему... Ну, ты не сам и отпрашивайся. Я не буду за тебя отдуваться. Я так больше не могу. Вы насилуете мою тонкую, актерскую, душевную организацию. Я... никак... ничего... Мирочка, Мирочка, мы... После перерыва продолжим? Садитесь, моя! Держи коньки, я шапку забыл. Я так и подумала. Везде окна уже заклеены, кроме туалетных. А на выходе дежурные. Вы же меня от музыки освободили. Юр, ну так нельзя. Да что же вы с этим хором-то на два месяца уже ходите? Я же сказала, не пойду больше. Хочешь, я с тобой заниматься буду? Здрасте. Здравствуй. Русским языком, литературой, историей. Спасибо, не надо. Крылов, ты почему музыку прогуливаешь? Так это... Мне к Живному надо. А-а, сильно болит? Угу. Юр, ты проводи друга. И заодно обещай подумать, хорошо? Хорошо? Хорошо. И все в порядке, если дождь скажет вам счастье. Великая лепестка, и гроза. Сурогой войнят, литомая трубка. Едем, едем, едем. Велика, слой, чай, не вновь. Хоккей играют, настоящие мужчины. Хоккей! Друг с ней играет в колей. Друг с ней играет в колей. В будущих матчей будет сыграть немало. Не забудем, не забудем, мы как старт. Что не золото, и не золото, и не золото. Поехали. Все, поехали. Друг с ней стоять, пятерка и вратарь. Суромый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. Хоккей играет, настоящие мужчины. Здравствуйте, солдат. Здравствуйте. Друг с ней играет в хоккей. Друг с ней играет в хоккей. Хитрика, это вам. Спасибо. Мы решили вспомнить старый репертуар. Да я вижу. Валя, можно вас на секунду? Будьте добры, раздайте ноты. Подождите, это же... Я знаю. К завтрашней репетиции партии Фуги знать наизусть. Послушайте, это невозможно. У нас комиссия на носу пусть поет, трус не играет или что-нибудь. Тут вообще хоть слава какие-то есть. Новенькие, если все, Фуги просто не готовы. Если не готовы, то в таком случае я не понимаю, что они здесь делают. Медленно, пожалуйста. Так, разобрали партии. Внимание. Жёстче, жёстче, борт его! Клюшку держи. Разворачивайся, уходи. Уходи, уходи по борту. Хорошо, клоуны. Вперёд. Ну? Ну? Вперёд. Хорош! Всё! Клюшку ехал, а клоуны остались. Ну, чё, разверли, вставайте. Всё? Сдулись? А я говорил. Ладно, ребята, хорош клюшки мучить. Дайте-ка хлопцу домой. А нам надо к серьёзной игре готовиться. Всё, поехали. Давай, давай, давай. До свидания, до свидания. А вы чё ржёте? Ну, круг, бегом! Нечего собля размазывать. Вперёд! Быстрее, быстрее! Активнее ногами работаем. Хорошо. Стоп! Опять то же самое место. Первый сопрано. Я не понимаю, вы что, не слышите, что вам альты готовят? Опять на полкирпича выше лезете. Так, я хочу слышать только первые сопрано. Без фортепиано. Пожалуйста. И... Здравствуйте, господин артист. Простите, в театре репетиция, я... Слушайте, Хавьер, может, мы уже будем определяться, где вы служите? Александр Владимирович, я никак не мог уйти. Я это уже слышал. Прямо с Кузнецкого. Так, пожалуйста, нотами по руке. Здравствуйте, Димочка. Прошу вас. И... Это ми-бемоль? Это ми-бемоль? Дайте мне, пожалуйста, ми-бемоль. Вот это ми-бемоль. Это понятно? Идите, сядьте на скамейку и вернетесь, когда сдадите партию. Мы же только сегодня получили. А вы что, не умеете читать с листа? Хорошо, идите в первый класс музыкальной школы. Прошу вас. Сомкнулись. Да. Еще раз. Со второй части. Пожалуйста, прошу. И... Простите, а когда они заканчивают, не знаете? Семь или полвосьмого, не раньше. Новую программу готовят. Ясно. Да, у них там какое-то прослушивание, отбирают что-то будет. А вы новенькие? Так точно. Ну, конечно, новенькие. Ой, это кто-то хулиганит. Это ж мама Ларионова. Ну, пусть они хотя бы сядут. Стоп! Устали? Верю. Ну, поймите. Когда вы сидите, у вас недостаточно работает дыхание. А без дыхания у нас с вами ни черта не получится. Это понятно? Да. Кто-нибудь хочет сесть? Хорошо, еще раз. С самого начала. Внимание. Прошу вас. Вот, сейчас запахнет пончиками. Помнишь, ты мне покупал 80 копеек за килограмм? 82. Пошли. Вот сдача. Ешьте с удовольствием. О, как раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам два съешь? Конечно. Четыре пончика, пожалуйста. 24 копеечки. Будет. И пудрой. Пудрой побольше посыпьте. 25. Пудрой мы не жалеем. Какой пончик без пудры-то? Точно. Держи, кавалер. Спасибо большое. Спасибо. Давай. Сдачу копеечку. Не надо, спасибо. Горячее, аккуратнее. У тебя пудра на носу. Ну, тебя вообще везде. А вдруг ты возьмешь и сейчас исчезнешь? Как тогда? Да нет. Тогда исчезла ты. Выскочила замуж. Зачем ты это делаешь? Не знаю. Может быть, хочу вернуться? Лара, ты жесток. Ты замужем и вполне счастлива. Ну, и ты, кажется, тоже женат. Женат. Нет, говорю. Да, привезу. Шестого. Шестого, Палычка. Не жир нам будет? Да слышу, да. Лады, все. У вас какой? Какой размер? Зимний? Да, попробую достать. Ага. Да. 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 Мать у меня. Что это? Рязань, ага. Юра, ты это... Там Нинка-Пельмешей прокрутила. Может, пойдем, рубанем? Не хочу ее. Они не слышат, не чувствуют, не могут. Пока не могут. Не хотят. Они никогда не споют. Споют. Споют, когда выучат. Когда они выучат? Скоро. Через неделю. Поешьте. Я позанимаюсь. Мы справимся. Послушайте, Александра Сакна. Можно подумать, вас не было на репетиции. Я не голоден. Спасибо. До завтра. Ну, как уроки? Заканчиваю. А что? Да ничего. Так. Катюн, сделай погромче, пожалуйста. Катюн, сделай погромче, пожалуйста. Может, устроим что-нибудь? Как раньше. Поиграем. В домино? Или в прятки? Папа! Папа! Вот горит же картошка! Мам, ты чего? А я тебе. Катюн. А сейчас мы устроим пикник. Разляжемся на ковре и объедимся от пирожных. Мам, ты серьезно? Ну, а что? Каждый имеет право на свою личную жизнь. Как там это по-английски? Ты ведешь себя как-то неподобающе. Папа! Сегодня нашу программу ведет музыкальный обозреватель Елена Дулова. Две беседы народного артиста Советского Союза Сергея Яковлевича Лемешева у микрофона юности вызвали очень большой интерес и горячий эксприк слушателей. О немецких служебных человеке, о призвании, об умении весь запад сил душевных отдать для достижения намеченной цели, о музыке, о постижении этого рода искусства, о народной песне. Вот о чем беседово с молодежью и известных певец. И речь сегодня пойдет об обмере, о сложных... Хорошо! Тетчее! Там, держите! И! Так, стоп! Здравствуйте! Спасибо! Куда вы во время звучания? Ой, извините, учту на будущее. Просто из управления, вот методичку прислали, песни, которые рекомендуются для детских хоров. Просили передать. Комиссия будет после праздника. Дима, финал пройдите? Да, хорошо. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Готовы? Последний припим с того же места. Добрый день. Гена, как же ты все-таки выкрутился-то, а? Да никак. В детский хор меня сослали. К Горачеву. На годик. Пересидеть. Да, и то, я думаю, это ненадолго. Потому что хор этот, после праздников, Руфиночку к нам присылают. С особым поручением нас прикрыть. Это Капак Липикову? Знаком с этой мадамой? О, да. Даже ближе, чем хотелось бы. Ох, сколько эта дрянь мне крови попортила. А заодно и программа. Юрки нигде нет! Вот погонится. Смылся? Ну, ты подумай. Отцовский велосипед на чертовы коньки поменять. Ведь главное, их все одно в этот хоккей не взяли. Тут они хренушки что найдут. Может, на них обратно сосуя вы меня? А то велик жалко. Ты что, очумел? Мы с вами тренироваться будем. Потом в Динамо поедем. У них бывает доп. набор после Нового года. А Грыныч пусть своих кабанов гоняет. Красавица! Можешь подвезти? Горь. А в смысле? В смысле, в смысле? Ну, один раз не прошел. Ну, второй раз не прошел. Ну, третий раз-то придешь? Береться, береться. Привет с Ионером. Здрасте. Это Мишка. Здоров. Крепко. Ты что, терпеливый? Мужик. Ну, что, Орлы? Вас, говорят, в хоккеисты не приняли? Ну, да, типа того. Разберемся. Ты, браток, с дядей Борей дружи. Ты мне услугу, я тебе две. Запрыгайте. Что ты еще? Кабан-то кабан. Нормальный мужик. Крутища вообще железная. Иди. Быстрее двигаемся. Активнее, активнее движение. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, не знаю. За покрышку, конечно, спасибо, но... Семенов, клюшку на лед. Ну, хиленький он какой-то. А у нас тут маслица моторная на автобазу пришла. Нет надобности? Да надобность-то есть. Ховалев! Быстрее, быстрее, активней! Ладно, посмотрим. И за нами не заржавеет. Поменяли направление. Ну, что завалились, а? Ну, что вы развалились, старик? Давай, давай, вставай. А, простите, а у вас случайно на вечерних билетиках нет? Нет, извините. Зависи меня. Коля! Коля, Коля, что ты творишь? Коля, солнышко! Коля, ты меня без ножа режешь! Ты прямо в солнце, я сегодня у тебя скифтаха сегодня вечером! Коля! Коля! Коля, все продолжается! Говорят, неделю уже! Неделю? И вы молчали! Я за неделю продолжаю! Коля, 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 спокойно! Птички! Котя Валя, надежды есть? Никакой надо вводить второй состав. Кого вводить? Когда я буду вводить? Когда? Куда вводить? Кто наша жизнь? Все, это конец. Подождите, Валерий Яковлевич, давайте дурак! Вот смотрите, у нас в трупе 100 артистов. У вас в трупе 100 бездарностей и один запойный артист! Гений! Нет, все, отменяем спектакль. Надо отменять спектакль! Идите, отменяйте спектакль! Поехали со мной в Ялту! Я не могу... Татья Валя, что делать-то? Хавьера. Хавьера надо вводить. Он споет и зрителю понравится. Амира? Держи, держи, держи! Давай, вперед пошел! Вперед! Ну! Давай, вперед! Давай! Ты смотри, что они говорят! Твой защитник моего нападающего обе! Судья! Смотри! Эй, судья! Две минуты давай! Прекратили драку! Разошлись! Отсутствует соловьев и крылов. На русском и химии оба были. Лукачка! Фортилы вам, запасные. Давайте на лед. И помните, главное выполнить задачу. А задача ваша не мешать. Так, все, встали! Пошли на лед! Сейчас я им покажу. Есть у меня одна идея? Слушай, ты что, сдурел? Пошли, пошли, пошли! Я думаю, паричок ему найдем, усы приклеим, костюмчик подберем. В руки ему надо что-то дать, просто для уверенности. Это, по-вашему, Генрих? Не, я... Ну, а что? Он высокий. Он статный. Улыбка у него глупая. Товарищи! Товарищи, давайте просто его послушаем. А? Ага. Делайте, что хотите. Сан Саныч, миленький, начинайте. Крылов, отдай пас Петрову. Крылов, куда ты поехал? Давай, давай, давай. Пас, отдай! Соловей, держись! Соловей! Отлично, давай вперед! Наконяй, наконяй! Крылов! Куда вы выберетесь, а? Я за вас, мать, продулю! Тюрист хренов! Соловей, я вообще не могу. Ты где набрал таких чабурашек? Да пошел ты! Молодец, помог! Умница! Молодцы! Поздравляю, садитесь! Давай! Молодцы, чемпионы! Чемпионы! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну что, клоуна, дофентились, а? Я вам что сказал, не мешать! Ты что думаешь, я за покрышки твоего дяди тебя терпеть буду? Да я вас сгною! На скамейке! Я не понял. За какие покрышки? За какие? За автомобили, наверное. Не задаром же он нас взял. Ни за покрышки, ни за что. Вы больше что-то не приду. Смотри, дома не спались. Пошел ты, Крылов! Сам ты пошел! Особенно моей Любовь, благая тайна, Она сродни судьбе. Любовь моя бескрайна, Особенно к тебе. За что такие муки? И в чем моя вина, Что каторге разлуки Я приговорила? Нечилищу раздрога Похвастопил со мной. Я вопрошаю Бога. За что, о, Боже мой? За что, о, Боже мой? Достаточно. Мирочка, добрый день. А что я... И мы тут все... По-моему, это ужасно. Мы в безвыходной ситуации. А мне нравится. Конечно. Тем более, что публика будет смотреть только на тебя, Мирочка. Я всегда говорила, что Генрих должен быть выше. Привет хоккеистам. Здрасте. А я тебя везде искала. Мне сказали, ты на катке. Все, нашли. А ты дома пойдешь? Не знаю. А знаешь, где самые вкусные пирожки в Москве? Там еще бутерброды с сырокопченой колбасой есть. Ладно. Я сдаюсь. Я просто хотела... Подождите. А сколько бутерброд такой стоит? Подождите. А сколько бутерброд такой стоит? Юра, пойдем. Я даже не знала, что пробота такая бывает. Я мантам потом. Не торопись. Еще два звонка. Что такие муки и в чем моя вина, Что по торге разлуки я приговорена, Не чересчур от друга Поход стумил со мной. Я попрошаю Бога. За что, о боже мой? За что, о боже мой? За что, за что, о боже мой? Смотри, хофер. Боже мой, за что, за что? Боже мой, за что, за что? Боже мой, за что? у него мужа, получается. Так разве бывает? Ну, это же театр. В театре все условно. А так вы правда этого Генриха знаете? Это его на сцене Генрих зовут, а в жизни по-другому. Да, неожиданно, неожиданно. Поздравляю. Да ладно, прекратим. Ой, я смотрю, у тебя уже поклонники завели. Молодец. Мамашек-то не нагрелась. Пошли. Слушай, пусть ты иди, а я тебя догоню, ладно? Ну, удачи, старый. О, боже мой, за что, за что, о, боже мой, за что, о, боже мой. Здравствуйте. Добрый день. Слушай, ты, ты что, это учил когда-то раньше? Да нет, запомнил просто. Извините, он сегодня впервые в театре, больше он нигде не мог это услышать. Да. Хорошо, а теперь повыше. Я еще выше могу, если надо. Варвара, я прошу прощения, вы позволите? Да, конечно. А сможешь повторить мелодию на слух, которую я сейчас тебе сыграю? На «Ма». Готов? Фантастика. Слушайте, где же вы раньше-то были, а? Ты песни какие знаешь? Ну, какие любишь? А, да я всякие знаю. Вам какие нужны? Так. Ладно, сегодня уже поздно. Давайте, давайте завтра к четырем часам туда приехать, помните? Да. Хорошо. Я Грачеву предупрежу. Только у меня к вам будет одна просьба. Вы, пожалуйста, ничего специального не готовьте, хорошо? Угу. Слушай, ну, сын у вас просто феноменальный. А, да нет, что? Он мне не сын. Я у него просто музыку преподаю в школе. Я осел. Простите меня. Да ничего. Варвара. Варя. Дима. Очень приятно. Взаимно. Ну, что ж. А где он? Опять сбежал, что ли? Ой, праздников нет никаких вообще. Одного до дня. Семь часов три минуты. О! Явился, не запылился. Греть ничего не буду. Да я сытый. Ну, чё, как сыграли? Никак. На хоккей я больше не пойду. Можете забирать свои покрышки. Борь, какие такие покрышки? Вот ты тварь неблагодарна. Я для него из кожи вон лез. Ты хоть знаешь, сколько они стоят? А вас не просили. А я вас сейчас попрошу. Так следует. Боря, не надо. Парня, гнида. Боря, не надо. Дед, дед. Не трогай, дед. Уходи. Ты здесь вообще никто. Ну, иди сюда. Боря, деда. Ну, иди сюда, мразь. Йорк. Дед, ты куда? Бери портрель. Уходим. Па, ты чё надумал-то, а? Куда ночь на дворе? Вы куда? Ничего. Учай, холонуй. Йорка. Ты это, на мать не сердись. Нинка, она, она бы всё равно себе кого-то нашла. Этот, не хуже других. Бабе одной трудно. А как же папа? Папашка твой, он только на гитаре был гораздо играть. Ну, и куда же мы теперь? Ага. А поедем-ка мы с тобой, знаешь, к однополчанину моему, Феде Цветкову. Я тебе про него рассказывал. Мы и войну с ним вместе начинали, и потом и в госпитале. А, это где тебе ногу? Да-да-да, я был у него как-то, ну, правда, давно уже. Но он звал всё время, у него в деревне так здорово. Мы сейчас переночуем на вокзале и махнём. Я не могу. Чего? Ну, я завтра обещал, в четыре, двум людям, хорошее. Я, конечно, мечтала пианисткой стать, в консерватории училась. Но сейчас ни о чём не жалею. Хотя иногда хочется сесть за рояль, играть, играть. Но в школе тоже очень интересно. Милый, смотри, Василёк! Неспокойное у вас тут место. Местный фольклор. Тоже мои ученики, кстати. Милый, смотри, Василёк! Вы бесстрашная девушка, Варя. Постонет! Иду. Иду, иду, иду. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, иду. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что так поздно. А Варвара Степановна Волгина здесь живёт? Да, да, здесь, здесь. Оля! К тебе! Вот. Так мы с Варёшей одни и остались. Я устроилась на ночные вызовы на скорую. Однём с ней. Ой, но моя внучка только о вашем Юрии говорит. Ой, представляете себе, что будет с ней. И я тебе скажу, что я вас отпустила. Ой, бабушка, ты её не въеваешь. Нет, они все так говорят. Мам, ты ничего не понимаешь. Моя тоже вот кричит то же самое. Ну, может, другими словами. Кашель мне важнее нравится. Пойду заварём травяной чай. На ночь тоже надо будет выпить. Я вам дам с собой. Ну вот, свалились мы на вашу... Добрый вечер. О, дождались. Наконец-то. Варя, да? Здравствуйте. Мы там заходили как-то. А я Пётр Ильич. Я дедушка Юра Славьёва. Очень приятно. Мы забежали ненадолго. Ну, застряли. Предупредите, что мы уезжаем. Мы на вокзал. Подождите, а как же прослушивание? Ну... Мы переночуем у Марии Дмитриевны. У нее такая большая тахта... Нет, нет, прекратите. Да, конечно. Я даже слышать не хочу. Утром вечера мудренее. Мы почему пришли? Мы потому что Юрка волновался. Он вам обещал про завтрашнее с Мактриной. А не получается. Вот мы... Юр, ну ты чего ты голосу не подаёшь? Тише, тише. Тише. Пусть спит не будете. Не, ну как? Так, всё в порядке. Здравствуйте. Это... Что у нас сегодня комиссия? Да, да, комиссия. Я забыл про комиссию. Там мальчик пришёл. Вы помните, я вам звонил сегодня с утра? Где вы что? Какой мальчик? У нас комиссия. Я всё понимаю. Минуты на минуту. Ничего страшного. Ваша комиссия подождёт. Хавьер, введите сюда своего гения. Сам, Владимыч. Хорошо, сейчас. Одну минуту. Ядрик Семенов. Да? Я смотрю, вам всё равно нечем заняться. Подыграйся нам. Я вам гарантирую. Я понимаю, что вы увидите. Почему же? Мне есть. Есть чем заняться. В другом месте и за другую зарплату. Ядриго Семеновна, отставьте меня в покое! Ядриго Семеновна, вы что? Отставьте меня в покое! Ядриго, вы что? Ну что вы? Ну что вы? И что нам делать? Ничего. Будем слушать вашего молодого человека. А кто играть будет? Вы, прошу вас. Нет, шо увольте. Я не пианистка. Хавьер, тогда вы, прошу. Но... Сейчас. Сейчас всё будет. И мальчик, и пианистка. Похоже, здесь где-то. Ты уж, Юрка, постарайся, не подведи. Вон какие нам люди попались. Хорошие, душевные. А вдруг опять попались? И главное... Ну что ли? Сиг, ненормальный. Это понятно. Здравствуй, судя. Что ж, что... И главное, ничего не больше. Где-то подпускать нельзя. Нам теперь... Петр Ильич, Юра. Только спецсоветы, я не успела. А ну ты... О, Варя! Как хорошо, что вы здесь. Здравствуйте. Вы нам нужны позарез. Скажите, вы незнакомую партию с листа сможете сыграть? Ну, наверное, да, смотря какую. Отлично, пойдемте. А, подождите, а как же... Да, да, пойдемте все вместе, я обо всем договорился. Пойдемте, пойдемте. Вам помочь с инструментом? Не, 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 своя ноша не тянет. Отлично. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ты дверь, подержи. Так, значит, поем спокойно, уверенно, не обращаем ни на кого внимания. Только акапелла. Хорошо? Александр Владимирович, вот, это Варвара. Юрка. Прекрасный консервьмейстер, училась в консерватории. А это Юра. Я вам про него говорил. Да. А это Юрин дедушка. Ну, прошу. Давайте посмотрим, на что вы способны. В консерваторию. Прошу. Давай. Так, держи. Да я сам, сам. Дима, ты что, с ума сошел? Дима. Прошу вас. Все готовы? Конечно, знаю. Да, мы готовы. Юрка, давай. Стаканчики. А что вы с ума сошелом пришли? На центр иди. Иди, иди на середину. Стаканчики храненые, ухвалит из-за стола. Рамды, рамды, красавица, допросила меня. Вы что, с вами, фасад? Прекратите, это немедленно. Вы что, с вами? Проходите, проходите. У нас прослушивание. Мы не помешаем. Я предупреждала заранее. Нет, нет, присаживайтесь. Прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Идите к инструменту. Иди, Юрка. Иди, пожалуйста, пожалуйста. Иди, иди. Дайте ему ноты фоги, партию первого сопрама. Начинаем. Александр Владимирович, дело в том, что... Хавьер, не мешайте. Александр Владимирович, может быть, мы уже начнем? Хавьер, не мешайте. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Вместе весело шагать по просторам Раз словечка, два словечка Будет песенка Вместе весело шагать по просторам И, конечно, припевать Вместе весело шагать по просторам Сопрано Восьмые должны быть легче Не зависайте Па-па-па-па-па-па Александр Владимирович Это что такое? Какая смысловая нагрузка у этой С позволения сказать вашей песни? Это не песня, это фуга Простите, что? Фуга – это полифоническое Или многоголосное произведение В основе которого, как правило, Лежит одна тема Так, только не надо нам здесь читать лекции Вы что, за два месяца Не могли выучить что-нибудь со словами? Я думаю, что я выражу Общее мнение товарищей Это Совершенно Никуда Не годится В конце концов Есть утвержденный репертуар Для хоровых детских коллективов Мы присылали вам методичку Это что? Раз-былинка, два-былинка? Дождинка Дождинка Значит, вы пренебрегли Рекомендациями управления культурой Прекрасно Товарищи, я думаю, что Нет-нет, подождите Подождите минуточку Мы не пренебрегли Понимаете, у вас очень обширный репертуар Александр Владимирович Просто показал вам Самое сложное произведение Чтобы вы просто оценили Возможности нашего хора У нас очень много Всяких замечательных Сейчас Давайте послушаем Только надеюсь, что в этот раз Вы обойдете с медитой Дима, найдите, пожалуйста Синюю ночью Да, да, сейчас минутку Синюю ночью, пожалуйста Сейчас Сейчас, одну минутку Сейчас Александр Владимирович Сейчас Встали Все, как учили Вот так бы физику Не говорите С этим хором Мои тоже скоро На тропе скатятся А ваш Такишенька Небось отличник? Да Да Солист Отличник, конечно Ой Как так на улицу Можно, раз, выйти? Ой, срамота А вот я, пожалуй, выйду Душно здесь Ну мы местечко-то за вами подержим Спасибо Повляйте Подержим Привет Простите, любезнейшая А вы не подскажете, где здесь хор Грачева? Там вверху Слышите? Слышите, поют Слышу, слышу Благодарю Слышите, кострами Слышите, кострами Я думаю О, мадам Он нахлопает Бескотечка Конечно Слышите, кострами Синие ночи Мы пионеры День и рабочие Близица эра Светлый годов Лишь пионера Всегда будь готова Здравствуйте Надеюсь, не помешу Пожалуйста, телевидение Телевидение, да Ну и где этот ваш Новый современный подход О котором все говорят Я эту песню пела Еще будучи пионеркой Извините, Руфина Андреевна Добрый вечер, товарищи Добрый вечер Ребята Товарищ Лаптев Александр Сергеевич Наше дорогое телевидение Которое не должно Обходить вниманием Юные таланты Ведь вы это хотели сказать Руфина Андреевна Так мы ищем Смотрим Долг свой Выполняем Молодцы, ребята Звонко поете А вот скажите Мультик про крокодила Гену и Чебурашку Все видели? Да А песенку из этого мультфильма Недели за две Подготовить сможете? Да Отлично А мы вас по телевизору покажем В программе Песня года Я надеюсь, у вас Солисты хорошие есть Такие, чтобы голоса были задорные Пионерские Александр Сергеевич Вы меня извините, пожалуйста Но у нас тут очень ответственное Прослушивание Конечно, конечно Извините Продолжайте, Руфина Андреевна Решение еще не принято Мы заберем комиссию Обсудим И сообщим решение вам Все, товарищи, пойдемте Я провожу Да, конечно Методичку я оставляю вам Ознакомьтесь Пойдемте, товарищи Пойдемте До свидания, Руфина Андреевна До свидания До свидания Чебурашка Как будто нельзя было нормальную песню найти А мы тебе наденем такие большие Пушистые ушки, да? Сейчас заостришься и провалишься Захвати ее завтра тогда Да она у меня сейчас с собой Дубленка у тебя, Том, фирма Сразу видно Ой, упала Подними А ты, Славка, молча завидуй Я сказала, подними Стаканчики, стаканчики Упали со стула А как ты думаешь, кто глупее дураки Или те, кто их слушает, а? Эй, ты че? Улетела Обалдела что ли? А ну сняла! Быстро сняла, я сказала! Я не понял Край, что ли, бродягу этого взял Пойдемте Куда, погоди Тут как все серьезно Телевидение Харизматичный паренек, которого все могли бы запомнить и полюбить И вообще, мне кажется, что мы с вами споемся До свидания Всего хорошего, товарищи До свидания, спасибо Всего хорошего Александр Саков, на что это за номер? Ну, если б не этот номер, Александр Владимирович Надо подумать про Чебурашку У нас один вариант А что насчет Юры? Какого Юры? Ну, вот Витя Хасеевич Ну вы что? Ну у нас нет времени Извините, пожалуйста Я насчет парня своего Когда ему теперь приходить? Дело в том, что Для младшей группы он слишком взрослый А для старшей У него нет необходимых знаний Извините А ну Вам, конечно, профессорам беднее Ну, вы мне как-нибудь по-простому так Объясните Чем он вам не глянулся-то? Голос не подошел Леш, давайте не будем А, пожалуйста, мы очень спешим, правда Дело не в голосе Он нот не знает Александр Владимирович, ну так же нельзя У вас репетиция завтра в 15.00 Все партии знать Хавьер, дайте ей расписание Хорошо Я тоже Ты погоди, мил человек Это что ж получается? Все? Отворот-поворот? А не берете парня только потому, что он нот не знает? А вы что-то все Вот так прям с нотами и родились, что ли? Не знают Так и мы в 41-м тоже Про войну мало чего знали Научились Вон что вышло Ноты ваши Я без них всю жизнь играю И ничего Никто не обижался Ни в землянке, ни в госпитале В свадьбах, похоронах Оно, конечно Наверное, с нотами-то лучше было бы Но я уж старик Куда я мне же теперь? Но он-то молец совсем Ему только его-то и учиться Так научите Объясните Толково Он поймет Он Юрк у меня Смышленый Ну что я Ну хотите, он вам Магомаева споет? Не надо Я-то чуть Через неделю Партии знать Первый дискант Да Александра Саковна, нам нужны Артестровые и хоровые аранжировки Юрочка, тебя взяли Ну что, поздравляю Не боясь, партии выучим Ты что, не рад? Вы должны мне обещать Что никому про хора не скажете Все равно, кроме Ларионова, никого нет Он справится Он хороший, опытный Хорошо обученный вокалист Да и песенка Мягко говоря Не самая сложная Мягко говоря А нам с ней перед миллионами выступать Да и потом Мелодия простенькая И вообще она не хоровая Как ее аранжировать? Об этом точно не сегодня надо думать Утро вечера мудренее Тут нужен какой-то Ход Какой-то Вокалист Вокализ В веселой фуге Звучит очень ярко И необычно Почему бы не использовать Тот же прием На песенке крокодила Гена? А почему бы и нет? Давайте подумаем Утро вечера мудренее До свидания До свидания До свидания А я одной женщине В райспокоме Юр, бери Гостинчик занесла Она обещалась узнать про ордер На нашу квартиру Говорят, к Новому году Будут двадцать штук давать Может, недолго нам уже Ютиться друг от друга на головах Может, и недолго Только Юрке стол надо будет Соорудить Ему заниматься негде Ему уроки нужно делать Борисов приедет, посоветовывается А мы еще советоваться будем Вот он кто? Советник твой Ни копейки в дом не принес За десять и кушай Малыш Чувствовать, ощущать Филфа Фелт Фелт Позор Это программа шестого класса Иди к себе Учи Завтра вечером проверю У меня же вечером хор Значит, не пойдешь на хор Все очень просто ни черта не знает пора завязывать с этим хором времени отнимает много а проку никакого он солист и что найдут другого ты ведь помнишь почему мы отдали кешу в хором я помню конечно помню но у него же речь исправилась он вообще не заикается потом я считаю что лучше заняться чем будет другим спортом каким-нибудь там теннисом стрельбой из лука ты слышишь меня да я слышу слышу но мне кажется мы должны послушать что об этом думает кешь и последнее время странная какая-то я постелила тебя в кабинете кешке скажет что заработался до поздна а в чем дело лара ты больна нет я здорова но брезглива а ты судя по всему последнее время ужинаешь не думал петрова петрова ты это не говори никому про хор ладно я не знала что ты так можешь словей юрка никому поняла здорово кабан сам ты кабан а чё я тебе ветра хотела с тем газету еще что то а может наша забрела тебя кадрила послушайте мулерман вы что с ума сошли он же снят с эфира это ему столетия не преграда а вы хотите чтобы мне отдел пропаганды цк шею намылил кто это пропустил так народу ведь нравится милый мой что должно нравиться и не нравятся народу это мы здесь решаем это все подождите да вот пункт восемнадцать это то о чем я вам говорила обратите внимание да детский кур врачом да песенка крокодила я в принципе да пусть поют все простите да спасибо артур андреевич что-то я вас не понимаю то вы мне говорите чтобы духу грачева не было то комиссия единогласно проголосовала ротинчика такое ощущение что ты не отсюда лаптев любимчик мы с лаптевым старым друзья вот каким таким образом получила что он там вот так вовремя появился вот это интересно а а вот сейчас и выясним но ловца и зверь бежит геночка да да иди-ка сюда товарищи дорогие здрасте а я как раз хотел доложить о том что ты лаптево привел я да вы что вы знаете какой я прям я его случайно встретил в бане он где-то теперь я говорю ну послали руководить этим детским коллективом я же не знал что он придет послушай гена мне сдается что тебя короткая память может тебе напомнить когда ты был директором клуба завода клейтук а я тебя потом откупал от абхсс запомни грачева его хора на песни года не должно быть ты понял меня делай все что ты хочешь хоть в баню иди крокодил гена пошли пошли потом сюда ренка что-то просмел не паснуть кто-то на меня спрашивает миха я забыл мне вернуться надо ну пошли так я и говорю что одиннадцатый номер должен был михаилова послали я с тобой лучше вечером зайду что случилось-то да у меня клава припахала в красном уголке тебя видят уже припашет на тренировку опоздаешь ну ладно как бы сразу и сказал ладно плывай давай дальше ветхоин отлично подожди о юра привет проходи поможешь нам твои партии на фортепиано я первая сопрано красным карандашом выделила шопен у нас все не уместится это не так страшно как выглядит ноты ты выучишь со временем а пока можно на слух катя поможешь разобраться юре да давай попробуем убери пока у нас все еще разобраться юре да а 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 центр Дорогу даем, а заря все ясмей. И как память о детстве твоем, тихо крожится по голубей. Пусть летят, ай вылезет. Чего разорялся-то? Да так. Здорово, как жизнь? Лучше всех. У меня Горыныч команду взял. Защитникам. Поздравляю. А колесо-то зачем? В хозяйстве пригодится. Юрич, колись. У тебя что, с ветровой шуру-муры? Дурак что ли? Да хора заливать, я ж вас застукал. И что ты в ней нашел, только списывать можно. Слышишь, урод, хватит языком трепать. Из-за бабы на друга прешь? Придурок ты круглок. Да иди ты в свой хоккей. Пиявки, пиявки. Девочки, приготовились. Пиявки, пиявки. Девочки, приготовились. Пусть уже молодежь водят. Сколько можно? Слышишь. Олег поспорня выше. И сказал второго состава не будет. Недолго музыка играла. Леонора Эдуардовна! Добрый день! Угу. Я... Я ведь должен был на следующей неделе в воскресенье в летучей быть. Угу. Ну так ты там и есть. Но почему опять гостем-то? Дим, ну, главное это мы сделали. Мы показали, что мы можем, что мы хотим, что мы готовы к новым партиям, к новым ролям. Понятно. Значит, больше я не играю. Дим! Дим! А давай-ка ты в следующую субботу на бенефисе у Мирочки сделаешь вместе с ней номер из летучей мыши, а? Виктор Мене, Виктор Мене, как ветер... Ну а что? Прекрасная возможность. Полный займ режиссеров, журналистов. Да и мне одной головной, более-меншей. Вечно смеются, нас увлекая. Вечно смеются, нас увлекая. Изменяют также шутя. А-а-а! Ах, я смотрю, пёсика завели. Барьер! Вообще-то нужно дрессировать. Ой, Славка стал хуже учиться. Вы как хотите, а я его забираю. Товарищи, дорогие, мы для того и собрались, чтобы разобраться. И, так сказать, выслить разную. Вот мой Валечка, он любит хор. И репетиции ему нравятся. Но репетиции пять раз в неделю, это же куда годится. Товарищи! Товарищи! Давайте вот это всё мы сейчас напишем и передадим вышестоящие. Вот, давно пора. Давайте, я первый подпишу. Товарищи родители, я, конечно, всё понимаю. Но! Как говорится, и бумажечка имеется. Вы мне объясните, детям нравится, нравится хор. Всё, как на духу. Проблемы все. Они иначе сюда не бежали бы с ламяковку, правильно я говорю? Я не буду. Вот моя Катюха, например, она, она... Я прошу прощения. Я мама Кеши Ларионова. Мой сын в хоре с самого начала. И у нас никогда проблем с учёбой не возникало. Извините, пожалуйста. Вот, хор. Я считаю, что хор дисциплинирует. Он у вас ссалис. А что? Это совсем другое дело. Простите, простите. Коварищи! А где Александр Владимирович? Почему мы это обсуждаем без него? Мне кажется, что это некрасиво по меньшей мере. А где Грачёв? Александр Владимирович будет позже, но я ему всё передам. Пишите ваши претензии. Ребят, ребят, собрание ещё не закончено. Собрание закончено. У нас репетиция. Проходите, стройтесь. Альфёдович, родители недовольны. Вы ведь волнулись. Дети устают. Опаздывают в школу, болеют. Болеют? У нас репетиция, мы ничего не можем. Репетиция. Если кто-то хочет забрать своих детей, я никого не держу. Можете сделать это прямо сейчас. Вы можете уйти вместе со своими родителями. Дополнительная репетиция в субботу. Сейчас распевайтесь. Давайте в школе соберемся. Ребята, кладите скорее Порфирий и строимся. Вставайте, вставайте. Александр Владимирович, я по поводу субботы. Я же не знал, вы только сейчас назначили. У нас в театре концерт намечается. У вас в театре. Александр Владимирович, мы готовы. Давайте сегодня послушаем ваш вокалист. И большое спасибо за идею. У нас тут так все глубоко погружены в процесс, что никто не может предложить ни одной маломальски внятной идеи. А вам, Хавьер, вам давно пора определяться. Я буду в субботу. Ну, здравствуй, мама Ларионова. Спасибо, что поддержал. Не за что. Ты молодец, что вмешался. Ой-ой-ой-ой. Что? А вон у пятого класса. А, макулатуры на сорок три килограмма особного. В конкурсе строя ей песни выиграла. И спасла вороненка, выпавшего из гнезда. Взяла над ним шепство и назвали Яшкой. А первое звено что-то подкачало, подкачало. Зато они по количеству пятерок первые. И по прыжкам в длину. Это да. Помнишь, как мы металлолом собирали? Ты тогда еще медный самовар приволок с царским клеммом. Ты его не засчитали, в музей отдали. Где ты теперь, мой самоварик? Сумырка. Когда ты так смеешься, ты дико похожа на ту, на ту Ларису Колесникову. Помнишь, когда нас объединили? Все мальчишки просто пупели у тебя еще. У тебя фарточек такой был еще. С крылышками беленькими. Да. У меня его бабушка шила. Ветер, но... Мы ведь можем с тобой просто общаться. Хочешь, давай сходим куда-нибудь? В театр, например. Ты Гамлиста на Таганке видел? Быть или не быть, вот в чем вопрос! Тише. Или в современник. Я билеты достану. Как же ты дура, Колесников. У меня теперь другая фрагмента. Все равно ты дура. Не смогу я с тобой просто общаться. Так, читаем ноты медленно. Поем медленно. Солиста учит... Солиста учит кузнецу. К завтрашней репетиции партии узнать. Пожалуйста, собрались. Внимание! ПЕСНЯ 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 Александр Владимирович! ПЕСНЯ 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 Что? Простите, вас. Кто? Супруга. Продолжайте, Ханлир. Да. Ну что, готовы? Да. Быстрее меня ждут, привет. Когда? Нет, в субботу я не смогу. В субботу я репетирую. Да, представь себе, я всегда и постоянно репетирую. Хорошо, я приеду. По сколько? Пробиваем, артикулируем каждую гласную. Так. Я в субботу задержусь. ПЕСНЯ СИРЫ ПЕСНЯ 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 СИРЫ ПАМПАРАРАМ ПАРА ПАРАПАМ ПАМПАРАРАМ ПАМПАРАРАМ Сколько раз говорил к моему столу не подходить. А откуда ты... Ты же никогда не... Продолжение следует... Соловьев, к доске! Пиши, Соловьев! Пиши, пиши, Соловьев! Я не могу нотами. Я только словами могу. Чтобы завтра все знал наизусть, хотя я сомневаюсь. Соловьев, к доске! 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 Я не могу! Здравствуйте, ребята! Вы слушаете пионерскую ссорьку! Мужчина! Продвигаемся! Продвигаемся! Возьмите! Да-да, конечно! Возьмите чек! 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 А, ну здорово, здорово, ну, пойдем. Ну, как там, Грачев? Дурит? Ой, я уж не рад, что согласился. Легче на овощебазе с грузчиками воевать. А лапки из него, значит, на песню водят, да? Ой, принесла же нелегкая, а? Теперь я вообще не знаю, как отвердеться. Как назад отмотать, чтобы они там не пели. Исипенко настаивает, а Янка, что я могу сказать? Да, Ген, да, попал ты, как кур в овощ. Это да. Холодненькая. Ну, давай, Ген, выпьем за друзей хороших, которые всегда вовремя поставят плечо. Погнали. За тебя. Слушай, а этот чебурашку эту, за аранжировочку, вон, сам ел. Сам. А мне как-то вот достать сможешь? Ну, одним классиком сделай. Слушай, эй, сделай. Да. Еще хочешь? Ну, что, как тебе служится? Нормально. Первый год тяжело было, а сейчас уже скоро дебиль. А ты как, всю кожу поешь? Ну, да, поем. Итак. Мать, там ничего не передавала больше. Нет, а что, что-то лучше? Да нет. Хотя, там на этих харчах казеных не проживешь. Приходится в магазин бедать по очереди. А, да, конечно. Папа, мы сегодня в дом пойдем? Да, держи, хватит. О, спасибо, пап. Живем. Это, ну ладно, я пойду. А ты мне еще устав забрить нужно. Счастливо. Здрасте. Здрасте. А? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке, на гармошке, на прохожем, на виду. На виду, к сожалению, день рождения только раз в год. Браво! Браво! Браво, ребята! Молодцы! Александр Владимирович, я вас поздравляю. Такой прекрасный номер и всего за неделю. А парня-то какого нашли, а? Глазастый, кудрявый, красавец. Ну, я побежал. Провожать меня не нужно. Ребята, продолжайте работать. Встретимся в Останкино. Всего хорошего. К сожалению, день рождения. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Все в порядке? Ну что, Хавьер, вы здесь были, что скажете? По-моему, все очень хорошо, Александр Владимирович. А вы? По-моему, тоже. Очень слаженно. Может, тебе не так? Все не так. Довольно странно, что два профессиональных хоровых дирижера и один концертмейстер не смогли заметить мутацию у солиста. Сип наверху, не смыкание связок. Вуаля, свободен. По меньшей мере на год. Не петь, не кричать, громко не разговаривать. Историю музыки с альфеджи можешь посещать. На репетиции больше не ходить. Все, свободен. Вуаля. Вуаля. Пойдем. Вуаля. Валя. Валя, хочешь муж в зале посидеть, а? Валя! Выйди из зала! Валя, хочешь муж в зале посидеть, а? 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 Валя, хочешь в зале посидеть, а? Еще раз все голоса припев на «ды», 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 «ды». Послушай... Так, тишина. Приготовились. Субтитры создавал DimaTorzok Я же попросил вас разобрать. Только с хором. Фамилия? Соломьев! Он партии сдал? Ну, как сдал? Сдал, ну, отлично. Иди вставь вместо Ларькова. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Еще раз. Сначала и со словами. Прошу вас. Андрей, ты с ума сошел? Ты не пугалась? Ты что уйдет, ну? Штирлиц был на грани провала. Слушай, ну, не знаю. Андрей. Слушай, мы тут с ребятами из нашего НИИ собираемся в снегири на следующей неделе на лыжи покататься. Вот, я подумал, может быть… Я поеду. Все, отпусти. 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 Слушай, только мы рано едем. Восемь утра встречаемся. Хорошо. У Кострического вокзала встречаемся. Ладно. Ага. А у тебя лыжи-то есть? Нет. Ну, все, я побежала. Кеша, а ты… Я думала, вы еще… Пойдем, такси сейчас приедет. Главное, пойми, солист ты или нет, никаких поблажек тебе не будет. Ты должен догнать остальных ребят. В декабре экзамен по сольфеджио. Я не знаю, делай, что хочешь, учи ноты, занимайся. Ничего не бойся, мы тебе во всем поможем. Главное, что тебя уже взяли в хор, и ты поешь «Восстанкино» через неделю. Дай партию знать так, чтобы тебя ночью разбудили, и ты спел «Чебурашку». Гену. Песен как Рокодила Гены. Да, Гены. И больше никаких драк, ты понял? Мороженое не есть, газировку не пить, не переохлаждаться. Шарф у тебя есть? Нет. На, держи. Носи. Ты все понял? Я понял, спасибо. Я пойду, мне правда надо. Юр, может уже пора сказать всем, что тебя взяли в хор? Маме и в школе? Нет. Вы же обещали молчать. Ну тебя же все равно покажут по телевизору. У нас нет телевизора. До свидания. Хороший парень. Только, похоже, еще ничего не понял. Скоро поймет. Ладно, вы идите. Мне Сорокина поручила новые партии переписывать, поэтому я здесь надолго. Ух, я вам помогу. Ручка найдется вторая? Да. За что? За что? За что? О боже мой! За что? За что? Варвара Степановна, у нас в театре в следующую субботу концерт будет сборный. У меня там всего один номер, и вы его уже видели, но… Вы меня хотите пригласить? Ну да, да. Придете? Приду. Здорово. Ну что, пойдемте переписывать? Пойдемте. За что? За что? О боже мой! Сейчас должны приехать. А куда ты все время наряжаешься, а? Кудри вьешь? Что прости? Ты же обычная домохозяйка. Не артистка. Чтобы меня скоро забирать, не обязательно так. Кеша, тебе не кажется, что ты сейчас хамишь? Не кажется. Пятачок есть? Ну, есть. Ну, вот значит, на метро и доедешь. Пока. Зачем разлука пришла, где прежняя радость была, Развита сердце моем осенним днем? Сколько можно одну и то же петь? Все, я пошла. Сейчас я тебе устрою про… Юрка! А ну, иди сюда! Иди-иди! Сейчас Юрка нам Кобзона споет. Давай-давай-давай-давай! Ну-ка, давай! Спой нам Кобзона. Нет, лучше Хиля. Ну, и эту. Потолок ледяной, дверь скрипучая… Чего? Тебе что за подло? Не кабинься. У тебя девушка просит. А она тебя еще поцелует? Дурак! Да иди-ть его, а! А ну, стой! Считаю до двух. Раз, два, боль! Ищите в табло дам. Да ну его, Валер, пусть идет. Сиди. А ты чё это, Юрок? От коллектива у нас отбиваешь, смотрю. Ну-ка, ща посмотрим, чё у тебя там. Ну-ка, хватит вам! Ну, хватит сюда! А ты куда полез, Саш? Ну, ты там чё? Дорогие! Чтобы я еще хоть раз с вами куда-нибудь пошла! Ну чё, пошли. Предатель! Субтитры сделал DimaTorzok Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хора, лучше хора, лучше хора. Спой-ка с нами перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет ёлочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечка, два словечка, будет петенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хора, лучше хора, лучше хора, лучше хора. Субтитры сделал DimaTorzok Да, даже троечники скатились. Сегодня вызвал Соловьёва, стоит у доски, мебель, влепил кол. У Юры просто сейчас трудный период. Я обещаю, он исправится. Угу. Все они исправятся. В исправительных учреждениях. Зачем вы так? Всех под одну гребёнку. Это же подростки, дети. Им нужно особое внимание, подход. Юра замечательный мальчик, вы просто его не знаете. Вы извините, Варенька. Вы раскрашенную физиономию этого замечательного мальчика видели сегодня? Что? Больно? Спасибо. Нормально. Что ты вчера, как я сказал, взял бы с пелым, не рассыпался? Хочешь, Курлз? Я обойти шибку стремлю. Без фильтра. Хоккеисты же вроде не курят. Вау, курят для отдыха. Соловьёв! Да ладно. Лепетухин Белокопытов. Это моё дело. Это уже не твоё дело. Миш, прости, ты не мог бы отойти? Мне нужно с Европы говорить. Не хочешь, не говори. Ну, как ты мог забыть про концерт в Останкине? Как ты теперь с таким лицом петь будешь? Ну, тихо вы. Значит, у Сурионов пою. Так, пошли. Ид и уксус подержи, пожалуйста. Отвар петрушки можно приложить. Ему петь уже послезавтра. Юр, ты чем думал? Я сегодня лучше на хор не пойду. Пойдёшь, пойдёшь как миленький. Это Артур Андреевич. Да. К сожалению, Екатерина Алексеевна сегодня не сможет воспринять. Её срочно вызывают в ЦК. Ясенько. А может быть, я к вечеру заскочу? Всем общий привет. Артур Андреевич, моё почтение. Здравствуй, голубчик. У себя? В воскресенье. Жду вас на песню года. Спасибо. И, кстати, моё вам отдельное спасибо за хор Грачёва. Ну, что вы. Мальчишка-солист такой хороший, голосистый, кудрявый, глазастый. Да. Народ таких любит? Да. Спасибо. Спасибо. Проходите, товарищ Лапчев. Екатерина Алексеевна, здравствуйте, здравствуйте. Товарищ капитан, можно зайти? Разрешаю. Заходите, Юнга. Ты чего, это в душе опять был? Да. А чё? Так ты же утром уже мылся. Может, испачкался сильно. Чё, готова уже? Да не надо меня провожать. Сама доеду. Катяна, это, мы тут наметили вылазку в снегири, на лыжную. Так на выходных. Может… Пап, мы же в воскресенье восстанки напоём, а в субботу у нас день тишины. Ой, душки, матрёшки, я же забыл совсем. Ты же говорила, а… Родители всё равно не пустят. А домой нас развезут. Хм… Стало быть, пару дней не продержишься? Да езжай ты в свои снегири. Только много не пей. Ну, что вы копаетесь так долго? Здравствуйте. Ну, сколько можно ждать? Где мама? Она идёт. Здравствуйте. Пап, я хотел сказать, после последней репетиции я случайно… Ну, что случайно? Что? Ну, что ты копаешься? Ну, здравствуйте. Я хотела попросить тебя. Отвезёшь Кешу? Я Крейси на примерку опаздываю. Хорошо выглядишь. Спасибо. Да, и забыла сказать, я хочу на выходные за город поехать на лыжах кататься. Без меня справитесь. Кто пригласил? Одноклассница. Ты её не знаешь. У неё дача в снегирях. Я не знал, что ты на лыжах любишь кататься. Ну, хорошо, к понедельнику вернись, пожалуйста. Нам надо обследование пройти в Мидовской поликлинике. Новое назначение? Ну, это ещё секрет. Ну, ладно, я побежала. Хорошо порепетировать. Ну что, стоим? Здравствуйте. Пап, пап, подожди, подожди. Что? Я должен тебе сказать, в субботу после репетиции я видел маму с одним человеком. Я не хотел подглядывать, но я знаю, она с ним на лыжах будет. И интересно. Ты кто, директор? Или шавка безмозглая? Я тебе что говорил? Ты где был, когда этот паразит Лаптев и хор прослушал, и солиста утвердил? Кудрявый такой, глазастый. Хор уже в программе, вы же сами подписали. Я не позволю всяким там любимчикам. Послушай, если они будут в воскресенье петь на песне года, ты знаешь, где будешь? За полярным кругом валенки шить. Понял? Вон он, идет в коричневой куртке. Коль, тормозни. Ты уверен? Точно, я его с мамой видел. Ты посиди в машине, а я сейчас. Пап, подожди, ты что, хочешь его... Только пешки ходят прямо. Для того, чтобы победить врага, нужно его изучить. Сын, это дипломатия. Учись. Да, да, этого хватит. Хорошо. Мишку носили. До свидания. Молодой человек! Молодой человек! Простите, пожалуйста. Потише, сделай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. До свидания. Думаю, опасаться нам с тобой нечего. Это быстро пройдет. Как простуда. Здорово. Папа, а можно я завтра к нам ребят приглашу? Да, Валя. Люси скажешь, что нужно. Я поздно сегодня. Пока. Пока. Хоть, давай мы смотрим. Ребзя, пойдем. Ну что, после репетиции на каток? Пойдем. Там одна нота. Держится четыре доли. Ну, мне никакого дыхания на нее не хватит. Ну, мил, ну ты попробуй. Здорово, Славей. Ничего себе. Где ж ты так приложился? Упал. Ну, пойдем. У нас главное раньше горача прийти. Почему мне никто не доложил, что Лаптев был здесь и слушал хор? А? Здрасьте, Геннадий Антонович. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему со мной разговариваете в таком тоне? Во-первых, я директор. Ага. Да, я вообще должен быть в курсе того, что происходит. Ну, и где же он? Кто, Геннадий Антонович? Ну, этот, ну, который глазастенький такой, ну, пудрявый солист, который Лаптеву понравился. Он его одобрил. А вы знаете, он, к сожалению, не сможет петь. У него, видите ли, началась мутация. Что началось? А-а-а. Угу. О-о-о. Ужасно. Ужасно. Так и что будем делать? Нет. Ничего. Александр Владимирович назначил другого солиста. Кого же это другого? А вот он. Жарщики. Юра. Юра. Соловьёв, иди сюда. Юра. Ну-ка, ну-ка. Юра. Соловьёв. О. Это что такое? Это что такое? Хорош. Хорош. Упал случайно. Что будем делать-то, а? Вы не знаем. Мы будем разбиваться. А-а-а. Александр Владимирович, принимайте решение. С таким бланшем выступать нельзя. Никак нельзя. Это ж позор. Вечи опустили. Колову выше. Хвосты поджали. Улыбки приклеили. Всё забыли? Выше коленки. Привет. Тише. Никого. Врачи полные завалы. Вот так-то. У одного сальста. Мутация. Носок. У другого вся морда разукрашена. Так что, в общем, хе-хе. У нас есть шанс. Молодец, молодец, Герт. Молодец. А я кладку, кладку. Молодцы. Проинформирую. Мою крупную росатушку. Молодцы. Молодец. Нет, был бы просто концерт. Я поняла, там далеко не видно. Ну, это же телевидение. Там же камеры, там эти, как... Ну, как крупные планы. Может быть, гримом попробовать? Я могу из тебя... Дим, какой к черту грим? Ну, вы посмотрите на это. Это что такое? Отек сойдет за день. Он примочки делает. Я предлагаю, пока не поздно, поставить Лориона. Александр Владимирович, ну, скажите хоть что-нибудь. Хоть за правильное дело. Ладно. Пойдем репетировать. Так. Внимание. Пойдемте, пойдемте репетировать. Прошу вас. Построились все. Во втором отделении рассадим их всех квадратиками. Вот тут ткачихи, солдатики, ветераны перед веками. Так, ну, а на самом первом, я надеюсь... Ну, какие понятные кто. Еще есть прекрасная идея. Когда Валя Кулкунова начнет петь песню, то ткачихи достанут красные костюки из кармашков... У нас в ЧИП. Парень солист. Ну, помните, который вам понравился. У него с голосом что-то. Ну, мутация. Так. Да, ну, мы его заменили на другого, и вам бы на него посмотреть. Слушай, Ген, ты мне голову не морочь. Ну, это ты... Грачев профессионал, он сам во всем разберется. Кира, мне нужно, чтобы камер было так можно больше. Слушай, ну вы... Да. И вот еще вот эта лестница, конечно... А мы ее украсим. А камеры дикторов возьмут и ладушки. Я понял. Все, Кира Анатольевна, давай работай. Значит так, Леночка... Ну, вы поймите, парень, надо посмотреть на него, на которого заменили. Гена, если бы ты только знал, кто у меня сейчас в кабинете сидит. Так, хор Грачева, вам костюмы отправили, пятьдесят штук. Вот маловато, вас нужна массовость. Ира, запиши лестницу украсить и проверить, что у нас там в гримёрках у Лещенко Магомаева. Так, возьмите вот это. Что у вас? Что нужно поменять? Вдалека? Сейчас, одну секунду. Да, маленькая. Одну секунду. Давайте по очереди. А-а-а... Что происходит? Я не могу понять, уже сколько стоил. Не просто, а можно застать больше. Неужели... Товарищи родители, внимание! Разделитесь, пожалуйста, на три отдельные очереди. Здесь у нас рубашки, здесь у нас юбки и шорты, а здесь носки и гольфы. За мной очередь за рубашкой. Так, у вас что, рубашка? Да, только нам нужен другой размер. Вот, пожалуйста. Хорошо. Нашёл, держите. Слушайте, лихо вы их, а? Извините вас. Простите. А мне после седьмого Б вообще ничего не страшно. Так, юбка, держите, держите. А как получить две маленькие рубашки? Да, сейчас. Ну так что, вы завтра придёте? Держите. Держите, померите. А что, уже завтра? Да. Ну, надеюсь, что успеем. Хорошо. Так, пионерские значки и галстуки у всех свои. Не забываем. Поняли? Simply dreadful. Ага. Зыкинский. И рубашка. Чёрт. А галстуки свои сказали? Угу. У меня… А хочешь, я тебе свой дам, запасной. Хорошо. Вообще не Монтана. Висит как на вешалке. Это мальчишки. Да. Держи. Кать, подожди. Ты завтра с Юрой сможешь позаниматься на этой программе? Да я совсем не успеваю. Ну, да. Хорошо. Спасибо. Угу. Что, мальчик? Так, внимание. Завтра репетиций не будет. Соблюдаем режим тишины. Всем молчать. Острого солёного не есть. По газировке мороженого вообще молчу. Всем понятно? Да. До воскресенья. До свидания. До свидания. До свидания. Слушай, Соловей, приходи ко мне завтра на бёздник. В три часа. Куда? На день рождения. Там все наши будут, целомасина. Придёшь? Да не. Ну, куда я с такой рожей? А вообще шрамы? Украшают мужчин. Ну, так что, адрес запомнишь? Угу. С диссертацией у него ничего не получится. Потому что… Соловьёв! На автобус? Угу. Фингал уже лучше. Угу. Меня Варя попросила с тобой на этой грамотой позаниматься. Давай тогда завтра, ну, часа в три у меня. Не, я завтра, это, мать на смене. А у нас Наташка, ну, сестра, разболела сильно. Температура высокая. Ветрянка, что ли. Так это ж заразма, ты сам-то… Не, я болел в детстве. Угу. Я тоже. Папа на мне зелёнкой лягушек рисовал. Ну, Андрюха, поразит. Самосерд. Она же просто богиня. Я думал, я от всех красивых пап Маспе знаю. На плане не женат был. Но это, ну… Ты ж просто… Где ты её взял, колись? Хочешь, я угадаю? Ну, попробуй. Современник. Кузнецкий. Что ты одел гума? Бери выше. Ну, скажи, ну, она же просто богиня. Ну, колись, Ветров. Ну, где ты её взял? Кто она такая? Что у тебя с ней? Заткнись и бир в этажок. Давай. А ты, кстати, зря её привёз. Я ведь возьму её и отобью. Ларочка, давайте я вам расскажу анекдот. А Леонид Ильич Брежнев получает записку на 24-м съезде партии о том, почему у нас в стране не хватает мяса. Он отвечает. Дело в том, что мы идём семимильными сагами к коммунизму, и скотина за нами не поспевает. У меня нет никаких шансов. Жора, вы замечательно рассказываете анекдоты. А где ваши лыжи? Деточка, я не лыжник, я алкоголик. Со стагом. Я старый. Меня эти девушки не любят. Обратитесь во всемирную либу сексуальных реформ. Может быть, там вам помогут. А что ты? Допустим, как ждение. До будущей горы. О! Здорово! Здорово. Вот, держи. Спасибо. А ты куда с такой мордой-то намылился, а? К Ветровой геометрией заниматься. Лара, давай быстрей! Догоняй! Давай-давай! Давай-давай-давай! А-а-а! Что? Ой, ребята, мне я не на вскользь. Я решил? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Э-э-э, меня положите, а? Да-э-э-э! Давай целоваться. Я есть! Не отставай! Не создавайте пробку движения! Давайте успеть! Давайте, что-то здесь! О-о-о! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Давай руку! А-а-а! Не бойтесь, уже переболела! А мы не боимся! А чем переболела? Юра сказал, ветрянка! Ветрянка? Да нет никакой ветрянки! А Юра вон у товарища на дне рождения! Извините! Да что ж! Это тебе! Спасибо! Спасибо! До свидания! До свидания! До свидания! Борюш, так я не поняла, он что правда настоящий испанец? Нет, бабушка, поддельный! У него отец был испанец, а родился он в Советском Союзе. Как лучше, с очками или без? Варюшенька! Бабушка! Все, молчу-молчу! Так, поехали улитку, по одному, по свисточку! Второй пошел! Следующий! Быстрее, быстрее, активней! Активней ногами, быстрее! Работаем, работаем, работаем! Кто закончит упражнение, в раздевалку! Тренировка окончена! Воротчик, в раздевалку! Крылов, баллоны и шайбы в тренерскую! Ага! Паш, к шайбу! В центр! Крылов! Крылов! Левый! Крылов! Чё тебе? Ничего, с днем рождения! Ветрова, ты что, ку-ку? У меня день рождения в апреле! Подожди! А ты что здесь делаешь? Юрец же к тебе пошел геометрией заниматься! Ну да, пошел! Смотри, его не очень-то мучий! Флагоровы штаны на все стороны равны! Бравый! Извините! Это дом один? Вон! Генеральский! Вон! Генеральский! 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 Пу-ку-ку-ку-ку-ку! Генеральский! Ты кто? Кому? Я к Варионовым! Предупреждена! Четвертый этаж! Лестница справа! Спасибо! Смирайте! Это Рим! Были там два года назад! Здорово! А это колизей. Красиво. Красиво. Соловьев пришел? Ну да. А кто же еще? Все запомнило. О, смотрите, а вот этот на нашего Антона похож. Кто штаны где-то потерял? Привет. Только тебя ждем. Спасибо. Как закалялась сталь. О, вот это подарок. Моя любимая книга. Привет. Наташа, ходи. А что у тебя с ногами-то? Зачем ты в фонтанку полезла? Радаки свалили, поэтому сегодня гуляем. Держи. Давай следующий славец. Ну-ка, что тут у нас? Соловей. О, так это же наш саломатель. Да не похож. Будешь? Что? Ну ты же лучше. О, здоровый славец. Походу славец. Понятно. Добрый вечер, Валя. Добрый. Вы сегодня такая… Совсем другое. Наверное, выспалась наконец-то. Да. Вот, билет. Седьмой ряд, правда, с краю. Ничего? Конечно, ничего. Ну что вы стоите, мерзнете на морозе, ну честное слово. В зал бы шесть. Так, кому пописать, что? Я очень рад, что вы пришли и, честно говоря, думал, что вы не придете. Ну что, тогда после окончания встречаемся здесь. Я постараюсь быстрее переодеться, и мы с вами сможем куда-нибудь пройтись, если, конечно, вы свободны. Спасибо, спасибо. Кажется, свободны. Очень хорошо. О, а это, кстати, наш режиссер, художественный руководитель. Здравствуй. Хавьерушка? Да. Дорогой, я хотела с тобой уточнить один момент. На реплике «Жена – это прочитанная книга», ты мне все время на платье наступаешь. Да? Это не дело, Хавьерушка, надо репетировать больше. Давай попробуем. Побой, а почем, как ты нас проводишь? Люсь, мне некогда, я на работе. Давайте, сходите. Понятно, да. Поешь там что-нибудь. Только как маленький-то. Ну, почему он маленький? Не сдав директорские ложи, не заблудитесь. Не первый раз. Хорошо, хорошо. Девушка, простите, у вас лишнего билетика на Виноградово не будет? Спасибо. Может, к кино уходим, а значит, что-то кормлю? Ну, давай, кукореку, не слышишь? Кукореку, кукореку, кукореку. Еще три раза, громче. Соловей, держи, как обещал. Спасибо, я потом верну. Это подарок. Спасибо. Пей, до дна. Шучу, шучу, держи. Смотрите. Это не смертельно. Не смертельно? Ну, Соловей. Давай, давай, Соловей. Ну, сори, понятно. Он у нас еще маленький. Да, Соловей? Ну, тогда лай под столом. Да, да, да. Соловей. Только до дна. 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 Зелен наш парень. Это что, портфель? Обижаешь. Миски-повар. Ну, Юрка, давай чокнемся. Соловей. Да, бабочки. Маринка. Давай. Соловей. Ребята, давайте с нами. Давай, Лёни, давай с тобой чокнемся. Ребята. Кто следующий паб? Давай, давай. Давай, давай, давай. А мне надоело. Пойдем танцевать? Да нет, я же не умею. Давай я. А ты кукарекай. Киаш, сделай погромче. Киаш, сделай погромче. Соловей. Ну, давай. Светка. Да, да, да. Да, да. Соловьёв, давай! Катя, Катя! Соблюдаем режим тишины, всем молчать! Острого солёного не есть! Катя! Соловьёв! Ну, давай, Соловьёв! Видишь? Не страшно же! Юрка, Юрка, вставай! Просыпайся, просыпайся! Давай, пора уже! А который час? Который надо! Вот смотри, это форма твоя, ну та, которая парадная. Я её приготовил, в газетку завернул, кладу в портфель, чтоб мамка не видела. Ты им там задай! Чего ты, чего ты? Да за синяк не переживай, они там замажут. Покажи им там. Значит, мы сейчас на кухне. Дуй в сортир. Там я тебе очередь занял, ну, за дядю Колей. Давай, 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 времени нет. А вечером, если что, не бойся. Я прикрою. Я прикрою. Я Всё! Только можно! Ты не один! Ровно в 11 световая репетиция на сцене в костюмах. А потом с оркестром... Здравствуйте, Николай Иванович! Колыбельды? Вы за оксветами. Оркестр не подскажете? Оркестр. 25-26. Кира Анатольевна. Да. Кира Анатольевна, говорят, Магомаев ещё не вылетел. Как? Добрый день. Как не вылетел? Звоните в аэропорт, он должен быть здесь. Переодевайтесь, я вас вызову по аттракту. Да, спасибо. Здрасте. Всё. Всё пропало, это конец. Очень непонятно. Вы слышали? Кого? Старший угроб. О? Они все сипят. Славьев вообще без голоса надо отменять. Выступление надо отменять. Ужасно. Ужасно. Да. Речь, девочки! Чтобы искорки из-под каплика и улыбаемся, зубки сушим. Заболели. Ну, почти все. Ну, почти все. Чуть-чуть. Ген, а ты... Готовьтесь показываться переплатой. Ген, а ты человек... Чуть-чуть покой, да? Не пуха. Продолжаем, продолжаем. Давай, идти, не пуха, не пира. И... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Шаг вперед. А, Александр Владимирович, ну, может, все-таки ларионцы поют? Вы распеваетесь. Пойдемте со мной. Хавьер. Начинаем, как всегда, с общего выхода. Дикторы объявляют, артисты быстренько по очереди. Вот по этой лисунке выходят на сцену. Оркестры играют, песня остается с человеком. Дикторы вот здесь, микрофончики, да, а артисты вот здесь. Так, понятно. Слушайте, а зачем столько елочек понаставили, а? А вот эта лестница меня очень пугает. А если кто споткнется? Дублем возьмем. Кира, каким дублем? Ты хоть понимаешь, кто у меня сегодня в зале сидит? Александр Сергеевич! О, пожалуйста, вот что я тебе говорил? Ух ты! Слушай, ты... Канифоль насыпай. Это самое. Мой коллектив отступать не может. Заболели. Что значит заболели? Как заболели? Я же с вами разговаривала. Нет, не все, конечно, но у солиста, у него это самое. Без голоса остался. Осип. Но этот же номер могут отработать эти самые ребята, как их? Кулаковцы. Да. Кулаковцы, подождите. Да, да. Они во втором отделении. Я посею лебеду. Так они же народники, нет? Послушайте, они профессионалы. Они универсалы. Послушайте их, а? Я не знаю. А, Александр, садись. Давайте, готовьтесь. Надо послушать, они универсальные люди. Готово. Так, пьем. Не торопяйся. Приготовить вам ответы. Мой адрес. Далее. Маленькими глотками. Сережа, все микрофоны готовы. И самое главное, для выступления все молчать. Это понятно? А, да, да. Сейчас посмотрим, послушаем. Внимание. Нужно еще? Молчать! О, какие люди. Саша. Значит, ты меня сегодня прославляешь? Кто из вас чебурашка? Показывай мне. Вот. Здрасте. Вот это? После самоцветов репетиция со звуком. Оркестр и коллектив Грачевного, извините. Коллектив Кулакова. Песенка Крокодила Елли. На сцену. Это же наша песня. Как же мы? Что случилось? Это же наша песня. Как так-то? Что случилось? По-моему, хорошо. Василий Иванович, он вообще-то с фантазией, а? Он как? С мороженым-то, а? Смешно? Ну, не знаю, не знаю. Они успевают переодеваться между первым и вторым отделением. Это все, что-то. Да. Хорошо. Может, лучше без мороженого обойдемся, а? Можно и так. Давай, давай, давай. Давай. Вася, бей. Все. Вот. Смотрите. Без мороженого. На. Лучше. Бенеблоком. Так, проходим. Гена. Так, стоп, а это что такое? Выходим, выходим, выходим. Стоп, музыка, оркестр, стоп, стоп. Александр Владимирович, а что с вами случилось-то? А ничего не случилось. Нас просто забыли вызвать. Извините. Кстати, неплохая аранжировочка. Подождите, а мне сказали, что ваши дети заболели. Мои, мои здоровы. А, а, солист? Солист здоров. Так что же вы мне голову морочите? Чебурашками этими. Вы хоть понимаете, кого мне сейчас нужно встречать? А я с вами тут. Так, оркестр пока свободен. А заметно не будет? Обижаете, Кира Анатольевна. Где же вы такого подбитого нашли? Поет он хорошо? Лучше всех. Глазки не опускай. Вызову я вас за два номера. За кулисы. Выстраиваетесь, выходите. Как репетировали. Александр Владимирович, можно вас на минуточку? Извините, пожалуйста. Давайте попробуем у Ларионова. Александр Владимирович, мы очень сильно рискуем. У Соловьева нет никакого опыта. Он же просто не справится. Саша, Саша, я тебя ищу. Ну, Чебурашка твой с головы не идет, а? Может, еще кто есть? Все, готов, красавица. Следующий. Ну, посмотри. Вера Сергеевна, можно... Варвара. Извините, Варвара Сергеевна. Степановна. Господи, ну, простите, Варвара Степановна. Вот разрешите вас познакомить. Это наш замечательный композитор. Это вот наша прекрасная, молодая, концертмейстер. Ну, общайтесь, в общем. Ну, что у нас тут? Просто Петр. И нужно безотчество. Варя, я запомню. Дай здоровье. Ну, хорошо. Ну, вот в этой вашей квантовой химии, физике, если атом невозможно увидеть, то его, по крайней мере, можно себе представить. Насколько я помню, это положительно заряженное ядро. Все мы отрицательно заряженные. Кларочка, не нарушайте закон жизни. Красивая женщина не должна быть умной. Это даже неприлично. Спасибо. Жорик, неприлично приставать к чужой... Вот именно. Абсолютно то же самое, поверьте. Ты что, обалдел с ним? Горить. Эй, 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 Эй. Все, все, баста, остыли. Жорик, иди, подыши. Я уплываю, как мелкий частик в собственных слезах. Андрюха, а чего ты завелся так? Я пошутил. Я тоже. Ларочка. Пардон, муа. Вилку дай. Держи. Хорошего вечера. Развлекайтесь. Извините. Ешь, дай гитарку, пожалуйста. Ну, ага. Ну, давай. Те. Выпьем. Те. Выпустишь с тобой. Не надо ехать. Не надо ехать. Говорите, спорите. И любите. Усалый глазок. ПЕСНЯ 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 Прости, пожалуйста, перебрал товарища из Портнайна. Ветер. А мы где? Ленинский уголок. А там что? Посмотрим. Самоцветы. Мой адрес — Советский Союз. Приготовились пор Грачева. Песенка «Крокодила Гены». Девочки, все-все-все. Все хорошо. А где Соловьев? Соловьев где? Только что здесь был? Слушайте, я рихнусь делаю. Да что ж там? Он сбежал. Кто Соловьева увидел? Да что ж такое? Вот нам выступать, а он сбежал. А что нам делать? Так, ждите меня здесь. Ждите. Мой адрес не должен и не ругаться. Мой адрес — Советский Союз. Два года назад я создал этот хор. Два года. Два года они учили партии, упорно работали. И сейчас все стоят в коридоре и ждут маленького трусливого выскочку, который ничего не понимает в музыке. Ты в хоре без года недели. Тебя сюда никто не звал. Ты сам пришел. И вчера, несмотря на все мои запреты, где-то шлялся, сорвал голос. Сегодня имел наглость явиться. И сейчас из-за твоей слабости вся наша двухлетняя работа летит ко всем чертям. Я боюсь. А вдруг? Смотри на дирижера. Да он вообще на хор не смотрит. Только на оркестр. Внимание! Хор Грачева, песенка крокодилы Гены. Хор Грачева, сорок секунд. Приготовится Ольга Воронец. Гляжу в озера Сине. Четвертое. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам удобно? Да. Все прекрасно. Спасибо. Слушайте, а у вас, может, есть должность бухгалтера или кубикчика? А? Что вы? Товарищи, за курицами должна быть полная тишина. Приготовились хор Грачева. Самые южные артисты. Детский хор под управлением... Александра Грачева. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята исполнят полюбившуюся всем нашим большим и маленьким зрителям песенку крокодилы Гены. Это мой друг. Синильский. Композитор. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александра Грачева. Солист Юра Соловьев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушайте, что это за хамство? Он что себе позволяет? Пусть бегут неуклюже пешеходы по луже, а вода по асфальту рекой. И не ясно, прохожа в этом день, не погожа, почему я весел. Третья. Ага. Видали, какой пацан? Хороший, простой. Ну, Грачев, ну, молодец. Кира, парня подольше держи, у меня идейка есть. Все на солиста. Разберемся по-крупному. Только раз в году, к сожалению, день рожденья, только раз в году. По многочисленным просьбам зрителей хор Александра Грачева исполнит песенку «Крокодилы Гены» еще раз, как говорится, на бис. Просит. Народка, требует? Ну, да. Браво! Браво! Хорошо, хорошо. Поем. Только потише, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Посуду сюда. Ничего не хватать. Так, Дим, ставьте сюда, осторожно. Да, ага. Так, там все? Да, все. Часов ни у кого нет. Я же сказал, распевка через 15 минут. Так, все. Я сама. Я сама распою. Все, заканчивайте. Быстро, быстро, быстро. Дети, бегом. Бегом на распевку. Давай, иди. Варя, Варвара Степановна, я тут. Недавно ноты просматривал из филармонии, и там есть листы с симфонической музыкой, подписаны кем-то Есинельски, кажется. Вы не знаете? Подождите, а где эти ноты? Вот. Давайте я вам помогу. Неужели, Евгений Владимирович? Да, это действительно его ноты. А как же я их теперь верну? Хорошо. Варя, вы необыкновенная девушка. Внимание. И... Александра Исяковна нам сказала, что надо торты на окно положить. Да. Ну, давайте. Кладите. А ты чего здесь? Прогуливаешь? Мне тоже неохота. Голова болит. Ларионов, идешь и иди мимо. Иду. Домой неохота, скучно. Мой папа говорит, скучно только дуракам. Конечно. И кто же твой папа? Физик. А что? Ничего. Теоретик? Практик. А твой дипломат? Ребята говорили. Интересная у него жизнь, путешествия. А в каких странах он был? В разных. В основном в азиатских. Непал, Индия. Я в Непале родился. Правда? В Катманду? Да. Ты что, все столицы знаешь? Я с детства под картой мира сплю. У нас с папой игра такая была. Воображаемые путешествия. Может, науку пойдем? А то еще и вас тукают. Пошли. Столица Бурунди. Бужумбура. Столица Суринама. Парамалиба. А что слушаешь? Бардов. Битлз. Я по их песням английский учила. Битлз? Они же устарели. Сам-то устарел. Ларка! Прости. А что происходит? Ты напугал меня. А? Ты меня тоже напугала? А? Подожди. Я к Тельным привез обогреватель. Там теперь и жить нужно. И... Ну ты чего? Я соскучился уже. Мне здесь туалет. Я... Что происходит? Объясни. Ничего. Ничего? Боже мой, какое прекрасное слово «ничего». И это ничего? Да? Да, с Негряхом было тоже ничего, да? Андрей, ну перестань. А вот Тельмин, ну тоже ничего было. Ну люди же ходят. Ну перестань. Я не понимаю, ты что, меня решила бросить, что ли? А тогда? А я тебя не отпущу, слышишь? Не отпущу. Я сейчас пойду к твоему этому старому ослу и скажу, что ты всегда была моей. Слышишь? Не надо никуда ходить, Андрей. Мы не сможем больше встречаться. Это... Ни к чему не приведет. А, ну конечно. Ну конечно! Вот иди. Ну конечно. Я же не могу кормить тебя икрой с утра до ночи, да? Я не могу купить тебе эти шмотки и шкур убитых антилоп. Так? А это не антилопа. Это крокодил. Ага. И не жалко? Крокодила. Они вместе папку держали. Вот так. Машка, держи. Ага. И прям любви признался. Смотрел на нее. Фу! Что он нашел в этой серой мыши? Ну, Том, ну... Не всегда же за красоту любят. А за что, Кузина? За что? Не смеши мои штуки. Спорим, что я нашего хавьерушку у этой мымра уведу? Ты чего, Том? Сколько ему лета, сколько тебе. А когда это кому мешало? Спорим на американку? Все равно у тебя ничего не получится. Эх, Андрюша, нам ли ведь в печали? Бери, гармонь, играй, на все лады. Ну вот. Петр Ильич, да что же вы? Я столько наготовила. Ничего не пропадет. А ведь... Бабушка покойная говорила. Петька, если есть что резать, режь крупнее. Крупному куску и рот радуется. Папа, горошек открой. Где он? Покажите мне его и открой его. Ну что там? Я убью его. Не надо, просто, просто открой. Вот так себе гадский горох. Вот, молоча. Папа, что с тобой? Что, что? Я нормальный, радостный отец. Открываю горошек, вот и все. А правда, Катюк, нам с тобой никто не нужен, а? Никто. И мы встретим Новый год вдвоем в тихом семейном кругу. Мама! Смешно. 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 Ага, попали! Что ты творишь, что ты творишь? Мы объезжены на летчик. Мама, в тихом семейном кругу они. Да, интересно, а мы теперь, да? О, какой красивый. Ну-ка. Так, собирайтесь, быстро, едем к Тильману. Ребят, подождите, мы в этом году решили дома. Не надо, никакого Тильмана. Конечно. Гена, ты меня не слышишь. Вражения не принимаются. Ёлки-маталки. Третий закон Ньютона. Здесь все равно противодействовать. Вот. Хороший ребенок, это умный ребенок. Между прочим, Ветров у меня для тебя особенный новогодний подарок. Да, тетя Вера пересчитала импульсы его бандуры. Ну, скажу я, что получилось только у Тильмана. Так Оливье. Оливье, правильно, все, что жуется, булька и все забираем с собой. Ребята, мы решили остаться дома. Ты так замерзнешь, давай быстрее. Тритузы или что-нибудь тепленькое. Как ты? Носки есть теплые? Есть, есть. У него тут полный. Как в рыбном магазине. Недавно видел на оценнике судак обешкуренный. Вот. Примерно как-то так. Ну и дурак. Убить эту глагол. Действовать надо. А не ты им в нем не распускаешь. Она чужая жена, Ген. Куда вы действовали? Это мы уже слышали. Ладно? Девчонки, ну что вы там возите? Три-четыре. Новый год шагает по стране! А вот еще был случай во время моего первого назначения на Востоке. Были мы с Ларочкой приглашены на один шикарный прием по случаю местного национального праздника. Прием, как вы сами понимаете, безалкогольный, арабский. Простите, потише сделаю. Ну и, соответственно, скукотища. С новым счастьем! С новым счастьем! Подожди, подожди, дай, дай, дай. О, посмотри. Вон там ее окна. Ларочка, можно тебя попросить горячее? Конечно. Сидим мы с Ларисой за столиком, скучаем, улыбаясь, соответственно… Что у нас, индейка? Иду, уже достаю. Думаем, как бы нам оттуда поскорее… С Новым Годом! Вон ее… С новым счастьем! С новым счастьем! Подсаживается к нам мой старый квейский друг Аташе. Который раз на старом пустыре… Делает пальцами вот так, и… Проволочный кокмар! Словно в сказке появляется официант… Свой медный грош! Грош! А на подносе две минералки, две бутылки из коричневого стекла. Увеличить момент соединения, увы, увы… А в бутылочку… Ну, сами понимаете, что… Обычно остается крутить сербатый телефонный диск! Он же знает, что я люблю Джонни Уокер! Ну, да… Но самое интересное начинается… Отстал… На спиритическом… Вся… Вся… Подходят? Лариса Сергеевна, индейку подавать? Подходят… Да, да… Вот и не так… Эхо! 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 Наливает себе… …побор… …жажда… …потелиться… 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 Зумерову на те! …потелиться… 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 Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Новым годом! Давай, споем. Слышь, дед, не мешай, смотри. Да он тебе сейчас споет получше, чем твой Робертин Ларри. Дед, может, чаю поставить? А правда, спой-ка нам. Юрец, ты же у нас теперь пивун. Юрка, пивун! Юрка, пивун! Еще один артист на мою голову. Ну, пой уже, раз народ просит. Ну, пой. Люди просят, Юрка. Спой, Юрка. Давай, 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 давай. Не хочу я, не хочу, извините. Пой, давай, давай. Слышите, я не буду! Юрка, спой! Я не буду вас беть! Я не хочу, хватит! Вы слышите меня? Я не буду. Хватит! Я не хочу! Хватит! Я не хочу! Стой! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Детский хор под управлением Александра Грачева Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Доброе утро! 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 А простор, а простор, а простор, а простор. И, конечно, припевать. Лучше хором, лучше хором, лучше хором, лучше хором. Уходи! Уходи! Пусть марионам поет! Что смотрите, да? Что смотрите? Дома нет. Может, гуляет? Кажется, я знаю, где он может прятаться. Где? Пойдем. Юра! А вдруг он как кузнечик? Там мальчик! Пустите! Там на чердаке мальчик не сможет быть! Проверьте, пожалуйста, там мальчик! А что, если он еще там? Мы сказали же, что вроде нет никого. Там такая лестница, ты не понимаешь, ну, оттуда он мог просто не… Юра! Юрочка! Слава Богу, с тобой все в порядке! Мне домой надо! Мы тебя проводим, да? Мы проводим, не беспокойся. Юр, ты главное не переживай, мы будем с тобой заниматься, и ты обязательно все пересдашь. У меня то же самое было. Не хотелось все эти закоречки учить, думал, не выгонят меня, раз лучше всех пою. Выгонят? Да, вылетел из хора со свистом. Меня еще потом Грачев заставил этот диктант сто раз переписывать. До сих пор помню, сложный был, трехголосный, миминор, украинская песня. Я так Грачев только к себе домой, из детдому взял, и мы за стол не садились, пока я всю домашку по мусграмоте не сделаю. Ну, ладно, я пойду. Иди. До свидания. До свидания. Это что, все правда? Ну, в общих чертах. Хотя, про диктант я приврал. Он двухголосный был. Изумительно. И длина как раз то, что надо. И рукавчики, Лариса Сергеевна, берите, что тут думать? А у нас еще каракуль есть с песцом. Натали, продемонстрируй. Нет, спасибо, мне не нравится. А норочка? У нас норочка новая. На прошлой неделе Зыкина купила. Да, я думаю, на вас она сядет изумительно. Девушки, вы бы погуляли, а мы, когда выберем, вас позовем. Девочки. Девочки. Как ты так можешь с ними? А с ними только так, иначе сядут на шею. А может быть, мне захотелось, чтобы все ушли? Ларк, а ты помнишь, как ты явилась к нам в ГИМО на вечер какой-то песни, помнишь? Интернациональной. Да, да, да. Ты тогда на третьем курсе училась. Ты явилась в такой плюшевой, облизлой шубке, помнишь? И прическа у тебя такая была, как у Бриджит Бардо. Смех звонкий, но я не мог тебя не заметить и не захотелось шубку с тебя снять. Вадим, пожалуйста, ну, Вадим, не надо, ну, ну, не надо, ну, Вадим! А тебе не кажется, что эта игра в недотрогу несколько затянулась? Ты можешь объяснить, что, собственно, происходит? Здесь душно. Что ты хочешь, что тебе не хватает? Березка, пожалуйста, сотый отдел ГУМа, пожалуйста, у тебя есть все то, о чем советские бабы даже мечтать не смеют. На, это, держи, это, держи, вот это, держи, от жиру бесишься, что тебе надо? Верни мне эти 15 лет. Ларисочка Сергеевна, а у нас еще нутрия, прекрасные выделки, прямышок. А крокодила у вас нет? Спасибо. В следующий раз. До свидания. Официальный статус детского хора, ставки, концертмейстера, хормейстера по высшему разряду, концерты расписаны на год вперед. Но, что самое главное, собственное здание. Ага, ура! Вот, прошу, всех прошу, зал, учительская, класс. Только радуйте нас своим творчеством. Пошли быстрее, ребята. А где Соловьев? А его выгнали. Как это? Отчислили за неуспеваемость. Вот так. А как же Чебурашка? Ну, акустика здесь, конечно, не очень хорошая. Носносная. Терен, ты не помнишь там про кого? Там, по-моему, Чапаев ехал, да? Да, вот ехал Чапаев. А на встречу ему, знаете, что там? Валка звонила. Разводы хочет. Она же по суду может Катюху забрать. Закусочка? Катюха на меня дует. У меня сейчас такой период такой. Переходный такой. В общем, все рушится. Ну, а на Западном фронте-ка? Без перемен. Правильно меня за ту историю с Чебурашкой подвел я вас. Ну, не я, так они другого пришлют. Меня вы хоть вроде как знаете. Ну, да. Мириться лучше со знакомым злом. Ну, слушайте, ну, что? Я же не со зла. Ох! Да я и ребят люблю. Они у вас вон какие. Молодцы. Напоют как. Заслушаешься? Трудяги. Ну, может вы мне как-то испытательный срок, что ли, какой-то дадите, а? Ладно, посмотрим. У вас все? Да. Да. Александр Владимирович. Да, кстати. Извините. Чуть не забыл. Ну, ваш, ну, то есть наш коллектив представлен на конкурсе революционной песни. И победитель получит право поехать в Орленок на первую международную музыкальную смену. Можешь все-таки как-то вернуть Соловьева? Может быть, каждый будет заниматься своим делом? Да. Да. Ну, значит, для осмотра нам нужна новая революционная песня. А кукушки подождут. О, это интересно. Это такой новый способ познакомиться. Мы с вами знакомы. Вы меня не помните? Я тогда по ошибке ваши ноты взяла. Вот, пришла вернуть. Звучит интригующе. Звучит интригующе. Ну, что ж. Может, и тогда зайдем. Нет, я тороплюсь. У вас здесь тема очень хорошая. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Из нее песня могла получиться? Я больше не пишу песен. Это низкий жанр. А-а-а. Ученые считают, что их предки пришли сюда из Азии 140 тысяч лет назад. Часть. Вот джунь. Ну, мам, ну оно колючее. Давай его Юрке перешивай. Ну, кто его же, перешивальщица? А Юрке надо бы новое пальто достать. Парни по телевизору показывают, в газетах печатают. Ходят, как оборванец. Шестого пенсия подойдет. Подумаем. Юр, ты на репетицию не опоздаешь? Отменили ее сегодня. А? Ну, тогда занимайся, занимайся. Ура! Папка пришел! Ура, ура! Наконец-то! Папка, папка! Привет, Натучка! Почему ты так долго не приходил? Чего приперся? К дитям? Вспомнил. Ворюся! Что это у меня? Что это у меня такое? Что это у меня в животе такое? Что это такое? Что это у меня в животе? Чебурашка! Чебурашка! О, с сиропом! Ага. Слушай, Юрка, а вам, ну, певцам можно? Иногда можно. Не, знаете что, женщина, принесите-ка нам, пожалуйста, кольцо песочное и чаю горячую. Папа, мне с сиропом. Скажите, а ваш мальчик случайно в... Что? Он? Да? Песня года. Да, он самый же, сын мой. Да что? Да, она песня года выступала. Он, он. Ой, а я думаю, он, не он. Сейчас, сейчас принесся. Я ж тоже Юрка мечтал. Что, не хочешь это? Ну, на, это. Я ж мечтал тоже быть артистом. На гитаре выучился. Девчонки за мной табунами бегали. Говорили, что у меня голос красивый, звучный, говорили. Может, тебе это от меня, а, передалось? Не знаю. Слушай, а ты что? Ты ему Гамаева видел? Нет, все. В следующий раз я с тобой пойду, на этот, на концерт, на ваш. Вот посмотрю, как там, чего. Ты, как, ты, главное, старайся, понял? Не балуй, сын. Угу. Молодец. Ты что так, по чуть-чуть? Ну-ка, давай, наперегонки. Ты во рту греешь, давай. И, раз, два, три, начали. Италия. Америка. Америка? Америка. Англия. Манчестер. Это их единственный двойной альбом 68-го года. Поставить? Не надо. А вот интересно, а если бы у тебя всего этого не было, ты был бы другим человеком? Глупый вопрос. Здравствуйте. Я не знала, что у нас гости. Здравствуйте. Привет. Это Катя. Мы тут. Да нет, я уже ухожу. До свидания. Почему? Катя, давайте чаю попьем. Я торт купила. Прагу любите? Нет, спасибо. Мне сладкое нельзя. Я пойду. Как? Извини, Кеша. Под Будапештом получил снаряд в колено. Сувенир от фашиста. Гада. На всю жизнь теперь. Ну, вот с этим сувениром на эту лестницу. Зачем? И что? Ноге тренироваться нужно. И мне тренироваться нужно. А вам светлее будет. Всем хорошо. Нет, для меня вот это подчинять, мастерить, я не в тягости. Я вот сейчас Юрке, внуку, стол смастерил. О, самому даже понравилось. А Юрочка переживает, наверное, очень. Варя моя просто места себе не находит. А что он там переживает? Как чего? Солист. По телевизору показали. На весь Союз. И вдруг, на тебе. Нет, этот Грачев очень жестокий человек. Очень. Я не спорю. За двойки можно поругать, дать время исправиться, помочь. Но отчислять солиста... Ну что? Выгнали тебя. Это вообще невозможно. Бемоли эти, диезы, аккорды септические. Я и без этого петь могу. Мог. А он меня бы днул. Ну, правильно сделал. Я бы тебе еще и ремнем бы выдрал. Ты ему обещал? Обещал. Он тебя предупреждал? Предупреждал. А если ты обещал, ты должен из кожи вон вылезти. А сделать? Сдать? Все сдали. Один ты не сдал. Ты что ж, глупее всех, что ли? А. Ха. Петь он умеет. Я смотрю, ни черта ты толком не умеешь. Даже, главное, не хочешь. Я хочу, но не могу же я... А, ну, тогда ложись, ложись. Ложись, ложись. Жалей себя. Глядишь, чего-нибудь и вылежешь. И вылежешь. Добрый вечер. Вы извините, я хотел... Можно мне пересдать все? Я подготовлюсь, я смогу. это все? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сидишь на связках На дыхание не опираешься Думал, все нахрапом взять? С кондачка? Извините Думал, все легко? Что музыка это Чебурашка? Ну да. Но ведь Чебурашка и хору помог. И людям понравилось. А ты хочешь людям понравиться? Славу захотелось? Помимо Бриттона в этом полугодии в программе Рахманинов, Глинка, народные песни. Партии знать проверю. Соловьев, ты сегодня свободен. Сегодня Чебурашкой заниматься не будем. Кроме того, всем хористам, которые не сдали дисциплины, до репетиций не допущу. К новому репертуару хорист допускается только если сдаст все дисциплины. Это понятно. Юра, подожди. Варя, Варя. Доля. Да что ж такое? Варя. Спасибо. Стой, руки вверх. Ну что, у нас на этой неделе концерт. Вон. Ткацкая фабрика в Иванове. Фабрика Красный Октябрь. Воинская часть. Дом культуры Прожектор. Опять воинская часть. А? И везде, везде твой Чебурашка. Вон, смотри. Понял. Ну. Я пойду. Ну что ты такой понял, я пойду. Куда ты пойдешь-то? А? Заниматься. А вот это правильно. Молодец. Давай. Давай. И не знает прохожий в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю. Играю. На гармошке. На гармошке. Прохожий. Прохожий. На виду. На виду. Заселись. Сожеленью. День рождения. На рождения. Весь город. Спасибо. Спасибо. О-о-о-о-о. Кань изготовила нашу маму. На горкиio. День рождения. Неários. День рождения. Берholm. О, так. Соль recession. Boхож por. День рождения. Чふ예요. Шашан. День рождения, помогай наших захочек. without adding... День рождения. День рождения... Я играю на гармошке Спасибо 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 Поздравляю с древней День рождения Какой-то раз в гаде Мишка, а ты чего тут забыл? Извини Ну, привет Чебурашка Ты чего это? Я Юра У меня имя есть Юра Юра Славьёв Да я Юра Меня Юра Славьёв зовут Я Юра Я Юра Славьёв Я Юра Славьёв Я Юра Славьёв Участь ты Внимание Улыбайся Меня Юра зовут Меня Юра зовут Юра Ух Вот чёрт Опять я тебе квинты и секты не успел Секс ты Не переживай, я тебе помогу Ты завтра во второй половине дня свободен? Да Минорное трезвучие Опять минорное трезвучие Мажорный секс Секст Это что тоже писать? Нет, нет Стихи Нам нужны стихи Какие стихи? Валя Валентина Багрицкий Юрочка, пойдём помоешь мне на кухне Пойдём, пойдём Пожалуйста Спасибо Тут есть такой момент Вот Нас водила молодость в сабельный поход Нас бросала молодость На кронштадтский лёд Только развития нет Вот если бы продолжить Это что, я написал? Да, что-то такое было Да, что-то такое было Валя Валентина Багрицкий Варенька, скажите, ну и зачем вам песня? Я концертмейстер в детском хоре Грачева. А в апреле у нас конкурс. Нам нужна новая революционная песня. И я нашла стихи, как мне кажется, очень подходящие. Нас водила молодость Багрицкий. Помните? Ну, конечно. Конечно. Вы что? Ну, тише, Варенька, ну, тише. Я вам не... Какая я дура. Тащила вас сюда, пьяного. Думала, талант пропадает. Думала, вы композитор. А вы... ничтожество. Нас водила молодость в сабельный поход. Оля! Тебя! Ау! Тебя! Спасибо, Марина. Алло! Это Варина бабушка. А ее нету, она у подруги. Нет. Нет, спасибо. До свидания. До свидания. До начала репетиции... Слушай, на днях, говорят, распределение учителя повесит. Не, Нора Корнеха обещала. А ты чего ждешь? Альдемара? Я жду, пока ты Кузя свалишь. Да. Этого здесь многие ждут. Но не дошнетесь. За обклим цехом зайдите, пожалуйста. Альдемара из тебя неплохой бы получился. Только характера маловато. Тут работает элементарная теория вероятности. Ну давай, сейчас мы еще кости начнем кидать. Ветров, вспомни азы. Если приписать достоверному событию вероятность равную единице, а невозможному равную нулю... Как же вы мне надоели, друзья мои! На дворе восьмое марта, мы ни в одном глазу! То все другие события, возможные, но недостоверные, будут характеризоваться вероятностями, лежащими... Между очевидным... Простите, ребята. Невероятным. Жура. Жура, ты, Наташа, сегодня собирался? Да. В другой раз свидетель. Ключи. Здрасте. С праздничком. Переделкина. Почему Переделкина? Здрасте. Здрасте. Ключи от Пшоркиной дачи. Вот, дураки. Решили, что нам... Мы бы... Что нам с тобой понадобится крыша над головой. Небрит. Лохмат. Зверею. Потихоньку теряю человеческий облик. Вот. Нас Киша тогда увидел, поэтому я... Может, нам всем пора познакомиться уже? Ну, я познакомлю тебя с Катюркой. Они умные, они все поймут, они... Не плачь только, пожалуйста. Варя, дайте, пожалуйста, гости. Спасибо. А, Дмитрий. Так, осторожней. Давайте сюда. Ага. Слушай, а на что мы там спорили? Вас на американку? На американку. Держи крепче, качается. Ломатина, куда ты залезла, давай слезай. Так я же за навеску вешу. Я потом сам повешу. Давай слезай, упадёшь. А вы мне поможете спуститься? Соломатина, что за глупости? Варвару Степановну, подержите, пожалуйста. Да, да, держу. Хорошо. Давай слезай. Ой! Спасибо. Так, заходите, ребятки, давайте аккуратненько. А вот, а что вы инструменты? Ну, не такое что-то новое. Аккуратно. Ну, что? Куда этого мамонта? Геннадий Антонович, вы волшебник. Да. Я не волшебник, я только учусь. Но, новые... Ребятки, спасибо, спасибо. Новые унитазы и раковины я нам организовал. А это, можно сказать, почти что волшебство. Ну что, дамы, с наступающим вас международным женским днем. Варвара Степановна. Да. Действуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Хорошо. Здравствуйте, Александр Владимирович. Я все, готов. Готов к чему? Ну, председать Сан-Феджио и партии. В мае вместе со всеми. Как в мае? Добрый день. Здравствуйте. Ну что, начнем сначала. Не расстраивайся, все будет хорошо. Не переживай. К смотру революционной песни мы выбрали… Варенька! Варенька! Евгений Владимирович, пожалуйста, я сейчас прошу уйти. Простите, ради Бога, простите меня. Простите старого дурака. Так это что такое? Это Евгений Владимирович. Да я знаю, кто это, Джек. Вообще-то у нас репетиция. Саш, прости. Прости, скажи, ну где ты нашел вот этого ангела? Вы знаете, Варенька, извините, Вы знаете, давно, давно нужно мне было дать этого творческого пинка. Я же ее дописал. Я ее дописал. Сегодня ночью, Саша, это озарение. Это просто озарение. Мне кто-нибудь объяснить, что происходит? Евгений Владимирович написал песню для осмотра. Багрицкий, Багрицкий, это хорошо. Это очень хорошо. Но здесь трехголовец, а у нас времени нет. Саша. Давайте-ка сыграем. Варенька, прошу вас. Извините. Вот отсюда, если вам не трудно. Спасибо вам еще раз за песню. Варенька, они отправятся ли нам в одно очень симпатичное местечко и не отметить ли наш, так сказать, успех? Евгений Владимирович. Для вас просто, Джек. Мне нужно идти. Здрасте. Ну, Гуза, не покидай меня. До свидания. До свидания, юноша. Всего хорошего. Тут такая странная история получилась. Помнишь, я в филармонию ездила за анматами. Идите сюда. Смотри. Вообще ничего себе. Вы точки теорет, телеграфные, считайте в стройках меня. Сегодня мне лично не главное. Посмотрите, пожалуйста. До будущего дня заботится сердце Руфиночка Андреевна. С прошедшим вас международным женским днем. С гастролей? Угу. Из братской Румынии. А я слышал решение по международному смотру в Орленке. Положительно. Угу. Придумали себе головную боль. Шестнадцатого смотра готовы? Ну, Руфиночка Андреевна, обижаете? Мы же пионеры. Угу. Из капусточка. Ну, а что там наш гений-то готовит? Не слышали? Синельский ему новую песню написал. Да вы что? Джек? Угу. Синельский Евгений Владимирович, он сто лет песен не писал. И как? Хорошая? Утвердили? Пока еще нет. Не знаю. Текст там сложный, спорный, прямо скажем, текст. Вроде Багрицкий. Поэт революции. Да, из песни, как говорится, слов не выкинешь. А вот песня. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Испонировать мелодию можно несколькими способами, перенося все звуки ступени. В общем, катастрофа. Объясните, как это сняли песню? Как это сняли? За пять дней досмотра! Единогласно. Не детский репертуар. Сказали, не соответствует требованиям конкурса революционной песни. Багрицким не соответствует. Багрицкий! Значит, вообще никакого конкурса не будет. Совсем уже на шею сели, дышать стало нечем. Александр Владимирович. Ладно. Погонять они меня решили. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Ну, ладно. Я им... Я им такую погоню покажу. А если ей эту снимут? Не снимут! Придраться не к чему! Тихо! Это суммы детских! Тихо! 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 и еще раз показать низкое дыхание. Да, конечно. Так, берем дыхание носом вниз живота. Активнее. Встань сюда. Бери еще раз. Бери. Так, Соломатина, ты что, а? Ой, простите. Варя, Варвара Степановна, это не то, что вы по… Гадости. Надеюсь, я вас больше здесь никогда не увижу. Вы что тут делаете? Свидеть, пожалуйста. Свидеть, пожалуйста. Да. Тома, подожди. Он очень, очень плохо поступил. Кто? Дима? Варвара Степановна, вы только не говорите никому, ладно? Как только можно будет, мы поженимся. У тебя что-то срочное? Еды нет, кофе будешь? Нет, спасибо. Александр Владимирович, я… Я уйти должен. Захотелось мишуры? Оперетки? Удачи. Александр Владимирович, я… Александр Владимирович, я… Удачи. И встал трубачий… Ты мой платье… Вот что надо на смотре петь. Погоня тоже хорошая. Нет. Погоня, ты ничего не понимаешь. И за трубой весь полк израненный… Забел… Что? Что? Катюха! Вон он! Кто? Папа! Пойдем познакомься. Пойдем, пойдем. Пошли. Извините. Извините. Папа, ну ты чего так долго? Я тебе… Катюш, познакомься. Киша… Это она, да? Мама Ларионова? Киша, подожди. Предатель. Катя! Катя! Спасибо. У тебя снежный вальс. Этот вальс прозвучит для вас, Если даже кругом тишина, Если кончились все слова, И осталась печаль одна. Город пролетел, как сон, В поле метель улеглась, Еле звенят в унисон, Начинается снежный вальс. Геша… 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 Ну подожди… Геша… Геша… А ты… Ну послушай меня… Оставь меня! Я ж вам тебя не хочу! Геша… 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 Я тебя не надеюсь! Гошель, Варвара Степановна! Да? Пластинка-то закончилась? Да, спасибо. Ну как вам? Мощный голос у мужика. Ну, у мужика. У Шаляпина. О Шаляпине мы продолжим на следующем уроке. Всем спасибо. Так еще звонка не было. Чего это с ней? Ну, от музыки бывает. Варвара Степановна, я, может, на ход ходить не буду. Катя, Катя, подожди, а как же смотр? Оль, не беги, упадешь. Ну что, Корнеха, первый состав, а вы с Романовичем второй и третий. Ну-ка, разошлись. Соль демару. Угадай с трех раз. Но это не мило. Видели? Здравия! Реально. Ой. Пятнадцать спектаклей, Дмитрий. Да. Они хотят моей смерти. Когда жить? Когда жить? Товарищ Анатольевич, Сан Саныч ждет. Начинаем музыкальную репетицию. Вы имеете собственность. Ну, как же так, Анна? Ну, вы же мне обещали. Ну, милый мой. Ну, а что вы хотели-то? Я бы хотел за пятнадцать лет работы в театре получить что-то более интересное, чем третий состав «Слуги главного героя». И вообще, знаете что? Если я не нужен этому театру, вы просто так и скажите, я уйду. Дмитрий, успокойся. Я спокоен. Успокойся. Да что ж такое? Что вы ходите? Ходят, ноют. Не нравится? Не держим никого. Дима, ты в хоре работаешь? Вот иди, работай. Не нравится? Пожалуйста. Бумага на столе. Число сегодня семнадцатое. Вот вы эти ярости, а? Ария Сергеевна сказала, что Киша заболел. Может быть, Оловьев? Значит так. Забыли про конкурс. А как же Орлёнов? Мы что, не поедем? Мы же готовимся, старались. Так. Кукушка, пожалуйста. Внимание. Здрасте, а Кешку можно? Кешенька дома, но он обедает. Я скажу, что ты заходила. Орлёнов! А ну иди сюда! Ты чего? Все в порядке. Это ко мне. А болеешь, значит? Тебе какое дело? Да большой, одевайся, репетиция идет. Передай своему Грачеву, что Яхуру бросил, ясно? На это у меня свои причины. Наплевать мне на твою причину со Стангельской башней. Ты всех подводишь, предатель. Темную тебе обустроить. Я не пойму тебя, Соловей. Место солиста свободно. Иди, пой. Так, петь будешь ты, ясно? Ну, пойдешь? Или по-другому объяснить? В следующем выступит детский хор под руководством Александра Грачева. Песня погона из кинофильма «Неуловимые мстители». Прекрасная песня, да, Руфина Андреевна? Подожди, но здесь написано «Нас водила молодость». Заменили песню там Багритского текста. Очень спорный. И Юрий Соловьев. А почему один не в форме? Без галстука? Им что, на всех формах не могли шить? Все исправим. Усталость забыта Колышется чат И снова копыта Как сердце стучат И нет нам покоя Гори, но живи Погоня, 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 погоня В горячей крови Погоня, 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 погоня В горячей крови Здесь у них на бане И надо успеть Сразиться с врагами И песню допеть И нет нам покоя Гори, но живи Погоня, 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 погоня В горячей крови Вместе весело шагать по просторам По просторам По просторам И, конечно, припевать Лучше хора Лучше хора Лучше хора Лучше хора Лучше форум! Лучше форум! Лучше форум! Лучше форум! Вы слушали очередной выпуск передачи «С добрым ужин» Подготовлены для отдела сайтера Юра, Светлана Савараси. Вела передачу... Ну, выходи уже. Чего ты там копаешься, Юр? Не выйду я в этом. Я тебе не выйду. Мать всю ночь сидела, не выйдет он. Тоже мне артист. Ну, но... Ну, ему же в них не на сцене выступать, па! Кончай возиться все это, Юр. Наташка, пусть выйдет. Может, нам всем выйти, Юр. Наташа, сгоняй с соседями. Попроси у них это... Паяльник попроси. Вышла, выходи. Таких никто не купается, они как трусы. А должны быть как шляпа, да? Ну, вроде все. Пойду покушать, соберу в дорогу. Не надо. Нас будут кормить. Кеша? Кешка. Ну? Ну, может, ты возьмешь с собой фотоаппарат? Ребят поснимаешь? Не надо. Ну, почему? Вас повезут на экскурсии. Никого нет. Что я буду, как? Все, твои хорошие. Все. Все. Мне подписали назначение. Ну, что-то я не понял. А где крики? Браво, поцелуи, поздравления. Ну, что вы не рады, а? Почему рады? Ну, у меня жарленок. И хорошо, съездишь на одну смену, а мы пока оформим документы, соберемся. Ну, хорошо. Давайте, все. Поехали. Поехали. Коля там внизу ждет. Не надо вам ехать. Коля меня сам отвезет. Пока. Вадим. Я ухожу от тебя. Здорово, Крылок. Здорово, Крылок. У меня физкульт-привет. Послушай, ну, с палаты, со своим этим нищим физиком на здоровье, я тоже не святой. Могу понять. Но говорить о какой-то там любви, да прости меня, это моветон, понимаешь? Моветон. Послушай. Послушай. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе разрушить нашу семью, мою карьеру? Если что, сына ты потеряешь. Да. Кофе хочется. Ты не помнишь, у нас оставался там бразильский в зернах? Люся. Люсь, завари кофе покрепче. Хорошо, Вадим Игоревич. Значит, ты серьезно. Ты бросаешь меня. Меня. Я хочу посмотреть, как ты переедешь в однокомнатную квартиру влюберться и будешь мыть совмещенный санузел. Ты прекрасно осведомлял. Милая моя девочка, ты, кажется, забыла, что у народной мудрости с милым и рай в шалаше есть продолжение, если милый аташе. Знакомая вещица. Это Париж? Да, да. Маленький магазинчик на Реодрю. Я помню, как же. А это? А, это Гаага. Нет, нет, постой. Нет, это Рим. Ну, конечно, это Рим. Я увидел это в витрине магазина и подумал, вот вещь для моей славной женушки. Я прошу тебя, просто оставь меня в покое, дай мне спокойно собрать мои вещи. Твои вещи? Твои вещи. А где ты видела здесь твои вещи? Послушай, вот это вот твои вещи? Или вот это твои вещи? Тут нет ни одной твоей вещи. Все вот это купил тебе я. И ты, ты моя, ты моя жена. Ты забыла? Так вот, я тебе сейчас это напомню. Я тебе не надеюсь. Я никогда тебе этого не прощу. Вадим Игоревич, ваше кофе. Люся, кофе мужского рода, сколько можно повторять? Ну да, ваш кофеечек. А ты у меня, оказывается, круглая. Отличница. Иди поцелую. Я тебя поздравляю, молодец. Горжусь тобой. Слушателям рабочего поздня давно полюбились песни в исполнении этого замечательного коллектива. И сегодня ребята из большого хора под управлением Александра Крачева вместе с юными певцами из дружественных стран и республик СССР на экспрессе «Дружба» отправятся к берегам теплого Черного моря. И мне кажется, что кто-то заслужил дичайшие каникулы в хорошей компании, а? Между прочим, наш лагерь в двух шагах от этого орленка. Только пляж лучше и море чище. Ну что, идет? Она тоже поедет? Понимаешь, ятенок, так произошло, что я ее люблю. Ну, так бывает. Давно люблю со школы. Мы много лет не виделись, а тут случайно встретились и поняли, что… Это она, да? Ну, здравствуй. Войти-то можно? Мама! Салышка моя, котеночек, привет. Худая-то какая? Тебя что, папа совсем не кормит? Ой, одни косточки, бедный ребенок. Малышка моя, так соскучилась. Одни косточки. Выросла-то как. Ребята, партии из Новокуда-Мосора нужно выучить до того, как мы приедем. Новокуда? Слова я на обратной стороне русскими буквами написала. Юра, если что-то будет непонятно, подходи. Спасибо. Держи. Давай. Верди. Грач замахнулся. А это что, английский? Итальянский. Вот тебе и отдохнули. Приехали. Спасибо. Женщина, а деньги? Да. Держите. Сдачу. Оставься. Здравствуйте. Вам кого? Извините, я ошиблась. Интересно. Ты ее знаешь? Лариса, подожди. Лариса, подожди. Лариса, подожди. Она вернулась сегодня утром. Как смех на голову. Я не знал. А может, она вообще никуда не уезжала? Пристань. Ты что, мне не веришь? Как это? Любит, не любит. Плюнет, поцелует. К сердцу прижмет, к черту пошлет. Ну, пожалуйста. Ну, не надо. Я все решу. Я... Я обещаю. Потерпи немножко. Я во всем разберусь. Нет, Андрей. Нет. Извините. Что тебе? А, не, ничего. Я Варвару Степановну искал спросить. Ну, так спрашивай. Варвара Степановна нам ноты раздала. Сказала хор из Хуносора. А тут написано из оперы Набука. Новохуда Носора. Это то же самое. Набука – это сокращенная итальянская интерпретация имени Вавилонского царя, Новохуда Носора Второго. Понятно? Понятно. Спасибо. Это библейская история. Жил в Вавилоне такой царь, Новохуда Носор. На самом деле, это история о жестокости и предательстве. Когда-то я все это уже рассказывал одному мальчику. А потом этот мальчик вырос и предал меня. Вы про Дмитрия Хосеевича? Нет. Ладно. Ступай. Разговор закончен. Спасибо. Ну, дядя Петя, давайте за то, чтобы у вас все было, и вам за это ничего не было. Да. О! Почумпируйте, граждане и граждане! Что? Нам ордер дали. Да ты чего? Ордер. Боря! Наташка, иди погуляй. Иди, сдой картошечки. Сейчас. Представляешь? Трехкомнатный. Отдельный санкзон. Кухня. Дом уже готов. Завтра можно идти смотреть. Я прям боюсь. Упьем. Бора и в ЗАГС тогда ушите. Да это и выпить не грех. А чего? Что нельзя? Все по порядку. Дядя, ты танк потерял. Сама нарисовала? Нет, я не рисовала. А ну, у тебя из куртки выпало. Чего? Из какой куртки? На, вот на мороженку. На, возьми. Написала папе. Я папу не писала и не рисовала. Наташка, ну хватит врать ты на пустом месте. Ну, чего врешь? Я не вру. А вот за вранье дядя Боря может ремнем? Не вздумай даже пальцем тронуть. Приживал. Папа. Боря. Папа, ну ты че, очумел? Наташка, немедленно извинись перед дядей Борей. Ей не за что перед ним извиняться. А ты дура. Пошевели мозгами. Когда это она танки рисовала? Когда это она его папой назовала? У них с Юркой свой отец имеется. А ты лучше порасспроси этого своего. Кто же это ему танки-то рисует? Говорит? Эй, 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 ты щели! Молиться! Молиться! Держись! Врачам нужно! Таблетки, где его? Таблетки-то лежали здесь. Рубашку расстегни ему! Быстро вы! Пойдемте, провожу. Курите! Я что-то не понял. А чего ж непонятного? У меня к вам, товарищ доктор, просьбочка одна есть. Так, товарищи пассажиры, поезд отправляется через пять минут. Просьба провожающих покинуть вагон. Я тебя прошу, возьми нас, пожалуйста. Мы всю дорогу стоять можем. Полутора суток? Так, просьба провожающих покинуть вагон, покинуть вагон. Так, отвечающие, готовим деньги за белье, готовим билетики. Дети, дети, больше недели на вокзале, пожалуйста, возьми. Не пожалей детей. Так, гражданка, провожающие, выходим из вагона, поезд отправляется. Граждане, пассажиры, готовим билетики. Возьмите, пожалуйста, это от Маши из третьей кассы. Провожающие, выходим, выходим, поживей выходим. Двадцать. Как двадцать? Я, я же Маше все отдала, у меня нет больше. Так, провожающие, покидаем вагон, мы отправляемся. Ну, граждане, пассажиры, готовим билетики. Деньги за белье. Пока, пока. Женщина. Выходим, женщина, выходим. Отправляемся, отправляемся. Пожалуйста, извините, это французская, золотая. Мне очень, очень надо к сыну. Давай быстрее. Так, провожающие. Приятного аппетита. Смешная такая попутчица попалась. Я, говорит, ездить боюсь. Ну, катастрофы там всякие мерещатся. А когда ем, успокаиваюсь. И начала доставать булки, яйца, какие-то сдавленные помидоры, соль в спичечном коробке. Потом достает вареную курицу. Курица завернута в журнал. Развернула. А на курице, отпечатаны буквы. Крокодила! Ну, на курице, крокодил! Журнал-то был, крокодил! Оп. Межбород. Я подойду. Да. Нет. Я же просила, не звони мне. Нет. Не надо. Нам не о чем говорить. Все. Пойдем, соловьи. Пойдем! Пойдем купаться. Пойдем, пойдем. Здравствуйте, ребята! Нет! Нет! Дай пас! Ты сейчас здесь? Чего стоишь, Соловьёв? Пойдем купаться. Пойдем, пойдем. Здравствуйте, ребята! Слушайте фенеркурсов. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот теперь все ваши желания сбудутся! Ура! А скоро еще на море? Мы будем сегодня плавать! А долго еще ехать? Упс! Я правильно показываю, как? Да? Значит так, все будет! Все! Эй, Бома, смотри нас! Ну, давай! Давай! Ой, ой, спокойствие! Сколько спокойствия! Доброе утро! Доброе! Как дела? Как спала? Какие планы? Да никаких! Отлично! Экспромп, дело хорошее! Ой, опаздываю, опаздываю! Последний рабочий день, дело не вправо... Опа, там, надену! Генке еще обещал помочь, у него лазарь этот барахли. Кое-что, поеду! Кстати, знаешь, как переводится лазарь? Light application by stimulator. Пап, ну ты это уже говорил! Ну подожди! Давайте белше овсянку сварим! Правда, что я говорю? Доброе утро, товарищи! Доброе! На работе поеду, спасибо! Пока! Хорошего дня! Ну на кого же это похоже? Из платья выросло, на ногах какие-то обноски! В гроб ты его загнать хочешь? Тише! Ты слышала, что врач сказал? Уход ему нужен, постоянный! Ты работаешь, я тоже! Так, а как же? Чего я, собственно, бегаю, договариваюсь, как лучше хочу? Я ж тут никто приживал! Не зовут меня никак! Нет, Нинка, не будет у нас ничего! Борюсик, Борюся! Хочу красные, красные, красные! По-моему, вот эти очень хорошие. Кожаные. И цена хорошая. И цвет твой любимый. И размер как раз твой, 34. Примеришь? У меня 35-й. Ой, точно. Так. О, 35-й. Вот, 35-й. Примеришь? Примеришь, батя, на третьем этаже нашего универмага в отделе мужской и женской одежды вы можете приобрести непромокаемые володьевые плащи с бабой для большевичка синего и черного цвета. В комплекте непромокаемые краски. Отлично, берем. Хочешь, можешь прямо в них пойти, а старые выкинем. Девушка, выпишите нам, пожалуйста, эти сандалики. Мы всегда рады вас видеть в нашем универмаге. Так, ножку подними. Ну, спасибо. Пойдем, посмотришь в зеркало. А? Так. Да, папа твой, конечно, молодец. Видел же, что как пугало гороховое ходишь. Мог бы и раскошелиться. А ты могла бы вспомнить, что ты моя мама. В сентябре, когда бросила нас и сбежала. И не смей говорить про моего папу гадости. Он меня любит, а ты... Бояре, 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 а зачем пришли? Бояре, бояре, нам не место нужна. Бояре, бояре, а такая нужна? Дорогие, дорогие, а какая нужна? Бояре, бояре, вот вот и это нужно. Дорогие, дорогие, нам все это нужно. Бояре, бояре, у них зубки болят. Дорогие, дорогие, везут и везут, ай-яй-яй-яй, а мы пряночки дадим. Дорогие, дорогие, а мы пряночки дадим. Ай-яй-яй-яй-яй, а на пряночки не ест. Дорогие, дорогие, а на пряночки не ест. Ай-яй-яй-яй, а мы плёночка не ест. А наши уехали уже на море. Завтра утром. А у дяди Гена в машине еще пару мест найдется? Люк мне на спальнике молния заедает. Ничего, разберемся, посмотрим. Кто последний? Обезьяна. Нет, нет, ты вон, а кто это последний? Обезьяна, обезьяна, обезьяна. Звени, город, там красивые места. И все-таки молодцы ваши, позаботились. Вот я там подлечусь, оздоровею, обладею и явлюсь к вам свататься. Что вы, Петр Ильич? Петр Ильич, нас с вами в ЗАГС не пустят. Что вы? Мы еще посмотрим. Ольга Леонидовична, прошу. А как же вы ведь отказа не примете? Не приму. Буря в далекие годы Пела мне песни, как мать Море меня научило Грозные бури встречать Горох вне кубрика матросской Чемоками получаем хрон. А, так мы расселяемся и репутироваться. Красиво, но завтра мы поем открытие лагеря. Ммм, ничего так. Надеюсь, вода теплая. ПЕСНЯ 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 Аббулит Куда? В Сиротиме Николаевне назначено. КОНЕЦ О, воздух-то, воздух какой, а! Держи. Гулять будешь, отдыхать. Процедуры там всякие. Подлесет. Будешь как огурчик. Э, гуляка! Ты где ходишь, а? Ты на часы смотрел? Да, да, да. Давай, топай, 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 топай. А, ну и к Серафиме Николаевне. Проходите. Да не уроню твою гармошку. Проходите, товарищи. Люди здесь интересные. Пойдем, пойдем. К сожалению, количество мест у нас ограничено. Желающих, сами понимаете, все мы помочь не можем. К нам очередь стоит. Каждому уж индивидуальный подход нужен. Доктор, мы на вас очень надеемся. Они же как дети. Один сладенького хочет, другой солененького. У третьего бессонницы. А кто-то вообще плачет, домой хочет, соскучился. Сколько? Двадцать пять. Золотой голос, страна. Ну? Да ну тебя, башка. Ты даже на доску не глядишь. А все выигрываешь. Митенька, а хотите, я вас в шахматы обучу? Вот где настоящая гимнастика для Алмата. Да, может быть, на троих сообразим, а? Саранчо. Здравствуйте. Хорошо, что ведь представится. Петр Ильич. Все к нам, все к нам. И так дышать нечем. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Профессор Саранча. Вон, кроватка ваша. А, спасибо. Гармошку-то придется спрятать. А то конфискуют. Неправильно, что конфискуете. Не положено. Дом-интернат для престарелых и инвалидов номер. Да. А ты че хотел? Ялту с Гагрой Чайковский. Я потрясен, я потрясен, я потрясен картиной тяжкою. Куру на на, курю на на, рожись кленя. И с каждой новою затяжкою уходят годы от меня. Че распелись? Я русским языком сказала, переодеться, свое костелянше сдать. Эй, открой дверь. Че шумишь? Дверь открой, я сказал. Куда разбежался, уважаемый? Открой дверь. Я глох. Надь, Люп, все, все, все. Ключи возьму и открою. Открой, или я разнесу вашу богадельню на кучки. Ну, Смайя. Что? Ты мне этот, че, гармошкой разносить собрался? Меня не заводи. Куда собрался, ты Чайковский, а? Вы чего тут? Я... Ты мне этот, че, гармошкой разносить собрался? Разговоры еле слышны, и над нами ночная тень. Друга, верьте, забот не заметили мы, как бы прожит еще один день. Друга, верьте, забот не заметили мы, как бы прожит еще один день. Гитара дружбы переходит к ребятам, прибывших к нам из Кубы! Большое спасибо! Смотри, как выпендрилась. Тоже мне. Опаньки, улов сам идет. Эй, пойдем танцевать. Зовет танцевать. Я не пойду, я танцевать не имею. Ты че, славей, иди. Ну, дурак. А иду. Понятно. Все по тонке сохнешь? Как красиво. Тебе не суетит. Ее вон после Хавьера на чернявых потянуло. А при чем здесь Хавьера и Соломатина? Ты чего? Семьи свалился? Все знают. Что знают? Что Соломатина на американку поспорила, что Хавьерушку нашего он концертмейстерши уведет. Что это? Ну, что это? Так это из-за нее, что ли? Александр Александрович. Так, пошли Грачеву. Ты что, обалдел? Пойдем. 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 Пойдем, как миленькая, пойдем. Не пойду. Устроили тут дуры. Человека из-за вас уволили. Человек, больно же. Отпусти. Не пойду я. Пойдешь. Пусти, кому говорят. Я его только поцеловала. Больше ничего не было. Честное пионерское. Все, хватит, Соломатина. Иди вещи собирай. Ну, пожалуйста, Александр Владимирович, ну, пожалуйста. Да, это ж такое ЧП. Если узнают, не дай бог. Как такое? Как это вообще? В голову? Ты, ты, ты-то чем думала, Кузина? Она поспорила. На американку. Я свяжусь с ее родителями и... Страшный сон. Это страшный сон. Я позвоню ее родителям, куплю билет и отправлю ее. Идите. Пожалуйста, ну, Геннадий Антонович. Ну, что ты? Давай. Спокойной ночи. Идите, идите. Ну, и сволочь ты, Кузина! Что случилось? Кто обидел такую красавицу? Ходьбу на месте. Начинай. Раз-два. 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 Сломатину выгнали. Слышала? Чего? Из лакеря? Да какое? Вообще из хора. Ничего себе. Чего, Сломатину выгнали? Раз-два. Да выпендривалась. Раз-два. Три-четыре. Раз-два. Три-четыре. Раз-два. Три-четыре. Раз-два. Три-четыре. И раз-два. И раз-два. Смотрите, Сломатина. Смотрите, Сломатина у колоколовцев. Смотрите, Сломатина. Чего себе, постахалка. Остываем ноги, чтоб не уставать в дороге. И раз! Александр Владимирович, ну, Александр Владимирович, вы знаете, как это называют? Это называется наглость и хамство, и либо Соломатина сегодня же едет в Москву, либо мы все. Александр Владимирович, вы правы, абсолютно. Это форменное безобразие, да. Но вы представьте, какой поднимется скандал, если вся эта история вдруг всплывет наружу. А? Несовершеннолетняя девочка и педагог. Ничего не было. Не было, было. Будем оправдываться. Было, было, не было. Ну, мы же не можем так рисковать. Конечно. Я обещаю вам, я даю вам слово. Когда мы приедем в Москву, я поговорю с кулаком, и он ее выгонит. Я все решу. Что вы решите? Объясните мне, что вы решите? Я не знаю, что я решу, я не знаю, как я решу. Но скажите мне, а вот ребята, что виноваты, а? За что мы их будем наказывать? Ну, вот вы мне скажите. За что? Сам Владимирович. Сам Владимирович, ну и Соломатина. Для хора, ей-богу, небольшая потеря. Это, кстати, правда. Александра Исаковна, мне очень нужно на почту. Я обещаю, что к завтраку вернусь. Честное слово. Да делайте вы, что хотите. Вот будет родительский день, тогда и приходите. Я вас понимаю. Ну и вы меня поймите. Я же специально из Москвы приехала, чтобы сына повидать. А мне хоть с Камчатки. Не положено. Ну, у нас режим. Ну, хоть фрукты я могу ему передать. Пожалуйста. А мне потом за эту дизентерию шею намыли. Идите отсюда, гражданочка. Ну, пожалуйста. Побыстрее, ребята. Не задерживаемся. Ребята, вы можете... Гражданочка, а? Долой непогоду! Платон! А, как там? По Бараджану! Поймали? Ура! Ребалом спортсменов! Привет! Левый! 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 Долой! Жалкие условности! Режим и порядок! Привет! Смотри, что принес. Балбей! Любовь! Илья! Стой! Ты что творишь, а? Ты что творишь? Ты совсем офонарил уже? Ну, хватай в полотенце! Что там? Дай, 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 дай! Что с обедом у нас? Шурак, кто не работает, тот не ест. Поговори у меня. Нет. Пап, ты знаешь, я решила, что хочу жить с тобой. Ну, у мам же аллергия на собак. А мы с тобой хотели осенью завести кого-нибудь с Лохматого. Папа, ты чего? Плачешь? Папа. Дым просто. Папа, ты знаешь, я знаю, может стать, что смерть, ты найдешься на пиванах, но все же, где от смерти не вели. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Сними с плеча свой верный карабин. Здравствуйте. У вас комнату нельзя снять? Нету комнаты. Занято все. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь можно комнату снять? Ой, тут все зоны свободного угла не снимешь. Пошли. Извините. Всего доброго. Пошли, пошли. Здравствуйте. Проходи, проходи, мой дорогой. Очень рад, шаг. Проходи, садись. Здравствуйте. 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 Мамлет. Ну что ты, где ты, Азиздян? Люди ждут. Иду, иду, иду! Что без меня шашлык пожарить не можете, что ли? Пять минут подождать ее! Гамлет, Гамлет, все время Гамлет! Здорово, фраер! Отчехался? Петр Ильич, чайку не желаете? Руки ватные. Ничего, так всегда бывает. К вечеру отойдет. Да-да-да. Девушка, Дмитрий Хавьер уволился. Да больше месяца уже. Товарищи артисты, нараспепку, зовите там всех скурильщиков. Мира приехала? Звонила, подождите. Сказала, у нее ангина? Голосами. Ага. А ангина у нас на море морской водичкой лечится? Угу. А девушка, вы там еще? Я же сказала, он уволился. Из общежития выехал. Давайте, давайте, поднимайтесь. Фузер, ты же не знаешь, где Хавьер? Давно не видел. Хорошо. Так. Варвара Волгина. Да, до свидания. Варвара… Варвара, Варвара. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Ой, не дойду. Мы сейчас поднимем, позвоним и пойдем. Хорошо. Хорошо. Удачи. 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 Кисенек, вторая. Кисенек, вторая. Бегу, бегу. Не отключайте, Кисенек. Бегу. Представляете, ребят? Советская промышленность уже изобрела обои самоклеящимся слоем. То есть, достаточно буквально облизнуть клеящуюся поверхность и все. Жур, ты там в трудящемся. Оставь. На донышке, а? Ага. Журик, а где ты эти шутки вычитываешь? Чтобы отважный охотник никому больше не добыл птицу, которая приносит счастье. Вертольна, вы такая умная. Нет, котенок, Вертольна не умная, Вертольна начитанная. Юра Анатольевна, не прибедняйтесь. Мы у вас всем физматом списывали. Девушка, вы почему такая грустная? Извините, вы не знаете, здесь кто-нибудь комнату сдает? Комнату? Мам, девушка, комнату ищи. Никакая курортная вертихвостка здесь жить не будет. Простите, простите ее, пожалуйста, я сейчас все решу. Нет, за два рубля в день комнату сдаю. Ой, это для меня очень дорого, извините. Ну хорошо, простите. Мам, у девушки даже денег нет, понимаешь? Абагар с рук вахчика. Посудомойка официантка пойдет. А какой посудомойка? Ты посмотри на нее. Я согласна, спасибо. Калерка, подписывайтесь. В том году было гораздо лучше. Котенок, аккуратно, это собака. Привет, привет, собака. Поработим, пареньшика. Катюш, аккуратно. Эй, товарищи, товарищи, прекратите беспредел. Что ж вы шпоханали? Жора, сколько тебе влезает, я не понимаю. Не надо, сколько и влезает. А что такое? Вот, видел? Катюш, Катюш, аккуратней. А как ты думаешь, дыни по голове больно? Эй, официантка, долго тебя ждать? Это угроза? Да. Бегу, бегу. Ну, иди на место. На место. Иди на место. Где ходишь? Тарелки надо убирать. Что надо протирать? Ну, иди на место. Ну, ты該. Субтитры создавал DimaTorzok По просторам и конечно припевать Лучше хора, лучше хора, лучше хора Спой-ка с нами перепелка, перепелочка Раз иголка, два иголка, будет елочка Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка Раз словечка, два словечка, будет петенка Вместе весело шагать По просторам, по просторам, по просторам, по просторам И конечно припевать Лучше хора, лучше хора, лучше хора Вместе весело шагать Отлично, так Хорошо, к этому завтра вернемся Договорились? Текст все выучите Хорошо Теперь следующая вещь Вы ноты раздали? Да, еще вчера А вы, Мария Приготовились Еродна какая-то Сплошные картошки Ага Так, это общий вокалист, будет еще соло Впрочем, я не уверен, что кто-нибудь из вас может с ним справиться Это все-таки гениальный выбор Варвара Степановна Будьте добры, у меня в комнате на тумбочке ноты Принесите, пожалуйста А как же, я закомпонирую Сейчас все учим партии по голосам, а солиста я объявлю позже Можем Внимание, прошу вас Он с ума сошел Это невозможно спеть Внимание Работаем Рты открываем На меня, на меня Отряд в лагере кипаристов Разрешен быть в море Отряд в лагере кипаристов Все поют А кто мы? Булаковцы молодцы В море лезут, как дворцы О, а грачосты все поют Привет, Габрила Не отвлекаемся, не отвлекаемся Смотрим в ноты, пожалуйста После этой истории с Барышниковым Нас чуть ли не рентгеном будут просвечивать Все души на подкоме вынут Ну, ради Америки Можно и потерпеть Нира Выходи замуж, а? Валера Неужели ты решился? Я решился Ты прекрасно знаешь, что... Надо дождаться, чтобы Литка школу закончила Черт Который час? Не знаю Что? Уже вошли? Ну, а что, может это? У окошка прыгаешь? Из райздрава звонят Обзвонились уже Нет же никого Вымерли все Или в спячку впали Я всю ночь на посту Да знай я на каком ты посту Где распадка похожа? Вы, я вижу тут главное Выписывайте меня из вашей богадельни И побыстрее Это новенький Тот самый Я вам рассказывала Так, значит, хулиганим, да? Это неправда Голубчик, у вас нет показаний по выписке Вам нужно лежать Вот когда давление нормализуется Вы не имеете права держать меня насильно Я требую Немедленно требую Немедленно Выписку я тебе не подпишу А если будешь скандалить Надя То что? Ты чего, дед? В ПНИ захотел? Пнои Чего? Тихо, тихо Что такое ПНИ? Психionyровый Шпидиспансер, боже упаси! Они меня плохо знают. Сегодня же меня здесь не будет. Петька! Любимов! Ну, за встречу грех не выпить. Держи. Держи, мать-ка опять забыла. Шкафчик закрыть. Ну, профессор не употребляет. Так что, как говорится, будем. Давай. Чего будем? Где будем? Здесь будем смерти дожидаться? Вы че? Вы че, совсем что ли обалдели, мужики? На. Будем. Ты-то вспомни. Ты же нас под вязьмой из окружения выводил. Ты не ори. Выживаем, как умеем. Вариантов у нас мало. Тут лучшее, чем на улице. Вариант у нас один. Бежать отсюда. Отбегался я. Петь. Понятно, что только вперед ногами. Вот так вон, да? Строхнули, значит. Понятно. Доживайте, мужики. Доживайте. Но без меня. Я здесь не останусь. Спать, спать по палатам, пионерам и вожатым, пионерам и вожатым, спать, спать, спать. Бред какой-то этот тихий час. Антоха, ну что с вами? Мы дети, что ли? Да ладно тебе. После сытного обеда по закону Архимеда полагается что? Поспать. Оп. Ну давай уже, ходи. Да погоди. Я думаю. Быстро все встали. И за мной. Что, опять репетиция? Я кому сказал? За мной. Репети, за мной! Вперед! На море! И главное, в тихий час! Интересно, какая тут глубина? Так, меня ждем? Ну? Александр Владимирович, поздно? Приготовились! На счет три! Раз! Два! Три! Вперед! 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 Ну, а ты что? Да не умею я плавать, да и плавок у меня нет. Ах ты паразит, а, на него ты посмотри, а, это же кухня, куда ты собак свою привела, еще раз его увижу, убью, паразит, а, ух! Ну, что, паразит? Новинка сезона, арфы нет, возьмите бубен! Когда летом на рассвете загляну в соседний сад, там с мулянком Молдава разобирает виноград. Я краснею, я пленею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою, звуки летние встречать, раскулявый! Подождите, ну, что вы делаете? Десять часов, отбой! Ну, хороший фильм, люди смотрят, ну, что вы! Дедуля, у нас режим, ясно? ...клён, зелёный лист вернул, Я был влюбленный, и смущенный перед собой, Клёв зелёный, на клёвку дыряный, Я расудрявый дырной. Что за концерт? Что тут устроили? Прекратите! Разошлись по палатам! Немедленно прекратите! Надя, ну-ка! Разбаритесь по палатам, немедленно! Разбарите! Надя! Массима, кстати, известный журналист и аккредитован в Москве. Не-не-не, это неправильно. Известный в узком круге, как вы говорите. Да. За знакомство. О, кто к нам пришёл! Ослепительная Мирочка! Прошу к нам, к нашему столу, прошу. Массима Джеротти. Прейгу. Лея, белиссимо. Я уже готова падать на колени и просить ваши руки. Но вы, я католик, я уже безнадёжно женат. Ну, а с Джеком Синельским ты знакома? Нет, пока ещё нет. Ты что? Легенда, живой классик, богат, знаменит. Ужасно, одиноко. Майский завязанный. И временно холост. Мира. Евгений. Дело в том, что человеческий голос – это самый совершенный в мире инструмент. Он может выразить любую эмоцию. Любовь, ненависть, страдание, зависть. Но для того, чтобы это произошло, надо научиться остро чувствовать самому. Любить, ненавидеть, страдать. Когда человек поёт, он, он честен. А страдать зачем? Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою. И всем казалось, что радость будет, что в светлой гавани все корабли, что на чужби неусталые люди светлый покой себе обрели. Держи. Пойдём. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Привет, дружок. Ты прости, у меня ничего нет. Я тебе в следующий раз принесу. А это ваша собака? Да. Привет. Это вы здесь что? Живу и вот работаю. Киша в Орлёнке. Киша в Орлёнке. Да, я знаю. А я из хора ушла. Мы тут недалеко, на диком пляже отдыхаем. Ну, что ты стоишь? Иди работай. Ну, что стоишь? Ну, пока. До свидания. Катя, наверное, не стоит никому говорить, что ты меня встретила. Угу. Угу. Спасибо. Да нет, конечно, я сам должен был тогда ей всё рассказать. Я... Я пытался, но... Как же она могла поверить в такое? Хотя она такая у меня, да. Руби с плечами, всё. А вы-то сейчас где? Да, так... Спасибо. Как-то... Так вы молодец, что вы мне позвонили. Я на днях знакомого артиста встретил, а он мне сказал, что Варя... То есть Варвара меня искала. А знаете что, Дима? Оставайтесь у меня. Оставайтесь. Поможете мне на рынок сходить, а я вам перхов набегу. Всё. Договорились. Покрашу это время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юр, пойдём. Ну что? Пой. Пой. Пой так, чтобы солнце взошло. Пой. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вадим Игоревич! Пап! Я на минутку к сыну. Простите. Пап, привет. А я хотел тебе сюрприз сделать. Ну, с днем рождения! Подарок в машине. Отлично, пап. Тут такое дело. Послушай, мне тут... Сын, это ты меня послушай. Я ведь специально прилетел за тобой. Через месяц мы должны быть в Лондоне. Билеты я уже купил, так что отпоете, собирай вещи и пулей в аэропорт. Лимузин урчит у подъезда. А как же мама? Мама в Москве ждет, в чемоданах. Вещей набрала кучу. Я говорю, ну зачем столько? Там все купишь. Нет, говорит, нет. Пап, послушай, тут такое дело. Ты должен нам помочь. Чего тебе? Простите, а Грачев не выходил? Грачев? Грачев. Ты тут сегодня целый день шастаю. Туда-сюда, туда-сюда. Всех не упомнишь. Ну что, Юра, спели про мальчиков и про зевочек? А? Нет. Нет? А что так? Мы без вас ничего пить не будем. Они погоню запретили. Слышал? А мы что, кроме погони ничего не поем? А теперь в исполнении московского детского хора прозвучит новая песня «Сколько нас». Соловьёв где? В туалет пошёл. Норионов, поёшь один? А... Русина древная, подожди степлен. М?! Что у вас происходит? Сейчас, сейчас всё будет. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают А твой-то сын где? Кто ж его знает? А что, мне нравится? Могу когда захотят Слушанные талятсков парят О, великая наша земля О, великая наша земля Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хватит тебе жрать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ильич, прошу Спеть-то оно, конечно, можно, но инструмент мой в ремонте Люба, принеси А что, если дорожку фронтовую? Дорожку фронтовую С удовольствием Через горы, реки и долины Сквозь фургу огонь и черный дым Приходим сразу после концерта Сзади через полку Объездяя мины По путям дорожкам фронтовым Ну, фото для газеты Молодые советские инженеры На политинформации Радио Свохотов Жур, ну заткнись Все возможности для потомков Только бы не расстроить Своего путного существования Не осталось у нас ни твердости Ни гордости, ни сердечного жара Эй, ну стой Отстань Погоди, погоди, погоди Ну куда? Ну что ты жал? Я что-то поинтереснее Дай, дай Е-мое Глушат, гады Ладно Катюш, отнеси папе Ну что, давай наливай В общем, надо будет найти полный текст Называется Жить, не положи Ай, молодец Правильно, конечно Попрятнусь все по норму Моя хода скрайла Как суслики, попрятнусь Наливай Это мне? Ну что, Вертой Позвольте вас, так сказать, пригласить Господа Это вам не лезгинка Отбивыш Папа, ну ты, если хочешь курить, кури Передай Ты из-за нее такой Слушай, кошка Когда ты успела так повзрослечь? Пап, ты прости меня Я просто думала, что вы с мамой еще Все проходит И это пройдет Ну нет, это неправильно Она здесь Я ее видела Только Она просила ничего не говорить Где она? Она работает уборщицей в шашлычной «Ласточка» Шор, отдохни Я отдохнул уже А мы его от вас возьмем и не отпустим Ну в кои-то веки к нам такой артист приехал Ну что же вы даже чаю с нами не попьете? Пирожки горячие Тортик, сказка свежий Ненадолго, мы вас очень просим Пирожки, говорите? Угу Заманчиво, конечно Ну ладно, уговорили Как говорится Споем в узком кругу Только, девушки, давайте так Можно я вот у вас папироску стрельну И пойду покурю на балкончике А потом сразу к вам А мы пока чайничек подвеселим И цветочки прихватите, пожалуйста Хорошо Спасибо А вы быстренько потом ко мне Там в кабинет в конце коридора Гриша, возьми у артиста гитару Отнеси в мой кабинет Чтоб он от нас не сбежал Справитесь? Думаю, да Динка А с тобой можно в разведку идти? На джорзии лежите Все в ажуре, все в ажуре Мы без арматуры моем Ручонки, все помнят Ну что, документы у нас? Все Отлично Петр Ильич Там в начале главной аллеи Будет ждать Ольга Ильинична В начале Да Понял Вот родяйся, у нас никаких концертов не было А тут прям большой театр Че Сбородский Слушай, Саранча, давай так Ты нас не видел и мы тебя не видели Идет? Послушайте, товарищи Кто, товарищ? Тише Это недобитая в охре, товарищ Еще развехнешь я тебе Ну все-все-все, обратнички Давайте-ка собирать фаны Ну дела Возьмите Спасибо В каждой соревновании Известному журналисту Максиму Широтти Прошу, пожалуйста Спасибо Ну что сказать Браво Брависсимо Маэстро Грачев Ваши кор Пьет Эта сложная музыка Верди Просто потрясающе И еще раньше В церкви Дети пели И откуда спрашивается Они это знают И вот этот мальчик Солист Он пел как ангел Прошу вас На бис Спасибо Товарищ Жиротти Быстро пойте что-нибудь наше Из советского репертуара Ну Погоня из Неуловимых Прекрасно А теперь Дорогие друзья Наши победители Исполнят Любимую всем песню С кинофильма Неуловимые мстители Товарищ Пойдемте Товарищ Товарищ Жиротти Пойдемте Ну они у меня Споют Еще и попляшут А где твой Герой-то Солист А? Где сын-то твой Самому интересно Извините Я сейчас Хороша песня Усталость забыта Голышется чад И снова копыта Как сердце стучат И не на погоне Гори Дожид Погоня 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 Горячей ..грови Погоня 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 Горячей Гради Куда? Да пропустите его, срочный вызов Знай я ваши срочные вызовы Разъездились, поесть покойный недодумок Песня на камере, не надо успеть Сразиться с врагами И песню допеть И в этом покоя Морила живи Погоня, 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 погоня С горячей крови Погоня, 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 погоня С горячей крови Лариса! Кого там принесло? Лариса! Какой Лариса? Нету, нету тут никакой Ларисы Да он врет Эй, тихо! Мама, вызывай милицию! Успокойся, она уволилась и ушла Куда ушла? Откуда я знаю? Ты вообще кто такой? Я муж ее Слушай, взяла вещи, взяла собаку и ушла Кать, пошли Ура! 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 Оля! Оля, мы здесь! Быстрее, быстрее! Да шевелись ты скорей Ура! Удачу поверьте И делать концом Да здравствует ветер По морим лицом И нету погоня С горячей крови Погоня, 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 погоня С горячей крови С горячей крови Огонь тревоги! Проезжали КПП! Ура! Товарищ Грачев, вы несете ответственность за детей. Несу, только Кеша ваш сын, избежал он после вашего приезда и после разговора с вами. Мы с вами еще поговорим, но не здесь, в другом месте. Вадим, не нам всякого. Да ладно! Найду я этого пацана. Видишь, всех на уши уже поставил. Уверен, что это дело одного-двух часов. Так, нам надо поговорить с ребятами. Так идите и говорите! Можно вас на минуточку? Что еще? Что? Ну, говорите уже, говорите! Это может быть не мое дело, но здесь... в поселке ваша жена работает, но мама Кеши. Может быть, мальчик к ней побежал? Мама! 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 Мам! Мальчик, ты чего кричишь, а? Ты не видишь, написано, санитарный день, кафе закрыто, все. Ларису Сергеевну позовите, пожалуйста, я ее сын. Мама! Не кричи! Эту ее, уволилась она. То муж, теперь сын. Какой муж? Подождите. Тикарь бородатый, вон там, на диком пляже живут. Там и мама, и папа, и все остальные. Иди уже отсюда. Там лета здесь чан, оба эти люди, иди, 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 иди спать. Словно в степи сосна, словно в году весна, нету другой порой, Иди к тете Верри, я сейчас подойду. Лизы туманами, дальними странами, время провода. Андрей! А! Нет ее нигде, я полпоселка обошел. Пошли! Куда? Пошли, пошли! Куда я пить хочу? Подожди! Пробежимся! Вот я в этом день. Чтобы окончать все в порядке. Укрытие дочери... Геша, давай рассуждать логически. Она могла улететь в Москву? Могла. А сын-то ее здесь, в Орленке, правильно? Тогда почему она работает в этой, в этой, в этой жуткой шашлычной? Почему она не живет в санатории или пансионате каком-нибудь? Значит, от мужа она ушла? Или я с ума скажу. Ты можешь мне объяснить что-нибудь, старик? Куда мы идем? Как думаешь, Ветров? Зачем человеку нужны друзья? Зачем? Угощайтесь пирожки Заманы Петла. И чай. Хозяйка. Ну вы даете деды. Ольга Евгеньевич, а куда едем? К вам? Конечно, ко мне. Чего тебе? Ты к тебе, всю эту ораву к тебе, о чем ты думаешь? Не-не-не-не-не-не. Всё, мужики, давайте, думайте, куда ехать. Бери. А, Федя, только у тебя ж дом Федорина. Был? Что значит был? А сколько я там не был? А кто его знает? Да ладно тебе, Куркуль, всё, едем в Федорина и всё. Лариса, Лариса Сергеевна, больше не могу служить, мама, собирай вещи, это не дом, а проходной двор какой-то. Я вам сейчас такой Ларису покажу. Слышу. Ларионова Лариса Сергеевна здесь? Я её муж. Ещё один муж. Скресим наши шпаги не ради отваги, а ради дружбы в нашем отряде. Друзья, давайте-ка. Минутка соцарта, пожалуйста, сюда. Сильман, скажи, кому памятник-то у тебя? Может, это я? Нет, Жора, для этого нужно создать, что не бессмертное, или стать бессмертным. Это аллегорическое олицетворение хтонического ужаса. Я, Вера, Соль. Минутка соцарта, Минутка соцарта. Моих товарищей. Только шокируй зрителей. Долженственно обещаю. Не поймите, это же преодоление. Это реки соцарта. И всё любить? Батюшки, а где ты её нашёл-то? В море, что ли, было? Нет, парки на лавочке. Шутник. Ребят, это моя Лариса. Здрасте. Здрасьте. Добрый вечер. Здрасьте. Добрый вечер. Ну, что застыли? Сильно, давай. Акрова была. На сайте подраны. Внимание, внимание. О, смотри. Давай. Давай. О, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Так, так, так. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один! У-у-у! О-у-у-у! О-у-у! О-у-у! О-у-у-у! О-у-у! О-у-у-у! Чао, чао, чао! О-у-у! 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 Ребята, кажется, нас сейчас будут арестовывать! Это будет прекрасный хэппининг! Подруга, давайте на другую другую уходить! Уходить! Мы разыскиваем некую Ларионову, Ларицеву Сергеевну. По нашим данным, она находится где-то здесь. Товарищ старший лейтенант, вы понимаете, мы рады бы вам помочь, честно, но вот, к сожалению, Ларисы у нас нет. Есть вера, надежда, любовь? Ленин, партия, комсомол? Мир, труд, май? Есть! Выбирай! Так, хватит здесь Ваньку валять! Обыщите здесь все! Есть! А на вашем месте, граждане дикари, я бы убрался отсюда поскорее, и мусор с собой забрал. Это произведение искусства у нас. А мусор тут один. Чего? Понятно. Гражданин, вы арестованы за оскорбление и за хулиганство. Так. Руки, 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 руки. Руки, руки, руки. Во-первых, это вы оскорбили мое произведение искусства. А во-вторых, бегаю я быстрее, чем вы… Вставай вперед! Вставай! 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 Первый, первый, я седьмой. Нашелся мальчик. Александр Владимирович, там Кешку вернули с милиции, я видел. Я знаю. Они сегодня первым рейсом летят в Москву. Но он не хотел ехать с отцом. Угу. Это… Это дело семейное. Семейное? Значит, пусть человек пропадает, да? Кеша, ты не мог не заметить, что в последнее время наша мама себя как-то странно вела? Скандалы, истерики, история эта… Потом сорвалась, уехала сюда. Я думаю, что болезнь начала прогрессировать. Тебя не удивило, что наша мама, которая ни разу в руках тряпки не держала, устроила здесь посудомойкой в какой-то клоповник? Это… лечится? Я консультировался со специалистами. Они говорят, что все возможно. Я устрою ее в лучшую клинику. А с Ветровым? Она тоже? Из-за болезни? Ну… Понимаешь, сынок? Может быть, ей кажется, что они все еще школьники? Я не знаю. Сын, я обещаю тебе, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Пора. Поехали домой. Пока, Соловьев. Пока, Соловьев. Хорошо поешь, Соловьев. Так, осторожнее, осторожнее. А? Убивайся. – Вот сюда. – Осторожно. Ну че, алмаз нам? Иди, 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 шагай. Батюшки мои, глазам своим не верю. Цветков. – Федь! – Ну? – Федор! – Да? – Живой! – А ты че мне сделаешь? Ты че? – Господи, я думала воры. – Какие воры? Все свои ребята. – Ах, живой! – Ну? Ну, Ленька-то, племяш твой, а? – Че Ленька-то? – Да поразит. Он же сказал, что ты в больнице зимой помер. – Ленька? – Да, и бумагу нам показывал. Так мы тебя тут и отпеть успели, и поминки исправили. О как! Ну, считай, что я с того света явился проверить. Мадам, я прошу прощения, а могу ли я воспользоваться вашим орудием? – Топором? – Да. Благодарю. Благодарю. А это… Что за люди-то? Артисты. Ну? Ну что, гости дорогие, чем богаты? Че делать-то будем? Че делать? Жить помаленьку. Ну и ладно. Дороги назад у нас нет. – Это точно. – Идти нам некуда. Нигде нас никто особо не ждет. Так шо, мужики, остаемся здесь. Милости просим. А че приуныли-то? Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорожкам фронтовым. Дорожка фронтовая, не страшна мамбежка любая, А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Будь до нас Берлином, между прочим, Был, друзья, не легок и не скорый. Шли мы дни и ночи, было трудно очень, Но баранку не бросал шоферник, пусть дорожка. Фронтовая, не страшна мамбежка любая, А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским людям И это песня, мало ли, не в намек. Мы ж не позабудем, сколько жить не будем, Фронтовых и съезжанных дорог. Фронтовая, не страшна мамбежка любая, А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Вот так! Ну, вот за это и выпьем? Давай! Проходите! Алексей Петрович! Профессор! Садитесь с нами! Садитесь! Сейчас мы что нальем? Это чтоб я застил столом с этой гнидой! Митя, ну, кончайте дела, а? Мы что, нелюди, что ли? Действительно. И поешь. Как следует, наконец, поешь. Вы абсолютно правы, Петр Ильич. Кто не желает поднять упавшего, тот падет сам. Ребята, чемоданы... Юрка! Славьев! Осторожно! Привет! Привет! Ты откуда здесь? Где Ларенов? Кешку забрали уже. Его отец увез. Как увез? Куда? В Москву? Меня его мама послала. Слушай, тогда передай ей, что Кешка не хотел с отцом ехать. Он сбежал. Его с милицией искали. Ночью нашли и сразу его увезли. Передашь? Что здесь у нас происходит такое? Контакты с посторонними запрещены. Она не посторонняя. Давай иди в автобус. Твои сейчас уедут без тебя, а потом будешь бегом догонять. Пока! А вот вам озончик. Я пролетаю. А мы сейчас раздуплимся. А мы сейчас тебя, Николай Николаевич, зарыбалим. Балим! Отдает. Легко на бабай. Кать, ну ты не слышишь, я тебя кричу, кричу. Мам, ну Машу еще не звонит. Маше туда обедать надо. Пойдем. И Маша пойдет обедать, и мы пойдем обедать. Все уже готово. Давай. Ну вот. Твой ход. Ага. Эй, ходь. Я, 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 я. Я на розливе. Какой ход? Выиграл. А? Вперед, дай. Выиграл. Ну, здоров. Как отдохнул? Нормально. Мы на конкурс ездили, выиграли. А я на сборах был. Нас там Горыныч на смерть гонял. С утра четыре километра, потом завтрак, тренировка, обед, тренировка, а вечером футбол до потери пульса. Не море, конечно. Но зато не жарко. Ну да. Вы, говорят, переезжайте? Ну да, в трехкомнатную. Зайкинска. Отдельная квартира. Комната своя. Ну да. И этот, мамкин с нами. Скоро едете? Скоро. Мать уже собрала все. Сейчас деда из санатория дождемся и приезжаем. Из какого санатория? Он же в этом доме специальном для стариков. Оттуда обратно не едут. Да это Зойка всем разболталась. Наша бабка теперь тоже каждый день ноет, что ее того сдадут. В стыду. Боря старался, он устроил его в лучший санаторий. В дом престарелых? Он там встретил своих друзей и решил остаться. Я вам что, железное, а? Пошел с утра до ночи, не спамши, не жранши. Я же стараюсь, чтобы все как у людей. Люстру с весюльками купила. Ну и живи со своей люстрой! Что? Что ты сейчас матери сказала? А ну-ка иди сюда, поганец! Ну и что ж жрать, мы сегодня не будем, нет? Ну и тебя опять inchescu и я не молода confess Бабушка. Я дома! Варенька. Это ты? Я, Марья Дмитриевна, а вы не знаете где бабушка? Так она, это, Оля, уехала. Как уехала? Куда? Так они сказали, что уедут, но куда, не помню. Этот еще наряжался, часа два из ванной не вылазил. А за воду-то мы поровну платим. Подождите, кто он? Мужчина пожилой такой, с палочкой, да? Нет, молодой, симпатичный. Пришел как-то ночью, ну, и жил тут. Как жил? На раскладушке. Раскладушку все таскал. Ничего не скажу, обходительный. Картошки принес, луку с базара. Ничего не понимаю. Вот бабушка. Неужели нельзя было сообщить? Так она звонила, звонила. Сказала, что сказала? Марья Дмитриевна, дорогая, пожалуйста, вспомните, что она вам сказала? Не помню. Вот не помню совсем. Ну, пожалуйста. Я же тебе сказал, не положено. Давай, давай, марш отсюда. У меня здесь дедушка. А у меня бабушка. Топай, топай. Юрец, иди сюда. Чего? Угу. Ну, ты не ж как голова. А то. Куда теперь? Ну, он туда пошел. Проходим, товарищи. По одному не толпимся. Не создаем помех движению. Давайте, давайте, давайте. Поживее. Вперед, товарищи. К светлому будущему. Давай, Молоскова. Ну, давай, шевели поршнями. Лежало бы, если не можешь. Давайте, давайте, товарищи. Поживее. Товарищи, у вас час. Кто не успевает на обед, тот у нас нагуливает аппетит до ужина. Где, да нет, нигде. Где он? А вдруг он? Пошли спросим. Здравствуйте. Здравствуйте, мальчики. Простите, вы случайно не знаете Петра Ильича любимого? Петеньку знаю. Так улетели они, птички наши. Как это улетели? А куда улетели? Понятно, куда. Полетели солнышку радоваться. Жизни свободны. Птички наши. И Петенька с ними. Спасибо. Пожалуйста. Вам. Два томатных и пломбир. Я не могу. Ты точно мороженое не будешь? Да нет, нам еще нельзя. Певец. Два томатных и пломбир. Можно потом скукнуть? Угу. В стакане томатной сольки. Я буду... Подождите. Попоним. Держите. Вам. Где ж детство, а? С кем он в последний раз общался? Точно. Нас дружки же нет, да? Все, не знаешь, как без дружки звонить? Подержим. Учись, салага. Да, бабушка. Да, здравствуй, Юра. Что-то случилось? Подожди, ничего не понимаю. Как сбежал? Ты где, Юра? Ты можешь сейчас ко мне прийти? Все, я тебя жду. Ну, бабушка, где она теперь? Ой. Горе луковая. Горе. Точно. Оля, когда звонила, я еще подумала, стихи такие есть. Детские. Ну, у этого он еще про умывальник написал. Корнея Чуковский? Да. Да, правильно. Вот, Корнея Чуковский. И еще у него есть это стихотворение про старушку-то с тараканчиками. Федорину горе? Федорина горе, да. Федорина. И что? Деревня. Вот Оля, когда звонила, сказала, что туда уехала. И просила тебе передать, чтоб ты не волновалась. Федорина, значит. Нет, ну каждый раз прошу забирать вовремя. Как будто только им надо домой пожрать купить. А я как выбираюсь отсюда, все уже закрыто. У тебя уж последняя осталась. Ну так беги, я ее если что в круглосуточную. Ирина Федоровна! Ой, простите, нас меня задержали. Да чего уж там. Свеженькие, тепленькие. Спасибо. Теперь уж и в Улушку бежать не надо. Наташ, ты чего сидишь? Мама пришла. Наташка, давай собирайся. Никуда я не пойду. Мы с Андрюшей в круглосуточной группе переночуем. Наташ, ты чего? А ну собирайся, иди к маме. А и пускай остается. Мы завтра в новую квартиру поедем. Она пусть здесь сидит. Пошлите. Дмитрий Хосеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Варя. Здорово, Юрка. А где дед? А вон он. Юр! Юрка! Юрка, здравствуй, дорогой. Ай, ну ты смотри, вымахал как. Мужик он стоящий. Как я по тебе соскучился. Дед, так вы что, сбежали? А как ты думал, конечно, сбежали. Вот, в такомся, вся наша шайка-лейка. Вот профессор у нас главный. Да. Это Митяй. Это Леша Саранчук. Это дядя Федор. Я о нем тебе много рассказывал. Ражаю! А это внук мой, Юрка. Певец молодец. И, значит, тоже принимали в этом участие. А что, мы снова на «вы»? Варя! Бабушка! Ну, как ты могла, я же волновалась. Ой, ты мой хороший, ну прости. Ну, как ты так? Спасибо вам. Здрасте. Спасибо, здрасте. Дорогие гости, замечательно, что вы приехали. Отдохнете и поможете. Так что давайте, подключайтесь. Смотри, Юр. Ольга лично в райцентр собралась. Таблеток там, лекарств какую-то купить. И харчей. Вот поедешь с ней. И по морочках, мужчину с сумками там, все. Да? Договорились. А вы, молодые люди, идите-ка на рыбалку. Да, да. Я там удочки старые нашел. Возьмешь, червей накопаешь и вперед. Дядь, давай лучше я на рыбалку. Давай, Соловьев! Приказы не обсуждать! И чтоб с рыбалки без рыбок не возвращал. Черт! Ой! Да. Да. Вот тут комната Соловьевых. Ин, к тебе. Проходите. Здрасьте. Здрасьте. Спасибо. Нина Петровна. Соловьева. Да. А что случилось? Как же так, Нина Петровна? И не стыдно вам? Двое детей. Отец – герой войны. Характеристика с хлебозавода пришла положительная. А вы, какая-то, извините, кукушка, семьи чужие разрушаете. Детей малолетних отца лишаете. Значит, свою семью не уберегли. Развелись. За чужую взялись. Какую семью? Какую? Крепкую. Советскую семью. Семья Калины. Бориса Николаевича. Жена. Двое сыновей. Четырех и шести лет. Проживает в городе Рязани, улица Липкнахта, дом 8. Вот, к нам пришел сигнал на автобазу. От законной супруги вашего, извините за выражение, сожителя. Ну ты, профессор, сколько их языков знаешь, а? А по-нашему так и не научился разговаривать. Все бухтишь, туманишь. Ты калекай по-простому. А то у нас на зоне, знаешь, с такими что? Волохали, да, гвоздырили, христосили. Жалели по зенкам, да, по чердаку гладили. Так что ли? Ты что? Тоже чалился? Пятьдесят восьмая, часть вторая. Десять лет у свымлага, Митенька. От звонка до звонка. И молчал. Ну ты знаешь что, я тут без тебя справлюсь. Ты иди. Иди. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. А цари земные принесут в него славу и честь свою. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А это что такое, а? Эй, вы, убирайтесь отсюда. Это наш дом. И участок тоже. Приобрели на законных основаниях. Граждане, покажите мне документы на этот домик. Какие у них документы? Не цыть, босявка. Ленечка, здравствуй. Не узнаешь? Племянничек родненький. Не узнаешь дядька родного? И похоронить успел, и дом продать, и не узнает. А племянничек, а? Вот молодец. Че задергался? Ну это мой, это мой дом. Да ну. Спасибо. Вот у меня дарственная, дарственная. А кто тебе дал эту дарственную, радость твою? Я по закону имею право на это имущество. Я не знаю этих людей. Я тебя, гаденыш, сейчас за твои слова и за дела твои. Я так сейчас скудил. Все по закону здесь. Это по закону. Понимаете? И по закону, и по совести. И дом мой, и земля моя, пока я живой. И без его, ведомо, сюда никто не сунется. Это ясно? Извините, сейчас все будет хорошо. Присядьте в машину, я вас очень прошу. Сейчас все решим, сейчас все решим. Весь вопрос решен. Садись. Давай, 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 давай. Будешь, пап? Племянничек. Вот падла, да? Как я могла подумать, что ты... Все, забыли. Слушай, я очень хочу, чтобы мы были вместе и никогда не расставались. Там, кажется, плюет. А мне все равно. А если мы ничего не поймали? Ты что, правда, думаешь, что они нас сюда за рыбу отправили, да? Зря они звери. Держи. Не буди лихо, пока она тихо. А не дождемся. А не дождемся. Да? Да? Не буди лихо, пока она тихо. Дождемся. О, ну-ка. Зови. Рабоньки, вы поглядите, а? Ага. Ах ты, скотинюка неблагодарная. Заживо дядю покоронил, а сам... Да чтоб тебя на том свете черти на сковородке без масла жарили. А ну-ка, Михей, поворачивай назад. Я вас предупреждаю, если не уйдете с моей земли, сейчас вы увидите. Опять без тебя не потерять. Успокойтесь. Умоляю вас, так же нельзя. Люся, беги, беги за Степкой. Давай, Михей, давай, вперед. Так, бабоньки, вы в стороне держитесь. Ну что, братцы, мы фашисты не побоялись, нам этой мрази боятся. Стыдно как-то и нехорошо, так что? Ну, ну доди. Давай! Давай, Михей! Дед! Дед! Что случилось? Что пришлось? Ты что-то стоишь, сказал же, поедешь! Сейчас, сейчас! Ставитесь! 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 Ладно! Профессору плохо! Кулинарий Васильевич, кто-нибудь быстрее! Да поищите кто-нибудь воды! Да лекарства надо, лекарства! Профессор, не лень пьется! Да, профессор! Как же так? Воды! Доктор Шинду, сделай что-нибудь! Оля, что с ним? Видел я новое небо и новую землю, и чистую реку, светлую как кристалл! Не успели! Не успели! Ото что? Как же там? Как же там? Боже! Боже! Что глазы завидют, что глазы завидют, то руки заграбют! Аллилуйя! 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 Слава тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Вместе весело шагайте, по просторам! По просторам! По просторам! И, конечно, прип case! Лучше хоро! Лучше хоро! Лучше хора Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка Раз иголка, два иголка, будет елочка Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка Раз словечка, два словечка, будет песенка Везде весело шагать по просторам, просторам, просторам И, конечно, припевать, лучше хора, лучше хора, лучше хора, лучше хора Нет, говорит, мама, я после войны в институт пойду Есть, говорит, в Москве такой институт, где на поэтов учат Я мой, я ему говорю, Павлович, да много вас таких А он говорит, нет, мама, я один такой Молодец, на своем настоял Настал? Настоящим поэтом Да, хорошие стихи пишет Ой, как у них там перерыв случается Он сядет и пишет про товарищей своих и про небо Да, и мне посылает Вот, мам, новое стихотворение Ну, ладно Только маялась я, пойду я Спасибо вам Юрочка, отнеси посуду под дом Давай, отнеси Хорошо Ты, мужика, ты держись Хороший мужик Павлушка Сыд ее в сорок третьем погиб Под Новороссийском Двадцать лет ему А как же она сказала, что он стихи пишет? И она ему пишет Той почты давно уже нету полевой Она и пишет, и пишет, и в ящик кидает Одежу покупает ему По моде как же В Москву поедет поступать Тридцать лет, Петя Тридцать лет Доброе утро, товарищи Начинаем производственную гимнастику А ты что, уже перевезла, что ли, все? Отлично Значит, мы сегодня дома за ночью Попробуем А что у нас здесь пожрать? Ниног Это что это у нас за концерт по просьбам трудящихся? Жители Рязани Твоей жены и детишек Ёпсель Ниног, так я же тебе сказать хотел Я же почти развелся Ну что ты как Пошел вон Приживал, нахлебник вон Да руки-то убери Хабалка Дрень Ты пойди поищи такого Так вот, иду на совещание к министру И вот тебе, пожалуйста Вот Песни Свободы советских ангелов Браво, маэстро Грачев Всех умыл Так это же Масима Это журналист, который на концерте громче всех браво кричал Когда грачевцы песню рабов пели Какую песню? Хор рабов евреев Да я еще тогда подумал Гимн диссидентов какой-то Что? Я? Так 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 договор О турне По странам Сэфа при Балтике готов Вася, выручай Всегда готов А Грачева надо за этого Чтобы ненужный резонанс был Руфина Надо его послать Куда подальше Вот Комсомолец Эстафету рожденных бурей Закаленных как сталь Ты нынче продолжи строя Байкало-Амурскую магистраль А хорошо было бы спеть Табет Матер в Риге На Домском соборе Это же мечта Послушайте, а не могли бы вы выключить чайник? Показали бы ребятам Прагу Когда? Трезденскую галерею Когда это вы учить с ними собираетесь? Успеем Не все же Чебураша петь Мы не поедем Не пускай от нас То есть как не поедем? А что я скажу Александру Владимировичу? Вы не могли бы в коридоре поговорить? Обама проблем Ага, я поняла Александр Владимирович Тут такое дело Гастроли наши Отменяются Ну Вернее не отменяются Гастроли-то будут Но география Она меняется Мы едем на Бам Девятнадцатого Вот Репертуар рекомендовали Песни новые Свеженькие можно сказать Песни о Баме Это ты наша молодость Или вот еще Мы строим Бам Сказали разучись с детьми Мы же Мы же выиграли конкурс Поездку за границу Ну что это Я что ли решил? Это правление культуры Там скандалы Жуткие Из-за Орленка И ваших там Ну Сами понимаете А на Баме там Тоже люди ждут Ну давайте уже съездим На этот Бам А то все Уляжется Что уляжется? Что уляжется? Что? Что? Вы что все не понимаете Что? Ничего не уляжется Им же не мы нужны Им нужны марионетки Куклы Чтобы можно было За веревочки нас дергать Чтобы мы пели по команде Что прикажут Значит Мы строим Бам Так же нельзя Александр Владимирович готовился И планировал Прекратите Прекратите Изображайте себя пионер-вожатым Вы же прекрасно понимаете Если мы не поедем Хор закроют Но это несправедливо Нельзя так с Грачевым Он гений Он творец Он создал этот хор Он сам вправе решать Что ему делать Гений Творец И вы туда же Я с этим гением Больше 20 лет А вы Девочка Без году неделя Что вы вообще Про него знаете Да Похоже Наша песенка Спета Ну почему же Спета Я выучу С хором Новый репертуар Я поговорю С Грачевым Александр Савин Пусть остынет Я вас обожаю Кто последний? Обезьяна 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 Я первая Да и обезьяна Но зато с очень тяжелым рюкзаком Что это? Замок что сменили? Ничего не Здрасьте 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 Дайте Входаю Катюня Яка великодей Учина Красотуля А ну Олег Павлович Харченко С Житомира А вы Я гляну Прямо Яка за открытки Привет Сочи Так что вы Проходьте Проходьте Я не знаю Так я же цей клоун Олег Попуб Что вы якнеритны К Калле пришли Скажите Вещи мы можем забрать? А, та Алла себе В консультацию пришла О Так Катюня у тебя поживет Вот это правильно А то у нас тут месяца через три Так как это Вася начнется Пилюшки Подгузники Вот эти вот А ты больше братика Чи сестричку хочешь? Ну Бывая Жизнь сложная штука Бывая А я Че У тебя тоже Вариантик наклянулся Ну Квартира Лусечкина Уж безобид А вещички ваши Я уси собрал Упаковал В лучшем виде Вот я тебе окажу У тебя Пластины Книжек Сма На Бессарабке Торговать можно Вещи потом заберу Ты это Только с разводом Не тяни Чтоб ребятеночка На мою фамилию записать О, баба Чем делаю? Что ты здесь делаешь? Короче Поперли меня Из училища Минуточку Почему? За что? Да не важно Я туда больше не вернусь Надоел Я работать пойду Мать крик подняла Домой не пустила Короче Я у тебя пока Перекантуюсь Ты ключи где взял? А ты же сам говорил Соседки На всякий случай О, папа Сожратовуйте здесь Туго Я тушилку Боил Здравствуйте Извините Я мама Юры Соловьева Вы ничего не знаете Про Юру Он из дома ушел Проходите Пожалуйста Туда Да Он женатый оказался Обманул меня Юру Ты пойми Я же для вас старалась Думала, ну Чтоб пожить Как люди Стоящей семьей Сама не спамши Не жрамши Целыми днями Сыночек Я перед тобой Очень виноватая И перед Наташкой И перед дедом Очень сильно Виноватая Виновата Надо говорить Поезжай к деду И извинись Да Калужская область Деревня Федорина Я поеду Я поеду Сыночек Вы извините У нас ничего особенного нет Только вот печенье Барбара Степановна Можно я пока тут останусь Ну Если вы не против Я пойду АПЛОДИСМЕНТУМ Пять пролив. И все-таки, мне кажется, это как-то неудобно. Спокойно, спокойно. У Жорки явные излишки для площади. В Москве, понимаешь, две квартиры. Папа академиком был? Астрофизиком. Дядя академик архитектуры. Умер недавно. Оставил Жорке эту дачу. Опа! И даже дверь взламывать не придется. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Алло. Алло. Кеша, мальчик, ты дома? Все в порядке? Мама? Да, у нас все хорошо. А у тебя как? Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. Я за городом живу. В Переделкино. Дача Векслера. Запиши номер, пожалуйста. Давай лучше папу позову. Нет, нет, не надо. Мальчик мой, нам с тобой срочно надо увидеться и поговорить. Давай завтра. Ларочка, милая, как хорошо, что ты позвонила. Слава, мы ужасно волнуемся с Кешей. Ужасно. Ну как ты? Где ты? Что? Как ты чувствуешь себя? Ну говори. Да при чем тут мое здоровье, Владимир? Ларочка, ну... Ой, давно пора решать. Я тебя умоляю. И справа встречать Кешей. Ей плохо, да? Диана, ты же говорил про больницы, про врачей, про хороших специалистов. Кешей. Ты только не волнуйся. Мама поправится. Все будет хорошо. Люсья, ну что вы стоите в дверях? На кровати, на стол? Кеша. Я знаю, как тебе тяжело. Но... ты должен быть сильным. Понимаешь? Для того, чтобы ты мог поехать в Лондон, нам с мамой надо развестись. Но это формальность. Я... я говорю тебе, что это формальность. Но... поскольку наша мама нездорова, суд скорее всего примет решение, чтобы ты остался со мной. Да. Да, сын. Держись. Держись, мой хороший. Ребята, что это такое? Что там? Ребята, ну что? Ну что? Все, как здесь, мальчик? Внимайся. Так, Вера. Кен, скажи. Пошли. Пошли. Конечно, пойдем. Идем, идем, идем. Давай, давай, выше, выше. Ледь, Коль, ты чего? Ты чего не узнаешь, что меня нет? Андрей, посмотри. Это ошибка. Главный инженер проекта, мы без него как без рук. Андрей. Все, пошли. Не положено. Ты, может, выпил вчера лишнюю? Иди, опохмелись. Ничего не знаю. Приказ есть приказ. Какой приказ? Черным по белому. Ветров, АП. Освобожден от должности. Следовательно, на территорию института. Доброе утро. Попасть не может. Спасибо. Что случилось? В руках, в руках. Приказ. Бред какой-то. Чушь. Слушай, я все кручу-верчу. А не мог Ларкин муж такую подлянку устраивать? М? Не, не по-джентльменски это как-то. Генныч, моим не проболтается только. Да понятно. Нет, завтра утром в Академию наук бумагу напишем. У нас без тебя вся работа встанет. Вы проведите без меня пару серий, а я вечерком подъезду и сделаю корректировки по мощности. Да, и как ты войдешь? Думаю, используя квантовую телепортацию или дырку заборе. Папа! Папа! Паразитище мой. Пап, пап, смотри, какую мне школьную форму Лариса шил. Такой ни у кого нет. Хочуха моя. Смотри, дядь Ген. А себе она платье сшила. Паразит. Это так оскорбительно, унизительно. Грачев, это же… это явление в современном искусстве. Он же так мечтал об… Но если вы не поедете, то хор разгонят. И ты туда же. Варь, послушай, во всяком случае, дети будут вовлечены в процесс. Мы на таких гастролях умудрялись выучить гораздо больше материала, чем в Москве. Простите, время не подскажете? Десять минут двенадцатого. Спасибо большое. Может быть, ты и прав. Пойдем. Я хотел на последнюю электричку успеть. Подожди, ты что, сегодня уезжаешь? Да, у меня завтра с утра. В общем, мы хор организовали. Мы? Ну, я и мои федоринцы. Они замечательно поют. А главное, что они чувствуют то, о чем они поют. И техника уходит на второй план. Хор бабушек. Ну, еще и дедушек. Поехали со мной, а? Дим, завтра первое сентября. Грачев взял сложнейший материал. Но вы же только начинаете разбирать. Аккомпанемент пока не нужен. Тем более, там Сорокина есть. Сорокина. Сорокина спела с Пасюком. Теперь ей главное, чтоб начальство нравилось. Или хор спасти. Понятно. Привет Федоринцу. Варь, ну подожди, ну… Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, помнишь, что я вещала в сапарку? Мама? Кеша. Мальчик мой. Как я по тебе соскучилась? Золото мое. Ты же… Ты как? Кеша. Садись в машину, пожалуйста. Что с тобой? Кеша. Пока, мама. Я прошу тебя, садись в машину. Пока. Ты что ему наговорил? Не смей его настраивать против меня. Тихо. Тебе нельзя волноваться. Люди грубые. Да замолчи ты! С меня довольны. Я подаю на развод. Здрасте. Здравствуйте. Ты немного опоздала. Я подал на развод сразу, как только узнал, что ты сбежал к любовнику. Здравствуйте, Вадим Игоревич. Здравствуйте. Интересный тип, между прочим. Это он попросил тебя в шашлычный деньжат подзаработать? Тихо. Тихо. Судья дал нам месяц испытательного срока до конца сентября. На случай, если мы помиримся. Я обещаю тебе, если ты вернешься, все опять будет по-прежнему. Ничего не будет по-прежнему. Протворим 1 сентября. Первый день. Нам пора. Сына ты потеряла. Здравствуйте. Здравствуйте. Будь счастлива, дорогая. Будь счастлива, дорогая. Суд этого не допустит. Кеша, пересядь, пожалуйста. Хорошо, папа. Кеша. Пока, мам. Поехали! Она не хочет лечиться. Я ее просил, уговаривал. Я очень боюсь за нее. Поехали. Здрасьте. Человек, ну! Идите отсюда! Привет! Привет, Катька! Ветрова! Воскройбая тишина! Мелокопытов и Петухин, я сказала подстричься. Обросли, как Битл. Я стричься. Сели! Внимание! Это Надежда Анисимовна Сомик. Тихо! Ваш новый классный руководитель и преподаватель музыки. Чего? Э, так не пойдет! А где наша Варенька? А ваша Варвара Степановна уволилась. Сначала распустила вас, а потом сбежала. Чего? Тихо! Тихо! Неправда. Варвара Степановна не сбегала. Она работает в хоре. Вот! Варвара! 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 Поет! У меня все поют! Ага! Ну-ка! Восьмой Б! Встали! Подтянулись! Дружно! Хором! Дружно! После вступления! Мы шли под грохот ананады, Все поем! Сердце смотрели в лицо! Кружка всех, ура! Вперед, тратки! Радик, сердяты! Сказать, ах, заседанных бойцов! Громче, не силы! Пусть бегут неуклюже, Пешеходы полуже, А вода по асфальту рекой. Господи, народу. Привет, Юр! Привет, Маранкина. Мама, смотри, Чебурашка! Да, будешь хорошо петь, тебя тоже по телевизору покажут. Мама, мама, мама! Мама, мама, мама! О, Соловей! Слушай, это не твой брательник. Голос, точь-в-точь, как у тебя. Вам бы Чебурашку забацать. Огромный, что ли? Ты что, ошалел, что ли? Так, вы мешайте, выйдите из коридора! Извините. Пейте летка по классу скрипки. А зачем же тебе ход? Ну, я петь с самого детства мечтала, а мама сказала, что пока скрипку с отличием не закончила, петь не разрешит. Ну, хорошо, спасибо, Валера. На репетицию можешь остаться? Да, да, конечно. Чихите. Так, следующий. Здравствуйте, ребятки. Здрасте. Товарищи, дорогие, ну что же вы, время же идет. Извини, мальчик, ну надо же нам, слушайте, билеты заказывать, гостиницу, списки детей утверждать, афиши печатать. Слышишь, время гудит, бам! Я уже один раз сказал, что мы никуда не поедем. Артем Владимирович, подождите. Ну, я начала с детьми разучивать новый репертуар. Поедет только старшая группа. Ну, солисты, Соловьев, Соловьев, Ларионов, ну, пожалуйста, это не помешает нам. Четыре недели всего. Красотища, свежий воздух. Тем более мы и там можем репетировать. Ну, конечно, мы основной, Александр Владимирович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Володь, ну, подожди, ты мне что-то... Володь! Володь! Чего так рано? Это кто там? А какая разница? Зина? Слушай, такое дело ты не мог бы сегодня здесь, на раскладушечке? А там кто? Катя, Вера, Таня, Соня. О! Здрасьте! Дверь закрой. Мы ведь, кажется, с вами обо всем договорились. Вы должны поехать с хором. Послушайте. Я никому ничего не должен. Это понятно? Саша. Саша. Саша, ты знаешь, я всю жизнь за тебя хоть в огонь, хоть в воду, но если ты не поедешь с хором, я уйду. Все, Ветров, все, давай, мы сами закончим. Уходи уже. Андрей, ну правда хватит. Если мы ее сейчас не доделаем, то она доделает нас. Так и будете работать на УДК и У-2. Вера, иди сюда. Следи за давлением. Ну, вроде, мы все готовы. А где Жора? Он ушел куда-то. Сказал без него не начинать. Давай уже. Понятно. Гена, готов? Всегда готов. Поехали. Я на пуск. Вера, селись за прибором. Стабильно, шесть ровно. Вот она. Вот она, песня без слов. Вот она. Ребята, работали. Вот я, да. Ребята. 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 Вот гады, а? Гады, не дождались. Моцарк выпил без меня, да? Девольно. Скажели мы, она заработала. Ребята. Плажка моя дорогая, заработала моя родная. Мы больше не будем работать. Ребята. Добрый день. Добрый день. Девятов Андрей Петрович. Да, это я Вам придется пройтись с нами Кешенька, семь часов, поднимайся Локоть со стола убери Что ты сказал? Перевести Ну, во-первых, тебя это не касается А во-вторых, воспитанные люди так себя не ведут Принесите, пожалуйста, еще одну тарелку Да, здравствуйте, Яков Семенович Доброе утро Сегодня? Отлично Но там все должно быть И анализы, и диагноз Ну да А вечерком заеду Вот мы назначили лечение А вот еще один Приходит пациент к врачу и говорит Доктор, у меня расстроение личности Здрасте Привет Послушай, у меня расстроение личности Я думаю одно, говорю другое А делаю третье Так значит, вы, голубчик Homo советicus vulgaris Понял, да? Ладно, я зайду потом Иннокентий, ну ты опять вырос, а? А к нам какими судьбами? Я справку для бассейна брал Яков Семенович, папа какие-то документы хотел забрать Но у него совещание до ночи, он не сможет Попросил меня Хорошо, пойдем Ты, кстати, как, с будущим-то определился? Куда пойдешь? В МГИМО, конечно Молодец, МГИМО, а то давай к нам Вялотекущая шизофрения Не понимаю Любовь ни с кем не считается Ни в чем меры не знает У нее тот же нрав и обычай Что и у смерти Почему? Лариса, почему? Что, Кать? Тонкий ход, Санеча говорит Катюш, поздно уже Иди спать Вы так не переживайте Из-за Кеши Он поймет Папа! Да А где Андрей? До конца урока 10 минут Дописывайте Ветрова, ты какую тему пишешь? Он не виноват, он не виноват, он не виноват Катя, опомнись Скоро экзамены, ты отличница Будущая медалистка, а ты что? Да не надо, не надо мне ничего этого Ты заболел, что ли? А это что? А это что? Ты куда? Славьев Вернись! Я кому сказала? Пишем, пишем! Кать, что случилось? Папа, мы его вчера арестовали Он ни в чем не виноват Это все Ларисин муж Кать, ну не надо Кать, ну не надо, пожалуйста Капыта, у тебя сигареты есть? Ага, полы в карманы Пошли до школы, Папа Врёнов! Садись А ты чего здесь? Разговор есть Катиного папу ни с того ни с сего уволили А потом арестовали Почему, не знаешь? А это тут при чем? Сам не догадуешься А почему ты тогда от отца сбежал? А потом вернулся Почему к матери не идешь? Она больна А кто тебе это сказал? Отец Я документы видел медицинские От Финогенова 19-го будет суд На котором будет решаться С кем я останусь А когда мы на Баму уезжаем? 19-го Черт Так вот почему он меня отпустил Спасибо тебе, Юр Субтитры сделал DimaTorzok Геннадий Антонович Я сказал свое слово И оно последнее Мой хор никуда не поедет Все Александра Исааковна Скорая не успела Сердце Остановилось Подожди секунду, я сейчас Подожди секунду, я сейчас Как вы говорили, Вадим Игоревич На войне все средства хороши Это тебе за Андрея Ты что творишь Шизофреничка Люди смотрят Катенька Пойдем Кеша Подожди, ты как здесь Ты почему не уехал На поезд опоздал Мама же здорова Да Все документы твои Финогенов под делом Там на справках Июнь и июль Мама в это время на море была Я сейчас пойду И все им расскажу Кеша, я Ты же хотел, чтобы я с тобой остался Я ведь тоже твоя собственность Хорошо Я останусь Если ты освободишь маминого Андрея Только не надо врать Я знаю, именно ты его посадил Что ты говоришь Опомнись Я знаю, кто ты И где ты служишь Красивая комбинация Красивая Проблем нет Все будет у нас хорошо Документы готовы Нет, но они же должны Спросить у Кеши Ну с кем он хочет остаться Кеша уехал на убан Гражданка Орионова Да Истец отозвал свое заявление О лишении родительских прав Сегодня в заседании Суда не будет А как же дело о разводе Опека над сын Там Кеша Кеша Провожающие Есть такие? Выходим Поезд отправляется Подождите, подождите Я их еще раз по головам всех посчитаю Ну и не считайте А, понятно А, Александра Исаковна Надо же ее подождать А, Александра Исаковна Она не поедет Она останется в Москве Давай, Марина А, Александра Исаковна Больше нет Мы ее вчера Похоронили Александра Исаковна Как же так? Ее соседи Передали Я подумал, что вам Ну, в общем, вот Солнце в небе светит мудро Молодеет древний край А, Александра Исаковна А, Александра Исаковна Большая тайга Покоряется нам Пара-па-па-па-па Слышишь, время гудит А, на путь Геннадий Антонович Вы уверены, что это комсомольская стройка? Не похоже Слышишь, время гудит А, на путь Ладно, мужик, коррелось тут агитировать Слышь, вы чувствуете что-нибудь новое Хватит уже хорошую песню Давай, нашу Тише, тише Спокойно, товарищи Правильно, я говорю Вы куда нас привезли? Александр Исакович Сказали, седьмой участок Он был в списке Сколько можно это слушать? Спойте что-нибудь новое Так, в автобус быстро Мы уезжаем Хорошо Спокойно, товарищи, спокойно Извините, наш концерт на сегодня закончен Нам нужно ехать дальше Вария, уводите Пойте стройлись, пойдемте быстрее Не обижайся Дайте, они собрали Че ты? Ой, тихо Тер-дороги Хынь до туман Коло до тревоги До степной пуря Иди сюда, что с тобой? Я где-то простыл, наверное, немного. Ничего, приедем в Москву, я тебя к финиатру Большого театра отведу. Давай, толкай. Так, быстро, все в автобус. Давайте, быстренько в автобус. В автобус все пошли. В автобус все ушли. Пошли, пошли в автобус. Давайте, быстро. Все, быстро, я сказал. Не отобьемся. Что же так, мужики? Не попрощались? Обижаете? Вот вам от нас. Вроде на память. Особенно там и парнишке. Голосистому. Спасибо. Спасибо. С нашим уважением. Спасибо. Душевно пел. Спасибо. 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 Ну что, запрыгивайте. Мужики, подмогем? Да. Спасибо, ребят. Спасибо. Давайте. Давайте, возьми у меня. Ну, ангина тут нет. Узлы голосовых складок явно перетружены. Так, патологии никакой не вижу. Обычное дело. У вас началась возрастная мутация, молодой человек. Нет. Вы ошибаетесь. Я был... Мы ездили на БАМ. Я простудился. Вы, пожалуйста, назначите мне что-нибудь. Ну, прогревание там, галяция, уколы. Этим... Луголем мазать. Вы должны мне помочь. Возрастная мутация. Возрастная мутация, беловестная мутация. Здесь забытый давно наш родительский кровь. И услышу порой голос предков зовущих. Серый птиц лесной из далеких веков. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Серый птиц лесной из далеких веков. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Это моя песня. Это мой голос. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Кхе-кхе-кхе-кхе. Это Андрей Натальевич! А я Андрей Натальевич! О-о-о! Привет Баму от Мастроя! В шахматы играешь? А это что? Оп! Ты чего расклеился? Ты давай, лечись! Знаешь, как на строке твои песни года ждут? А чего вы петь будете? Беловежскую кушу. Хорошая песня. Душевная. Знаешь такую песню Беловежскую кушу? Да. Папа, тортик. Беловежская. Тортик! 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 Смотри, тортик! А чего ты не сказала, что ты идешь? Съел на себя в бигудях. Да ладно. Что я твоих? Бигудей не ведет! А можно мне молока с содой, с медом и с маслом? Андрюша, а ты что будешь? Розочку, грибочек и листик. И вот по новым рельсам на территории Якутии приходит первый поезд. Он приближается очень медленно. Вокруг ты... Мия! 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 Куда у нас репетиция? Я все знаю, поймите. Она, говорят, того повесилась. В министерстве такое творится. Ужас. Назначили нового министра. Вот. Завтра придет на песню. Поворачивайся. Снимать песню будут без дублей. Придется под фонограмму. Такое распоряжение. Хорошо, у нас есть сентябрьская запись. Мы будем петь вживую. Не выйдет. Снимут песню. Так, продолжаем. Соловьев, прошу вас. Вы у фониатора были? Да. И что? Он сказал, все нормально. Назначил полоскание. Сказал, поберечь себя. На фонограмму надеешься? Александр Владимирович, что случилось? Что? Уже? У него голос, наверное, сломал. Внимание! Внимание! Николаев, вы партитуру выучили? Да. Прошу. Ой. Внимание! Заповедный напев, заповедная даль. Свет хрустальной зари, Свет над миром стоющим. Непонятно твоя Вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кровь. И, услыша порой, Молос предков зовущий. Серый птицей лесной, Их далеким бегом. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Серый птицей лесной, Их далеким бегом. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вместе весело шагать По просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать Лучше хора, лучше хора, лучше хора. Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, Будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, Будет лесенка. Раз словечка, два словечка, Будет песенка. Вместе весело шагать По просторам, по просторам, по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать Лучше хора, лучше хора, лучше хора, лучше хора, лучше хора. Ну, пойдем. Через год он, правда, и вернется? Нет. То есть, он вернется, но это будет уже другой голос. Во всяком случае, так высоко ты петь уже не сможешь. Ну, бывают же и исключения, если потихоньку заниматься. Что я делать буду? Ты понимаешь, иногда в жизни так бывает, кажется, что все, все закончилось. Мне когда полтора месяца было, мне отец от чахотки умер. А мать подрабатывала плакальщицей. Ходила по похоронам, плакала, пела. Голодала, да. Ну так вот, а потом, когда совсем худо стало, решила повеситься. Положила меня в корзину, вынесла на крыльцо и оставила. Ну, подумала, может быть, кто-нибудь подберет. Найдутся добрые люди. Вернулась домой, уже накинула петлю на шею. А потом вдруг услышала, услышала ангельское пение. А мы, мы рядом с церковью жили. Ну вот, сбросила на эту петлю, выбежала обратно на крыльцо, а на улице осень, ветер сильный. И вдруг увидела, как корзину, где я лежал вместе с осенними листьями, занесло трехрублевую ассигнацию. Понимаешь, голос, он ведь у души человека. И звучит он всегда вот так. Я понимаю, что, наверное, тебе сейчас это будет очень трудно понять. Но это так. А сейчас мне что делать? Учись. Книги читай. Значит, я вам нужен был. Только пока мог петь ваши эти, да? Юра. А теперь все? Выкинули меня, да? Юра, пожалуйста. Я вам верю, а вы… Я вам верю, а вы… Три, помни руку, пожалуйста. Да. Только дома кушай. Холодрыга вон какая. Спасибо. Три. 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 Мишка, крыл вон! Давай, шайбу! Миш, прости, я не хотел. Ну, извини, пожалуйста, я виноватся. Мир? Ну, ты чего? Ну, прости, пожалуйста. Я же как лучше хотела. Мир? Мишка! 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 Приходил. Яблок тебе принес. Кис-кис. Будешь? Что ж она все не сбивается? Может, ты ладушков хочешь, а? Со сметанкой. Я сейчас быстренько. Что ж мне с тобой делать-то? Хотели тебя с папкой на Новый год? Ну, разве ж такое дело? Ты ж у нас артист. Тебе музыку всякую слушать надо. Вот. Отечественный. Говорят, хороший. Еле достала. А папка с деньгами подсобил. Еще кассета. Можно музыку записывать. Голоса, себя. А потом слушать. Нравится? Можешь слушать. Так, таблетку. Таблетку. Давай. Давай. Держи. Держи. Хорошо, что эту вашу запись перенесли. А то вообще неизвестно, что было. Приготовились ведущие? Есть. Где ведущие? Внимание, ведущие. Саша, ну быстрее. Здрасте. Уже просто объехали. Приготовился Лещенко. Сорок секунд. И снова продолжается бой. Лев, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Годокурый привет. Я все слышу. Еще раз спасибо нашему маленькому артистуру. Валера, Валера. Поздравляю, поздравляю. Пойдем в коридор и строимся. Молодцы все ребята. Ну ты просто герой. Герой. Александр Владимирович, браво, как всегда, молодцы. Спасибо. Спасибо. Я, честно говоря, сначала переживал за вашего нового солиста, но потом смотрю, ничего. Мальчишка голосистый. Глазастый. Кстати, там товарищ Куприянов пришел, так сказать, познакомиться с лучшими творческими кадрами. А можно без нас? Ну, да вы что, с ума сошли? Ну как же без вас? Как же без вас? Вы же у нас лучший детский хор страны. Конечно. А что? Гена, ты посмотри, твой дирижер не хочет идти Куприянову. Здесь пять. Ну надо, надо, надо идти. Пойдемте, 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 сейчас скажем. И вновь продолжает с тобой. Что вы, слишком много любови, мечтаний. Это же уснуть можно, товарищи? Чего это? Если она прежде всего что, летит, вдохновляет. Мобилизует. На строй, жиг помогает. А какое коммунистическое будущее вы с вашими романсами построили? Да никакое. Вот звучит. Мощно, сильно. Кто поет? Лещенко Лев Валерьянович. А вот, кстати, тоже, да, не все забываю о фамилии, это заведующий хором. Это руководитель и дирижер детского хора Грачев Александр Владимирович. Товарищ руководитель, особый спрос. Ведь вам страна что доверила? Самое дорогое, детей. Ведь как поют, голоса какие, ведь как бубенцы звенят. А вы че учите-то? Брощи, пущи. Надо грянуть, бодро, задорно, весело. Ну что, роды, можем грянуть? Можем, да? Я боюсь, они вас не понимают. Дело в том, что в нашей профессиональной терминологии таких понятий, как грянуть, не существует. Вы, наверное, имели в виду форте-фортиссимо? Кроме того, простите нас, мы устали уже очень поздно. Их на улице ждут родители. Пойдем мы. Пойдемте. Кто? Как фамилия? Грачев. Гуляй. Гуляй, гуляй. Давай. Рядом. Давай. Рядом. Привет подшефным от шефа. Привет, мой хороший. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Это тебе. Жор, ну зачем это все? У нас и так всего достаточно. Не надо было. Достаточно было бы просто сухого спасибо. Смотри, что я взял. Современник. Чайка. На завтра. Ты и я. Спасибо, Жор. Не хочется. Что там? Ничего? Глух. Они говорят, Андрюшка общался с какими-то иностранцами. Ну, я, честно, сам не знаю, какие у нас секреты могут быть в институте. Закон о термодинамике. А ну, пойдем. Хол, я у знакомого завмага такое мясо взял. Барашка на косточке. Мамой клянусь, тает варту, говорит. Пойдем. Паразит будет в страт. Паразит. Пойдем. Пойдем, малыш. Удобно? Что, прости? Я говорю, удобно. Все вон вокруг тебя крутятся, бегают. А ты у нас сидишь, страдаешь. Ждешь Андрея. Главное, ничего не делаешь. Так, а что я могу? Работать можешь. С тебя же это все. Что случилось? Муженек твой, он здорово постарался. Женщина, мечта. Мы развелись. Градусов 20. Не меньше. Кеша. Ну, рассказывай. Как дела? В школе как? Ну, че, ты молчишь все время, Кеша? Жду новости про Андрея. Да, я хотел отомстить этому человеку. Он разрушил мою семью. Он отнял у меня любимую женщину. Я был в бешенстве. Да, я использовал все свои связи, его уволили с работы. Но я надеялся, что твоя мама одумается и вернется. В тюрьму я его не сажал. Ты спряталась, а я тебя нашел. Моя хорошая, Лара, знаешь, если бы ты знала, как давно я мечтал побыть с тобой. Согласен. Жор, ты что, с ума сошел? Ну, ладно, прости. Прости меня. Простишь? Ларис, простишь или нет? Хочешь, я на колени встану? Перестанет. Нет, скажи, что ты меня простила. Я буду стоять, пока ты не скажешь, что ты меня простила. Скажи, Жора, я тебя простила. Жор, мне нужна какая-то работа. Ну, наконец-то. А то уже больше месяца не видел. Телефону не подходишь, в спектакль заменяешься. Простите, Валерий Яковлевич. Я была очень занята. Кто он? А какая разница? Ты, по-моему, сам говорил. Как можно скорее. Я так не смогу. Ты его любишь? Безумно. Тебя. Надеюсь, в самолете мы будем сидеть рядом. Ирочка, на сцену. На сцену, не опоздай. Иду, иду. Я, как представитель царской власти, на местах. Ну, на месте. Я их не однократно предупреждал. Ой, что ж. Смотри. Где? Мещей опять пьяный, да? А? Почему не почистил? Так у него соляры с осени нет. А ты кто тут? Ты власть. Должен был вмешаться, понимаешь? Остановить этот беспредел. А я откуда солярку возьму? При чем тут солярка, Степа? Ты что, глухой? Не слышишь, как они вон на всю деревню гласят? Так, это же наши боют. А что, звонко? У меня и мамка в этом хоре. Нашу встречу и тот зимний вечер Не забыть ни за что никогда Ну что, молодцы, молодцы. В серединке немножко растерялись. Но ничего, мы сейчас повторим со второго припева. У меня только одна просьба. Сопрано, пожалуйста, чуть помягче. Будьте добры. Значит, с первого раза не понимаем, да? Беспредельничайте, да? Ну что ж, теперь мы покончим с вашими нелегальными спевками. Раз и навсегда. Послушайте, товарищ, ну клуб же он стоял заколоченный. Там вообще крыша стекла. Мы с товарищами все своими руками. А вы вообще кто такой-то? И просите, где зарегистрированы? Ваши документы, будьте добры. И вообще хотелось бы понять, кто вас сюда звал, приглашал. Мы пригласили. Мы. Еще вопросы будут? Ты че, Петр Васильевич? Аксинья, ты давай тут это, видишь, раскомандовался, понимаешь? Так, все, печку гасим, ключи мне. Петр Васильевич, кончай это. Тут у нас бабушки поют, заодно и согреетесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Застряли, понимаешь, товарищи. Ну, я их разок и дернул. У нас же тут все вокруг замело. Михей, как же это ты дернул-то? У тебя же солярки нет. Да. Ну, так ее и нет. Я не мог же людей на морозе к темоте оставить. Они из Москвы. Да еще и из телевизора. С радио всесоюзного. Виолетта Петровна Негрудца. Передача в рабочий полдень. А значит, вы у нас тут главный. Да? Нет, я здесь участковый. А вот председатель. Председатель местного сельского совета. Петр Васильевич Карасик. Фамилия такая. Я поняла. Здравствуйте. Здравствуйте. А как же радует, когда руководители... Здравствуйте. Здравствуйте. Думают не только об урожаях и надуях. Здравствуйте. Здравствуйте. О культурно-массовом досуге своих колхозников. Не каждая деревня может похвастаться таким прекрасным клубом, как у вас. Да. Вы еще нашего хора не слышали. Свой хор? У вас? А как? Вот. 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 Так это же то, что нужно. Мы как раз ищем Самородков. А можно что-нибудь послушать? Кто руководитель хора? Дмитрий Хосеевич Хавьер. Тоже, между прочим, из Москвы. Артист настоящий. Из Москвы? Потрясающе. То есть вы предпочли работу здесь, в столице? Я должна об этом сделать репортаж. Митя, аппаратуру. Я должна все записать. Секундочку. Да-да. Вы проходите поближе к печке, погрейтесь. Спасибо. Правильно. Так что можно послушать? Что вы поете? Вы знаете, у нас пока небольшой репертуар. Мы поем в основном народные песни. Замечательно. Военные. Прекрасно. Может быть, кстати, нашу Анюту? Ты же командир. Командир. Давай, давай. Я готова. И в жизни тоже так бывает. Уверяю тебя. Я давно хотел тебе сказать, ты похожа на эту актрису польскую. Из-за анатомии... Жора, перестань. Какая фамилия-то, а? Барбара? Сейчас. Сейчас вспомню. Подожди. Ты что? Шутку твою поняла. Да, смешно. Это смешно. Я хотел тебе рассказать. Я хотел тебе рассказать обшелся. Еще я спасла один замечательный вид. В общем, мне подпись. Подготовим. В одном магазине. Пойдем, я тебе покажу. Это все такое потрясающее. Прям для меня. Бадечка, мне срочно надо это померить. Уф. Ларисочка Сергеевна, здравствуйте. Здрасте. А что же вы к нам так долго не приходили? Девочки из шубы. А у нас как раз новая коллекция. Каракульча, норочка. Примерите? Девочки. Посмотрите. Каракульча как раз на вас. И норочка в пол. Натали, это мы. Рейсия Михайловна, помните, я вам говорила про работу? Демонстратором одежды элегантного возраста. Вы? А разве свободно говорю на английском? И несмотря на элегантный возраст, прохожу по всем гостам. Угу. Это мамины вещи. Были когда-то. Это не ваши, и вы здесь никто. Слышишь, ты, щенок, только попробуй отцу что-то против вякнуть. Живо у меня поедешь в интернат для дип-детей. Понял? Не понял. Папа! Что здесь делаешь? Скажи ей, чтобы она не трогала мамины вещи. Люся, выйдите отсюда. Она не имеет права так себя вести. Она же обслуга. Как ты говорил, низшая каста? Или это уже не так, только потому что она с тобой... Да волчи! Женишься на ней, да? В Лондон ее увезешь. Правильно мама сделала, что от тебя ушла. Люся... Ну ты же сам говорил, посмотреть, что из вещей оставить. Остальное можно в комиссионку. Это именно сейчас надо было делать. Вадим Игоревич, вам кажется, пора подыскать новую обслугу. И потом сегодня по всей стране короткий рабочий день. Я пойду. Гусь в духовке. Люся... Останьтесь, пожалуйста. Я пойду, приберусь там. Ты знаешь, куда ехать? Знаю. Поздно уже. Может быть, такси вызвать? На электричке доеду. Возьми денег. Не надо. Возьми, пожалуйста. Позвони, когда едешь. Передачу... От Натальи Ивановича... От Натальи Ивановича... Катюша... Я не знаю, что ты попросила у Деда Мороза, но я вот тебе сшила кое-что. Спасибо. Спасибо. Красивая. Вы знаете, что я попросила? Да. У него сейчас там тоже Новый год? Не знаю. Но наверняка там, где сейчас он, там тоже праздник. Потому что он всех веселит, поет песни. Мы тоже должны. Потому что нельзя сдаваться. Так папа говорит. Угу. Никогда. Ни за что. Слушайте. У нас с ним одна игра есть? Угу. Я сейчас. А теперь каждый должен сказать по одному слову. Синхрофазотрон. Так. Дальше. Море. Море? Море. Почему море? Ну, почему не море? Бульдозер. Паразит. А, кстати, где он? Он гулять ушел. Лариса, а позвольте пригласить вас на танец. Так, 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 так. Жора, угомонись, прошу. Слушай, я имею право в собственном доме пригласить на танец жену лучшего друга. Это я. Прошу вас. Так, вот, Жор. Так. Дядь Жор, у меня бумага кончилась. Возьми у меня там на столе. Мы с вами, так сказать, тряхнем с треной. Ой. Ой. Никто не смотрит по часу. Без пяти. Ой, сейчас все продевает. Да пора уже, пора. Надо провожать. Ну, что ж, тихо, давай, тихо, давай. Так, 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 так. С руки, пожалуйста. Дымой. Давай-ка, лакуй. Ну, скорее. Ну, так, а, колбаса твоя. Шарпан, так. Даже ты будешь? Ну, давай, скорее, подожди. Давай, давай. Проводим, старый год. Давай, Девальский огонь, ему же принеси все. Садитесь. Девальский огонь сожрал Тельман. Девальский огонь сожрал Тельман. Текаемся. Это он, это все он сделал. Это он. Ты чего, Катюш? Черт, Клечик. Что случилось, Катюш? Что такое? Деточка, а ты где это взяла? Подожди. А что там? Подожди, ребята. Что это, Жур? Это доносы. Смотри, смотри, смотри. Какие доносы? Вы с ума сошли, что ли? Это что, ты Андрюху посадил? А я-то думал. Ведь никто уж не знал, кроме нас троих, что Андрюха в лаборатории будет. Ну и мразь же ты, Журик, а. 3 сентября мастерская Тильмана. На антисоветские анекдоты реагировали активно. Мы. Открытие выставки намечено на середину сентября. Битцовский парк. Предположительно, иностранцы. И бульдозеры. Я вам все объясню сейчас. Журик, ты что, на нас стучала? Они тебя за это на конференции в загранку? Как правило, ну увижу. Ты мразь, Журик. Девушки, большая просьба. На несколько минут покиньте помещение, пожалуйста. Буквально на несколько минут. А вы мне сейчас суд линча устроите, да? Держите. Спасибо. 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 Надо вещи собрать. И паразита найти. И паразита найдем. И вещи соберем. Извините, не подскажете гадача Векслера? Федор Иванович, можно вопросик? А вот вы говорили, что были разведчиком. Я думал, вы на танец меня приглашаете, а вы? Матушка моя, а это что ж такое? Ой. Леха, ты что ли? Ну, вас прямо не узнать. Ну, скажете тоже. Я же, честно говоря, думал, что мы вас на Новый год не увидим. Муж не пустят. А я в разводе. Позвольте. Ну, куда же я денусь? Берет, ребята. Федор Иванович, я вас оставлю. С удовольствием. Помогу. Ну, и чего они? М? Все же не каются. Вы же с Петей им уже вроде пример подали. Зажали свадьбу. Вы думали, мы ничего не знаем? Уголы-голы-голы-голы-голы-голы-голы-голы. Алексей Петрович? А? Николай Иванович, я должна это записать. Я что? А чего это они, Оль? Знаю. Вот оно. Настоящее звучание. Понимаешь, эти старухи, они ведь не уступают, они не хотят никому понравиться. Просто живут. Они расписались, что ли? Ну как? Машина фурычит? Спасибо. А ты чего тухлый такой? В трениках главный. Давай, одевайся, выходить пора. Не хочу я. Это с какой такой? Майя сказала, что вроде выездоровил уже. Сказала, не хочу. Чего не хочу? Люди ждут. Спиридоном вон стол накрыли. Это ж песня года. Пуща твоя. Колесик, ну ты чего разлегся? Юра, я тебе рубашку уже погладил. Да вот, кулябится, не хочет идти. А ну-ка, быстро одевайся. Люди ждут. Песня твоя через час. Да не будет у меня там. Не будет, ясно? Я вообще больше пить не буду. Как? У меня голос пропал. Куда пропал? Да все, тю-тю, ничего больше не будет. Не пущий ваш и не чебурашек, ничего. Знаешь что, ты нам лапшу на уши не вешай. Я тебе это дело бросить не дам. Как миленький пойдешь в хор. Если надо, то за руку тебя заведу. А может еще ремнем, а? А, ну да, сыночка по телевизору показывает. Так ты сразу нарисовался. А без этого чертова хора я тебе не нужен, значит. Ты как с отцом разговариваешь, а? Да. Борюсик, Колюсик. А кто следующий? Идите во свои гости. Яйца долго варить? Кипят? Угу. Снимай и в холодную воду. Давай. Катя давно ушла? А, я спал еще. Наверное, с паразитом гуляет. Да что тут долго? Так, давай, посмотри, там хлеб остался? Во войске, за окном. Есть масло и плавленый сырок. Тильмон вчера батон рисовал, а потом весь его съел. У него сейчас дома трудности, так что пока какое-то время здесь поживет. О, колбаска, живем. Катя, откуда это? Из углового. Я понимаю, но деньги откуда? Ты что-нибудь продала? Или у дяди Гена взяла? Я же тебе говорила, что ты не должна... Так вы не волнуйтесь, ладно? Раскладушку собери, дежурный. Катя, пожалуйста, я должна знать. Ну, я почту разношу. Договорилась с одной старушкой. Ее оформили, ну, а я... Я же тоже мог. Вставать знаешь во сколько надо? Прости меня, я не должна была... Да, ничего, я понимаю. Слушайте, какие занавески красивые. Здорово у вас шить получается. Нравится? Угу. Спасибо. Петя, ну, опять, ну, что это такое? Что ты как маленький? Неужели мне кому снег почистить? Димочка обещал. Ух! На. Ну, ладно, Оль, ну, жарко, жарко. Эй, лечись! Принимайте гостя дорогого. Юрка! Привет, дед. Привет. Ну, как ты? Здоров? Я тут приехала. А что ты так вдруг в будний день? Юрочка! А школа все закрыта? Прости. Юрочка, здравствуй, дорогой. Замерз совсем. Ну-ка, быстро иди в дом. Там щит занятий, вежка горячая. Давай, давай. В дом пошел, пошел. Слушай, что-то не так с ним. А ты не выпутывай. Поехал, поспи. Сам расскажет вам. Ладно, ладно, я ладно. Я не понимаю, что докторша. Иди. Иди, давай. Надо будет Тенке позвонить. А вот, кстати, великолепная модель нового сезона, утвержденная для жен дипломатов развивающихся стран. Что ж у вас эти дипломатши-то? Все на похороны собрались. Почему? Как не придешь на официальный прием, такое ощущение, что все в одном отделе закупались. Ну, видите ли, в этом году силуэт, он... Вам бы подошел прямой облегающий силуэт с яркой контрастной отделкой. Можно попробовать скомбинировать ткани разных фактур. Например, кружево или гиперт. Вас никто не спрашивал. Вы извините, пожалуйста. А вот эта вот... Ваша контрастная отделка, она не будет полнить? Что вы? Если расположить полосы вдоль, то они, напротив, облегчат и удлинят ваш силуэт. Кружево придает женственности, но прямой облегающий крой, он сохранит ваш официальный образ. Ерунда какая-то. Гипюр? А что? Даже как-то свежо. Я такого ни у кого не видела. Делайте ваш гипюр. Так, мерки мои у вас есть. Да. Через неделю забегу, посмотрю, что у вас получилось. Раиса, давай. С тебя костюм, с меня билеты. Спасибо. Удачи. Я провожу. Ну смотри, если теперь ей твой гипюр не понравится, вылетишь отсюда в два счета. Дайте. Здрасте, здрасте. Извините, сигаречки на улице. Забыл. Угу. Спасибо. Угу. С наступивших. Вас так же. И прикуритесь, может. Угу. Все, за вас. Угу. Угу. Евгений Владимирович Синельский. Угу. Пройдемся. А минутку, а что случилось? Пройдемся, давай. Да нет, хорошо, хорошо. Пройдемся, пройдемся. Что, спасибо, случилось? Что? Значит, вы утверждаете, что ничего не знали о планах артистки Виноградова. Я клянусь вам, ничего. Здрасте. Здрасте. А Мирочка, Мирочка, там? Здрасте. Ну все, сейчас начнется грант-кон-кон. Узинка. Мне кто-нибудь может объяснить, что стряслось? А где Мира? Евгений Владимирович, мы тоже очень бы хотели выяснить, где ваша супруга. Может, вы нам расскажете? А что произошло? Что произошло? Мира Марковна Виноградова, рожденная Пупенина, по прибытии в аэропорт в город Чикаго не явилась на рейс в Москву, незаконно оставшись в США. Вы садитесь. Садитесь. Сейчас мы закончим с Валерием Яковлевичем и вас выслушаем. Садитесь, садитесь. Итак, Валерий Яковлевич, по утверждению артистов и работников театра, вы находились долгое время с Виноградовой Мирой Марковной в близких отношениях, как в США, так и в Москве. Это правда? Я женатый человек. У меня дочь старшеклассница. Это... Да, это веский аргумент. Значит, вы отрицаете отношения. Это... это была ее инициатива. Я много раз... Я предлагал расстаться. Вы что-то хотите заявить? Это неправда. Это... 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 Это конец. Петр Иванович, как вы любите. Кто-нибудь мне может объяснить, почему эти крысы бегут? Чего им не хватало? Какого рожна? Сорплаты, как у академиков. Премии, гастроли. Из телевизора не вылазит. Всенародная слава. Это ваша Виноградова прима. Только за главной роли пела в театре. У них же на лбу не написано. Как их заранее выявишь? Бетонка, как говорится, там и что? Рвется. Всю эту гниль выкорчевывать безжалостно. А то, понимаешь, ни дисциплина, ни морального облика. Вот. Прошу всех освежить в памяти и донести до этих господ актеров. В коллективах провести собрание, подписать письма. Кто там главный режиссер в этом опереточном театре? Слепаковский Валерий Яковлевич. Все руководство уволить. Всех. Выполнять. Петр Иванович, вот тут вот как раз письмо пришло из Италии. Приглашают детский хор Грачева на гастроли. Вот тут Рим, Милан, Неаполь. Ну, а что дети? Хорошо поют. Ну, Грачев этот, конечно, ненадежный тип. Наглый. Да. Вот это вот вы очень точно сказали по поводу морального облика. Пожалуйста, посмотрите. Вот здесь кое-какие материалы. Что, 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 что? И что они после этого у вас, у нас в песне года на всю страну? Да вы что, полоумили, что ли, все? Развели, понимаешь, либерализм. Потакаете всяким, да за одного вот этого пионера. Его можно. Мальчик этот, к счастью, жив остался. А вот девочка... Что девочка? Кому мы доверили детские души. Ну, надо же, о душе вспомнили. Прекрасная формулировочка. Держите. Я не понимаю, почему вы так спокойны. Понятно же, чего они добиваются. Да, фамилия не указана. Но здесь и про Орленок, и про пение в церкви. Ну, во-первых, я совершенно не понимаю, почему вы так волнуетесь. Хор им нужен. Народ нас любит. Но решили нас попугать. Это их обычные стратеги. Что я их, не знаю, что ли? А во-вторых, скажите мне, пожалуйста, у вас свободное время есть? Мне тут достали совершенно уникальную пластинку. Хор венских мальчиков. Зингер, Кнабен, Гайден. Пойдемте, послушаем. Ребятки, строимся, строимся! Выстрейтесь, милее! Здравствуйте. А Александр Владимирович скоро будет? Вы нас послушать пришли? Так! отставить разговоры! Да тихо! Раз-два! Кто это? Вот так. Ну что, поем? Придет солдат по городу, знаем? Простите, я не понимаю. Вы, собственно, кто? Годунов Игорь Павлович. Новый хормейстер нашего ансамбля, который ваш... Согласно распоряжению Управления культуры, теперь уже наш хор должен, так сказать, плавненько влиться. Вы поете, мы танцуем, все счастливы. Ах ты гадина. Товарищ Грачев, а вы освобождены от занимаемой должности. Как это? Что происходит, Александр Владимирович? Почему? А за что? Александр Владимирович. А почему? Позвольте спросить. Вам перечислить? Если угодно. Хорошо. С чего начнем? Давайте с мальчика Вали. А может быть, с вашего концерта в церкви? Или, может быть, с Лады Щегаревой? Или вы хотите, чтобы на вас завели уголовное дело? Руфьева Андреевна, ну, а как же вам и... Ген, ты что? Может быть, ты тоже хочешь освободиться? Нет, нет. Что ты? Я же так, на подхвате, костюмочки пошить, афишки поклеить. Да, конечно, приступайте, естественно. Вы! Вы все! Так, быстренько вспоминаем текст! Ну, все, сейчас марш и будем учить. Раз, два, три! У солдата выходной пуговицы в ряд! Александр Владимирович! Александр Владимирович, подождите! Ну, так же нельзя, надо же бороться! А как же хор? Хор? А хора больше нет. Девушки, не слышу! Нет. А так, ребята, молодцы! К ребятам возите. И Хор, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Любимая новая, любимая слова Вместе весело шагать по просторам По просторам, по просторам И, конечно, припевать лучше хора Лучше хора, лучше хора Спой-ка с нами перепёлка, перепёлочка Раз иголка, два иголка, будет ёлочка Раз дощечка, два дощечка, будет лисенка Раз словечка, два словечка, будет песенка Вместе весело шагать по просторам О, простор, о, простор, о, простор, о, простор, и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором, лучше хором. Я тогда со своими девчатами вот как раз сюда и вышла. Сколько ж мы тут грибов этих собрали, ой-ой-ой. ТМ-пильд 43, противотанковые. На девки мои шутихи грибами их прозвали. А потом оказалось, что пильдс по ихнему гриб. Так ваша рука... Да тут где-то лежит. Да, по правилам командиру-то отряда нельзя было на поле идти. Нет опыта, надо было передавать. Ну, Анюська, дурь 15-летняя, ну, один такой грибок наступила, стоит ни живая, ни мёртвая. И тихонечко так, Аксеньюшка, помоги Бога ради, ну, что было делать? С тех пор у нас с ней не полный боевой комплект. У меня рука, у неё глаз левый. И хоть живы остались. Ей только пятнадцать лет было. Аксенья? 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 Ай! 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 Ложись! Ложись, дурак! Ты кто такой? Откуда? Я… Юра Савальев. Ай! Ай! Быстрее! Сюда! Сюда! Черт. Все-таки за дело. Чуть тихо-то так. Юра. Слушай, Юра Соловьев. Ты писать умеешь? Умею. Я же вас должен. Вы же раненый. Понимаешь? Я матери письмо дописать не успел. Вот. Три. Прости, что так долго не писал. Мы совершили большой переход. И теперь наступаем. Пьем проклятых гадов. У меня так же самое. Не спится ночью. Стихи все в голову стучатся. Будто просится. Чтоб записал. Посылаю тебе последние. На отдельном. Написал. На отдельном листе? А что дальше? Юра, подожди! Не надо! Подожди! Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?! Слышишь? Ты меня слышишь? Слышишь? Может, чайку еще разморила тебя с мороза. Это бывает. Аксиня Матвеевна, помните, вы говорили про павлушины стихи из последнего письма? Можно посмотреть? Аксинь Матвеевна, это последнее было, август 43-го. Простите, но у нас не танцевальный ансамбль. Александр Владимирович учил ребят стоять ровно и петь на опоре. И еще, в песне должно быть развитие, а они кричат от начала до конца. Я, кажется, вас не останавливал. Еще раз с этого же места. Ну что тебе? Можно выйти? Вот споешь нормально и выйдешь. Мне надо. Иди. И до конца репетиции не возвращайся. А можно мне тоже выйти? Так. Кому еще надо выйти? Ребят, стойте. Вы должны и должны остаться, понимаете? Если вы уйдете, хора просто не будет. Ради нашего общего дела, ради музыки, ради Александра Владимировича. Александра Владимировича уволили. Я до метро. Кто со мной? Я с тобой. До свидания. До свидания. До свидания, Варвара Штефановна. Ну ладно, что ты? Ну не ходить и не надо. Я пойду. Я ему ничего и не сказал. Жаль. Все-таки, тварь божья, замерзнет. Возьми кису за СПГ с прицепом. За что? Сразу видно, новичок. Это 150 плюс крошечка пивка. Пап! Там бы в магаз гонять за хавчиком. Ты разговариваешь, как шпана. Метроном оставь. Это что такое? Ты что, с ума сошел? До второй такой пластинки в Москве больше нет. Это Гайден, 18-й век. Да ладно, 18-й выглядит как новое. Это же просто пластинка. Просто? Просто пластинка? У тебя все просто. Просто жить, как тупое, примитивное животное. Нет, еще проще, потому что животные в грязи не живут, а паразиты живут. Просто пластинка. Ключ не забудь. Мне в стройотряд предложили поехать. Голодом животное не заморит. Я хочу выпить, Гена. За тебя. Потому что ты, Гена, не крокодил, а человек. Человек это звучит горло. Спасибо тебе. И, кстати, Геночка, помеши, Геночка. И выпил я золотую нам с тобой поездочку. Да? В Румынию, в Болгарию. Та-дам. Та-дам. В Грицу? Да, вот ты главный администратор. Суточный. Влево, влево. И втрак. Мы в нем не по-детски. Ты меня понял? Я готов. Вау. Ура. А эту возьмем с собой? Варю. Кого? Собачинку эту, Грачевку? Учеб. Ну, наверное, малину всю испортит. Давай лучше баба-ягу возьмем. Эркю. Едвику. А варю, я потихонечку вот тут-то. Еще по одной. Да. Организуй. Да, по две. Понял. Сейчас. Сейчас сделаю. Да, ребятки у тебя чудесные. Особенно девочка. Все как на подбор. Когда начнут ножками махать, когда танцуют. Ну, просто. Да, только растут быстро. Они же тыковки. Они хорошенькие пока махонькие, свеженькие. Пока боятся. А как вырастут. Нравится. Только вот по поводу длины. Мне кажется, что сейчас носит чуть покороче. Обвинуем мы сейчас с вами. Победим. Надо же, а. Гипюр. Аня полнит. У меня в ближайшее время несколько официальных мероприятий. Мне нужно платье на выход. Ну, такое элегантное. Может, у вас есть? Есть. Только они у нас дома. Здрасте. Что случилось? Ничего. Там кур выкинули. Я очередь заняла. Мне рубля не хватает. Дочка. Да. Поможница. Мам, я тебя в пошивочную подожду. Вам очень идет. Ваша расцветка. До свидания. Моя расцветка. Ясно? По поводу платья порешили, да? Да. А нашему руководству вы так понравились, что принято решение пригласить Федоринский хор ветеранов в Москву для записи на радио. Мы не поедем. Почему? Вы считаете, что мы недостаточно отрепетировали? Так мы не ветераны. Нас даже в участники войны не записали. Как раздали в 47-м году паспорта, так и домой отправили. Пасею свое горе, посею свое горе, по чистому полю. Растеть мое горе, растеть мое горе, не рожни в шани. Юрка, смотри, твои же ребята, твои, твои, давай. Ну, что ты сидишь? Откуда они тут взялись-то? Давай, давай. Видим? Видим. Чего, приехали? Вас кто сюда звал? Да ладно тебе! Автобусы не ходят, мы со станции пешком. Ты им сказал, где я? Мама твоя сказала. Ну, и долго ты тут прятаться собираешься? Ваше-то какое дело? Да ладно, ребят. Ну, как там? Чего поете? Да ничего. Горячева уволили, корж слили с ансамблем Кулакова. Песнь моя летит с мольбою, тихо в час ночной. Какой у вас божественный голос. Какой голос. Так редко все встречаются красивые голоса. Так редко. Ну, у мальчишек еще бывает. А у девочек… Вот, кстати, была у нас же это, как ее, Тома Соломатина. Куда-то пропала она, правда. Вот у нее был звонкий голос. Ой, не говорите, не говорите мне про эту прошмандовку, я слышать не хочу. А что, куда она пропала? Что такое? Ну, вы что, не помните, как она в Орленке с кубинцами отплясывала? Вот. И да, вот все. Тома, у меня тут тоже же вызывали про тетю в Израиле, намекали, сказали, что таким, как я, тут не место. Про Андрея ничего не было? Передачу опять не взяли, сказали, что можно только от членов семьи. Ну. А я кто? Я никто. Я об одном жалею, что я Жорику не приду. Уволился, гад. У меня тоже ничего не получается. А что это у тебя? Можно? Хер не да. Платье с моды. Это скучно. Это тоже. Вот здесь, если линия снизу, так, то чистый ротчинка. Двадцатый, конструктивизм. Берем два чистых цвета. Так. Сейчас вот это вот так. И... Это не очень смело? Смело. Смелость – это путь к победе. Кто так сказал? Я так сказал. Осторожно, ребят, ступеньки скользкие. Оль. Ой, я не понимаю, как они доберутся. Дороги засыпаны. Автобусы не ходят. Да едут. Зря, что ли, я Михея пол-литра зарядил. Лови. Утепляйтесь, давайте, чтобы не замерзли. Ну что, а ты курортник с ними или как? А вы куда собрались? На станцию. Запасы надо пополнить. Возьми три. Бользона. А вы, Алексей Петрович? Есть. А этот проветриться решил. По столице соскучился. Да, тут-то у него радио не лавит. Что ж получается так? К тебе только и было, что голые звонки. Вот так. А без голоса-то ты как? Кто? Утепляйтесь там, утепляйтесь. Там в синях, вот бочка и рюкзак твой. Я его еще с вечера собрал. Давай. Да не боись, не пропадешь. Ну что, все в сборе? Юра, возьми. Это тебе. Павлушины стихи. Пусть у тебя будут. Тихо. О, Юрыч, давай, что-то, товарищи славянные. Давай, держи. Давайте, давай. Пах. Как же так могло случиться-то вообще, а? Это ж несправедливо. Ничего, ничего, мы на радио пойдем и у газеты. Если надо будет, до министра дойдем. Нет, но они заслужили право называться ветеранами. Радио, это правильно. О. Радио, это сила. Что там в хоре? Многие старшие ушли. Варя пока осталась. Ну, а солирует кто? Валерик? Угу. Клавдия про тебя спрашивала. Я сказал, болеешь. Все, выздоровел. Если надо с учебой помочь, ты скажи. Спасибо. Я забыл про папу твоего спросить. Он вернулся? Нет. Его не отпускают. И кто же его не отпускает? Да известно кто. Папа ни в чем не виноват. Он ученый, физик. Просто один газ с работы ему позавидовал и донос описал. Ну, папа честный, порядочный. Он никогда бы не стал ничего плохого делать. Наоборот. Он конструктор, инженер. Но это же все для людей. Для пользы. А ты уверена? Да. И я уверен. Мне что, охрану вызвать? Ну, валяй. Заодно, передай полковнику Жихареву, что Саранчук на проходной пришел по делу физика Ветрова. Иван Викторович недавно генерала получил. Да. Ну, что? Молодец, Ваня. Ну, звонить будешь? Доложите, генерал, тут к нему некто Саранчук пришел. По какому вопросу? По важному. Слушаюсь, товарищ генерал. Проходите, вас ждут. Второй этаж, кабинет. Не знаю. Мам, баранки завяжи. Давай, сейчас, папке. Давай. Сейчас, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, мы прослушаем песню «Крокодила Гены» в исполнении детского хора под управлением Александра Грачева. Солист Юра Соловьев. Простите, пожалуйста, у вас сигаретки не найдется. Берите, папаша, еще одну, при запасе. Знаешь, запев, он удивительный, на северный похож, на архангельский, что ли? Дима. А что там за история была в ансамбле Кулакова? Ну, из-за которой Грачев уехал? Да, я не знаю толком. Меня тогда только в театр взяли. Я все на репетиции бегал, гостей на балу изображал. Я серьезно. Почему Грачева уволили? Я правда не знаю. Вроде какая-то девочка была из старшей группы. Как ее звали? То ли… То ли Люба… Влада Щегарева. Да. Влада. Говорили, что у них с Грачевым роман, а потом она вдруг… Это я знаю. Но этого не может быть, он не такой. Как вы все в это поверили? Иду, иду, иду. Сейчас. Ну, ты же поверила. Про меня с Соломатиной. Варенька, к тебе пришли. Кто это? Юра? Что случилось? Я Грачева видел. Он бутылки собирает и сдает. Похоже, пьет. Проходи. Привет, Юра. Да, понятное дело. Здрасте. Ему работать не дают, а он без хора не может. Надо что-то делать. Ну, а если ребят наших собрать? Как собрать? Где? Как хотите, но мое терпение лопнуло. Я отказываюсь работать с восьмым Б. Они не дети. Они малолетние преступники. Головорезы. Да-да. Простите, можно? Варвара Степановна? Неожиданно. Здравствуйте. Я к вам по делу. Я бы хотела организовать в нашей... В вашей школе хор. Хор? Хор? И кто же там будет петь? Попадите! 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 Я победу попал! Ваши шмейки! Варвара Степановна! Попадите! 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 Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! Ребята, какие вы все большие стали! Коля, у тебя что там, усы что ли? Варвара Степановна! Возвращайтесь, а! Те слова! Прогуливать и бузить больше не будем! Ага! Угу! Ведь хор-то уже того! Закрыли! Крылов помолчит! Ты что? Да, Миша, но музыку закрыть или запретить нельзя! Хорошо сказано! Ребята, мы познакомимся с удивительными классическими хоровыми произведениями! И начнем мы с кукушки Бриппина! Передавайте дальше! Катя, раздавайте! Всем хватило? Варвара Степановна, а может мы ее словами лучше? Ни черт даже не разобрать! Да ладно, покукуем сколько скажете! Коля, со временем мы научимся! А сейчас смотрите на слова, написанные между нотными строчками, русскими буквами! И старайтесь запоминать мелодию на слух! Ну что, попробуем? Здрасте! Заходите, не бойтесь! Здрасте, Варвара Степановна! Ребята! Какие вы молодцы! Как хорошо, что вы пришли! Это очень здорово! Я так рада вас видеть! Мы как раз разбираем кукушку и мы… Здрасте, Варвара Степановна! Валя! Вот это сюрприз! А вы как раз нам поможете! Присоединяйтесь и вставайте по голосам! Пойдемте! Девчонки, давайте вместе встанем! Ребята, распределитесь, кто где стоит! Пойдемте! Смотри, где ты! Извините, можно я… Приветик! Конечно, пожалуйста! Юр, давай к нам! Да я уже свое спел! В сорок втором у них забрали паспорта! В сорок седьмом просто вернули и все! Они же героически воевали за свою родину! Многие остались увечьями! Дима, я вас услышу! Но я просто не знаю пока, что можно сделать! Хотя нет, я знаю! Вы должны выступить девятого мая! Возле театра… Возле театра Советской Армии будет большой концерт! Ага! Можно сделать потрясающий репортаж! Да! Герои возвращаются! Голоса героев, герой и время! Да, это хорошая идея! Надо подумать! Здрасте! Здравствуйте! Это мне? А по какому случаю? Ну, до шести работаете! Да! Ну, хочу, наоборот, смелости пригласить вас на ужин! В метрополе, стол заказываю! С удовольствием! С удовольствием! Ну, горчицы-то есть не будешь! Идем! О-о-о! Ми-третья октава! Никто еще из моих учеников так высоко не забирался! . Настя С удовольствием! Ветераривайва Продолжение следует... 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 Долг и совесть против стали. Танки шли. Мы устояли. Этот лес и эту землю отстояла наша цепь. Ненадолго стихли вспышки. Какая тишина. Нам в короткой передышке даже и волга слышно. А это чьи стихи? Павла Круглова, сына Аксиньи. Он погиб в сорок третьем. Хорошие стихи. Только музыке чего-то не хватает. Только без обид. Дай-ка сюда гитару. А если начать медленно, а потом ритм уыстряется? Ага. И добавляются голоса. Сначала один, второй, а потом весь хор поет. Павла Круглова. Ну, можно попробовать. Павла Круглова. Павла Круглова. А ты сделай, чтоб была для хора. Вот он же пишет, армежировку, то сделай, а мы ее в Москве споем. Да что за песня? Ты хоть толком объясни. Внук мой, Юрка, музыку сочинил. А слова, вот ты, ты вот посмотри, слова. Слова, вот, ты посмотри, слова, слова посмотри. Так, так, это же, это же моего, моего Павлуши стихи. Вот и я о чем. Я сделал аранжировку. О-о-о. Ну что, Шаляпин, знакомься. Это мой бывший ученик, Дмитрий Хавьер. Дмитрий, как дела? Александр Владимирович. Да. Я вас пришел на концерт пригласить. Да ну, что поем? Красотки, красотки, красотки кабаре. Завтра в двенадцать утра у театра советской армии. О как. Будет выступать мой хор. Твой хор? Не, прости, Хавьер. Занят я. Александр Владимирович, я ведь у вас никогда ни о чем не просил. Занят я, Хавьер. Занят. Занят. Подглади яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходи и над вами эта суша, На высокий ветер в ротой. Товарищи, эти места заняты, Пожалуйста, присядьте за другую матку, Вам там будет удобнее. Пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь, товарищи. Их по центру. Мы как раз успели к началу. Ну что же вы, переводчика, не переводите? Давайте, давайте. Что за наряд у тебя? Платье. А по скромнее нельзя было? Здравствуйте, товарищи. Вы к кому? Я режиссер. Улаков Василий Иванович здесь находится? Да, но у нас тут ответственная съемка. Где он? Где? Ну где, где. Вот он. Подождите, куда вы? А в чем, собственно? Куда? А? Васенька, куда ты собрался? Гражданин, пройдемте. Пройдемте. Пройдемте, пройдемте. Это что еще за хреновина такая? Сейчас выяснили. Это сейчас что произошло? Что произошло? Сначала Влада Щегарева, потом Томаса Ломатина. Несовершеннолетний, кстати. Мальчика родила. Эти назвали. Рыженький такой, весь в папку. А вы не стали. А? А вы ее к детям отправили. Поддерживали. Так, это у вас что такое? Руфина Андреевна, я не знаю. Кто у вас следующий? У меня вот хор ветеранов. Ветераны это хорошо запускают. Катюша, уносила песню за собой, уходила с берега Катюша. Лена, 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 ветеранов объявили. Здравия. 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 Дорогие мои. Аксиня Матвеевна, у нас для вас есть хорошие новости. К празднику Победы подписан приказ министра обороны. Вы все теперь участницы войны. Ура! Наконец-то! Есть! Получилось? Поздравляю. Спасибо, Рим. Мерли, участницы. Пойдемте, людям покажемся. Вперед! Поехали. Поздравляю вас, девочки. Поздравляю вас, мои дорогие. Поехали. А сейчас на нашей сцене выступит необычный коллектив. Хор ветеранов войны и труда. Этот коллектив приехал к нам из села Пидорино Калужской области. Многие участники являются кавалерами орденов и медалей. У них сегодня дебют, и они очень волнуются. Давайте поддержим Федоринский хор под руководством Дмитрия Хавьера дружными аплодисментами. А исполнят наши ветераны известную всем песню на музыку Модеста Тобачникова. Пойду послушаю. И стихи Ильи Фрэнкеля «Давай закурим». Ну, давай закурим, если не против. Хорошая песня, замечательная песня, настоящая. Шульженко ее поет, заслушаешься. Но мы сегодня эту песню вам петь не будем. Это что еще такое? Споют ее вместе с нами те, ради кого мы сражались, ради кого мы гибли, ради кого мы боролись и победили. Ну, вот они, ребята. Давайте, давайте, ребятки. Мам, смотри, Юрка, вон! Мам, смотри, мои товарищи. Что? Кого? Мам, смотри, угрожай. Я сейчас вынесу. Мам, смотри. Мам, смотри. Мам, смотри. Мам, смотри. Против стали, танки шли, мы устояли этот лес, и эту землю отстояла наша цепь. Ненадолго стихли вспышки, ах, какая тишина. Что это такое? Остановите это немедленно. А как я могу это остановить? Как? Даже и волка слышна, даже и волка слышна. А назад уходить нам не дело, значит, будет опять нелегко. На чего наша цепь полетела, так кричат во его на львов. И опять лезут танки на нас, а за нас только честь и приказ. Против ниже свой голос ко мне, он сильнее брони на войне. Против ниже свой голос ко мне, он сильнее брони на войне. Вновь как будто стихли взрывы. Вновь как будто стихли взрывы. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ